Я злой лорд Межгалактической Империи, автор Мусима Йому, перевод Курай Юша, озвучил Эурон. Приятного прослушивания. Глава 88. Пролог. В мире нет справедливости. В своей предыдущей жизни я был серьезным и добрым человеком, но где была справедливость, когда она нужна? Опять же, кто на свете способен наказать меня? Злоба лорда. Сим, я заключаю, что справедливости не существует. Те, кто говорит о справедливости, на самом деле злодеи. Откуда я знаю? Что ж, как образцовый злодей, я сам сейчас говорю о справедливости. Справедливость в каждом из нас. Выпьем. Выпьем. Сейчас я на светском собрании и только что закончу приятную для слуха речь перед аристократами фракции его высочества Клео. Меня чуть не стошнило от этих битв за справедливость и долг дворян. К счастью, никто из собравшихся на самом деле не верит в подобные идеалы. Почему? Потому что все они испорченные злые лорды. Их здесь сотни, и все они понимают. Вовсе не справедливость заставила меня собрать их под знаменем его восточества Клео. Мы все используем справедливость лишь как предлог, чтобы нажиться. С началом светского вечера я вышел поговорить с гостями. Граф Банфилд поразителен. Лишь немногие аристократы способны проводить вечера такого масштаба в столице. Вошло немного пышновато, но надеюсь, вам понравится, Виконт. Вы пытаетесь выставить его высочество Клео в лучшем свете за свой счет? Что-то вроде того. Будем считать это уважением в его высочество Клео. Разумеется, меня в конце ждет компенсация. Его высочество Клео здорово повезло с вами. Может, я и не самый именитый дворянин, но буду стараться на благо нашей фракции. Большинство прибывших лордов обладают своими территориями. Я созвал их, взваливая на себя все расходы, включая транспорт и жилье. Почему? Да кто в своем здравом уме захочет тратить деньги на посещение такого вечера? Пролететь через пол вселенной, чтобы в итоге послушать, как я вещаю лапшу на уши? Я бы никогда не явился на подобную вечеринку. Несмотря на это, как один из лидеров нашей фракции, я должен собрать людей, чтобы сохранить лицо. Поэтому это все расходы и на мне. Но опять же, деньги для меня не проблема. Мне не нужно беспокоиться о средствах, благодаря алхимической коробочке. Подарку гида. Я могу тратить сколько угодно. Что до причин этого вечера? Он для понятия шума на планете столицы, где соберутся все члены фракции Клео. Можно считать это планом для разодоривания фракции Кальвина, который в нынешнее время ближе всего к престолу. К сожалению, не все идет так гладко. Чуть ранее мне удалось убрать с пути Линуса, второго принца, вонзив ему нож в спину, пока тот был отвлечен. Вот только с Кальвином такое не пройдет. У Кальвина огромная поддержка, и его положение можно считать почти что непоколебимым. Вдобавок у него куча ресурсов, так что он не станет бездумно кидаться на нас. Однако, он непременно ударит, если найдет хоть малейший намек на уязвимость. Непростой он соперник. Он так раздражает, что до сих пор не предпринял никаких действий, хотя я уже окончил имперский университет. Викон, с которым я вел беседу, поинтересовался, чем я планирую заняться после окончания университета. Давайте немного сменим тему. Вы теперь собираетесь работать чиновником? Молодые аристократы после университета обязаны поработать какое-то время чиновниками, в качестве тренировки. Разумеется, я не настолько глуп, чтобы работать серьезно. Буду отлынивать то там, то тут. Да, я сделаю все, что в моих силах, дабы помочь империи. Какой благородный настрой, если бы только мой сын мог немного поучиться у вас, граф. Я просто пошутил, и Виконт мне подыграл. Стану я серьезно относиться к работе, конечно. Итак, куда же вас назначили? Для начала в правительственный офис, выполнять разные мелкие поручения. Лиам Сера Банфилд – человек занятой. Проходя обучение в имперском университете, он в одиночку сколотил фракцию для его высочества Клео, третьего принца в очереди на престол. До самого выпуска он неустанно посвящал время на учебу и только что основанную фракцию. Пока другие студенты наслаждались лучшей порой своей жизни, Лиам выполнял свои обязанности. «Дорогой, опять на светском вечере?» Находившаяся в роскошном отеле Розетта размышляла, стоило ли ей тоже пойти. Однако, он не взял ее с собой. Розетта, наблюдая, как Лиам изо дня в день старается в учебе и делах фракции, хотела помочь, но она не слишком многое может сделать для него. К беспокоящейся Розетте обратилась служанка. Это Сиэль Сэра Экснер, которой удалось стать помощницей Розетты. «Вы считаете, что Лорд Лиам так загружен делами? Но выглядит так, словно он получает удовольствие от этих вечеров». Сиэль имела мало опыта в посещении светских вечеров. Понимая это, Розетта не слишком сильно отчитала ее. «Лично у меня с вечерами связаны не самые приятные воспоминания. Учитывая сложившуюся ситуацию, вряд ли дорогому весело». Сиэль, не все светские собрания проводятся забавой ради. За кулисами много чего происходит. Прошим семью Розетты заставляли посещать светские собрания, дабы сделать их объектом насмешек. У нее остались лишь неприятные воспоминания о тех временах. «Я сболтнула, не подумав. Прошу прощения, леди Розетта. Ничего страшного. Спрашивай, если что-то не понимаешь. Ведь дом Экснеров отправил тебя в дом Банфилдов именно для обучения». Сиэль отличалась от обычных служанок. Она принадлежала к семье барона Экснера и Курта, союзников Лиама. С ней нужно обращаться повнимательней. Также она отличается от детей, которых Лиаму отправили аристократы у него в подчинение. Их можно считать подчиненными Лиама, но родители Сиэль – вассалы напрямую империи. И поэтому, несмотря на различия в титулах, у них одинаковое положение как вассалов. Она получает более высокий уровень образования по сравнению с другими девочками. Выражаясь другим языком, обучение Сиэль намного строже. К Розетте она приставлена вовсе не для того, чтобы ей было легче. Наоборот, рядом с Розеттой она доберется опыта, даже если этого не хочет. Дорогой, надеюсь, ты не перенапрягаешься. Сиэль немного грустновато наблюдала за тем, как Розетта беспокоится за здоровье Лиама. Хуже него нет никого! Сиэль наблюдала за Розеттой, которая волнуется за Лиама. Сиэль оценила Розетту ни хорошо, ни плохо, просто приемлемо. Пусть у нее нет никакого особого дара, бездарно ее тоже не назвать. На самом деле, Сиэль даже восхищалась количеством усилий Розетты и старалась поддерживать ее. Проблема только в том, что она совершенно не разбирается в мужчинах. Она хороший человек, но таких всегда и обманывают. Лиам якобы занят ежедневными светскими вечерами, но сам рад этому. Пару дней назад, например, она видела, как он весело обсуждал с торговцем грядущую вечеринку. Все вокруг только и твердят, насколько великолепен Лиам, но Сиэль сомневалась в этом. Существуют ли подобные святоши? Она вызвалась стать личной служанкой Розетты, именно потому, чтобы наблюдать за ними вблизи. Она выдержала суровое обучение, чтобы раскрыть глаза своему брату Курту. Ее брат стал совершенно другим человеком после знакомства с Лиамом. Когда-то добрый и внимательный брат теперь все время говорил о новом знакомом. Для младшей сестры такое непростительно. Сиэль уже не раз видела Лиама, и ей все не давали покоя его слова и поступки. С какой стороны ни посмотри, он для нее оказался простым мелким злодеем. Его достижения действительно поразительны, и он старается вести скромную жизнь. Однако, несмотря на это, ей все же что-то не давало покоя. Ее интуиция кричала, что с ним что-то не так. Я раскрою вам всем глаза, и я непременно сорву маску Лиама. К Лиаму в поисках истины собралась подобраться девочка. Пока все это происходило, Гид, настоящий враг Лиама, не знал, что делать. Как мне одолеть Лиама? Что я должен сделать? Что должно произойти, чтобы он потерпел поражение? Несмотря на все раздумья, ему так ничего и не пришло в голову. Гид по-всякому старался вогнать Лиама в отчаяние, но тот всегда превосходил его ожидания. И что еще хуже, Лиам всегда в конце осыпал его благодарностями. Благодарность Лиама не только становилась сильней, но еще и начала исходить от других людей. Одна благодарность Лиама лишь заставляла Гида чувствовать себя не по себе, но с добавлением других людей уже стало невыносимо. Некоторые даже боготворили его. Такая боль заставит страдать даже Гида. «Непростительно, я заставлю Лиама страдать!» К несчастью, он потерпел крах во всех своих попытках. Он пытался повлиять на его удачу, помогал его врагам, однако мести по-прежнему добиться так и не удалось. Гид разуверился в себе. «Почему со мной все идет не так? Я что, для успеха должен делать все наоборот? Я должен помочь Лиаму заставить страдать его врагов? Да никогда!» Гиду была противна одна мысль о помощи Лиаму. Если он поможет, то снова получит благодарность, и на этот раз она может оказаться для него последней. Гид вздрогнул от мысли исчезновения из мира. «Тс, больше права на ошибку нет!» Вот только, сколько бы он ни думал, в голову все-таки ничего и не приходило. Нынешний Лиам может справиться с любой проблемой своими силами, и он силен, слишком силен. «Как мне его одолеть?» «Что еще за одна вспышка?» «Как этому мелкому мошеннику Ясуше удалось вырастить подобное чудовище?» Ясуше вырастил еще двух чудовищ для убийства Лиама. Они как козыри для гида. Ему хотелось провести им дорогу для Лиама, но его слишком пугала мысль того, что если вдруг что-то пойдет не так, поэтому он ничего не предпринимал. «Серьезно? Что мне делать? Я... Я...» Долго и тяжко, поразмыслив, гид пришел к одному ответу. «Точно. Посмотрю, что получится, если немного подсоблю Лиаму и заставлю его врагов попотеть. Не сработает? Попробуй что-нибудь другое. Да, нужно проверить такой вариант». Загнанный в угол гид уже не понимал, что творит. Его высочество Кальвин, первый принц в очереди на престол, сделало усталое выражение перед поддерживающими его аристократами. «Разве это не опасно?» Причиной его тяжких дум являлось Соединенное Королевство Оксис. Они вторглись в империю под предлогом тайных договоров, которые заключал покойный Линус. «Его высочество вызывает проблемы, даже после своей кончины». «Соединенное Королевство на этот раз настроено серьезно, ведь его высочество Линус надул их». «Они нападают в отместку за устроенный раздор в своих территориях». «Волна восстания в Соединенном Королевстве прокатилась из-за тайного договора Линуса. Лишившимся своего положения лордам и аристократам сейчас было вовсе не до шуток. Не сдержавшая своего обещания империя после устроенной гражданской войны не оделается одними извинениями. Им нужно что-то взамен, и они требуют кусок империи». Поддерживающие Кальвина аристократы встревожились. «Ваше Высочество, Кронпринц, ситуация хуже некуда. Лиам стремительными темпами наращивает свое влияние. По словам внедренных аристократов, он действует во имя справедливости». «Во имя справедливости». Если бы это был какой-то другой аристократ, то его бы назвали пустословом. Однако речь идет о том самом Лиаме. Несмотря на сыгравшую свою роль пренебрежение, от него потерпел поражение второй принц Линус. И что еще важнее, он помог выйти в свет такой темной лошадки, как Клео. В довершении ко всему, он совершенно не терпит пиратов и выражает недовольство нынешним состоянием империи. Он не какой-то очередной дворянин. Он грозный противник с большой властью. Также по-своему плохо, что под его флагом собираются дворяне, преисполненные справедливостью. Если так и оставим его, известность Лиамы продолжит расти. Если они проигнорируют эту угрозу, существует вероятность, что многие аристократы потеряют веру в империю и переметнутся на сторону Клео, либо же начнут поддерживать их. Обычно, они бы не стали обращать на такое внимание, либо же позволили разобраться с этим военным. Теперь уже так нельзя. Также свою роль играет скверная ситуация в Соединенном Королевстве. Из-за разгоревшихся беспорядков и гражданской войны, они серьезны в своем вторжении. Если они попытаются отступить, ущерб будет непоправимым. Кальвин глубоко задумался. Если организуем большой фод для отражения атаки, для обороны столицы почти ничего не останется. Не думаю, что наш дружок Лиам упустит такую возможность. Он несомненно сделает ход. С нашей стороны было опрометчиво делать его врагом. Потеряв сейчас кусок империи, мы потеряем расположение народа, значит. Вся эта ситуация так и боговолит его высочеству Клео. Нет, даже Праэль не будет сказать, что она боговолит Лиаму. Ваше высочество, Кронпринц, мы обязаны сделать свой ход. Однако Кальвин пережил всю эту кровавую битву за престол вовсе не спроста. Нет, мы не будем делать ход. Ваше высочество, пусть Клео делает ход. Позволим мы ему забрать все лавры. Алистократов оттенило после его слов. Вы предлагаете, чтобы ущерб понес его высочество Клео, то есть Лиам. Именно. Если наш дружок Лиам не справится, то хорошо. Если же справится, то потеряет значительную часть войск. Этим мы подготовим плацдаром для себя. Иначе говоря, ради победы над Лиамом, Кальвин планировал объединиться с торгшимся Соединенным Королевством. Пока Лиам с войсками будет отсутствовать столица, мы хорошенько прорядим его фракцию. По команде Кальвина аристократы поспешили выполнять понес. Глава 89 Предательство Соединенное Королевство Оксис зашевелилось. Такая ность тряхнула столицу. И хотя на границах постоянно происходят стычки, полномасштабное вторжение это совсем другое дело. Вместо десятков тысяч кораблей сталкиваются уже миллионы. И Соединенное Королевство на этот раз настроено серьезно. Три миллиона кораблей? Да, Соединенное Королевство собрало флот из территории аристократов, участвовавших в гражданской войне. На этот раз все серьезно, лорд Лиам. Когда Межзвездные государства настроены серьезно, война может длиться даже сотни лет. Я изящно попивал кофе в номере отеля. Вот как. Вот как? Лорд Лиам, вы понимаете, что происходит? Доложил мне об этом Томас, у которого налажена связь со злым лордом Соединенного Королевства. Похоже, тот трудится не покладая рук. Только заполучив информацию, он тут же переправил ее мне. Так, меня это не касается. Пусть военные разбираются. В данный момент я правительственный чиновник. Томас завалился ко мне, когда я приятно проводил время перед работой. Вы, конечно, правы, но одним военным здесь вряд ли справиться. Вскоре помощи попросят урестократии. Но тогда просто откажу. К тому же я прохожу обучение, а как военный уже записан в запас. Флот из трех миллионов кораблей собирается вторгнуться в империю. Новости действительно угрожающие, но и империя вовсе не маленькая. Если захотят, подготовят в два раза больше кораблей. Вот только когда у людей полно пространства для маневров, они не особо хотят шевелиться. Люди вроде меня, например, предпочтут наблюдать совсем со стороны. Злые лорды не рискуют. Империя может и выйдет победителем, но флот врага насчитывает три миллиона кораблей. Без потерь точно не обойдется. Какие гарантии, что ущерб понесу не я? На этот раз мы будем помогать только средствами с припасами. И точка. Ну, в принципе, так. Может быть, даже лучше. К тому сувернулось спокойствие. Он считал, что я буду участвовать в войне? Когда я отпил кофе, поступил звонок от Клауса, моего компетентного подчиненного. Лорд Лиам, дело срочное. Прошу прощения. Внезапно связавшийся со мной Клаус выглядел нетерпеливым. Что случилось? Если бы звонок поступил от Ти или Мари, разочаровывающих подчиненных, я бы сразу оборвал его. Вот только они рады даже моему холодному отношению, так что возникает ощущение, что я в любом случае в проигрыше. Из дворца поступил запрос на присоединение к войне против Соединенного Королевства. Отказываюсь. У меня дел по горло. Так же было решено назначить главнокомандующим его высочества Клео. Чего? В Соединенном Королевстве Октис есть дворянин, у которого налажена связь с Элиамом. Граф Норден. Это он получал ресурсы от Элиама через Томаса. Ему во владение предоставили планету, однако его лорд участвовал в восстании, из-за этого он вынужден участвовать в грядущей войне. Он вел хорошую жизнь до этого, вися на шее у Элиама. Он не планировал работать на Соединенное Королевство, но Элиама помогать не особо торопился. Граф Норден делает все только для себя. И все? Помочь тянуть Элиама в войну? Торговец из Империи кивнул ему с улыбкой на лице. Группа дворян наводит суету в Империи в последнее время. Они выступают против вашего государства в этой войне. Имперская аристократия пугает. Вот таким вот образом избавляться от враждебных фракций. В обмен вам будет постоянно предоставляться информация о передвижениях флота его высочества к леву. Граф Норден улыбнулся. Благодаря этой информации у него получится отличиться. Добавок ко всему Империя ожидает поражения своего флота. Вражеская сторона не только будет отдавать отпор противнику, но еще и подвергаться нападкам со стороны союзников. К сожалению, я в долгу перед Лиамом, так что просите меня предать его. Имперский торговец усмехнулся от такой завуалированной попытки попросить компенсации. Разумеется, если у вас все получится, то будете щедро вознаграждены. Это будет предоставлено в качестве аванса. Ему передали список с астрономическими суммами и перечнем ресурсов. Граф Нордан едва ли сдерживал радость. Граф Банфилд, похоже, вы нажили себе слишком много врагов в Империи. Попрощайтесь с жизнью, ради моего блага. Внутренний дворец. С самого утра в здании, где живет Клео, творится суматоха. Возглавить флот, насчитывающий миллионы кораблей, у Клео никакого военного образования. Лишь те сестра Клео не могла сдержать свои злости. Несмотря на императорскую кровь, ее целью является становление рыцарем, и сейчас она просто охрана для своей младшей сестры, которую, к сожалению, сделали младшим братом. Клео уже спокойно наблюдал за своей старшей сестрой. Спокойней, сестрица, основу я узнал из обучающей капсулы. Обучающая капсулы может и великолепная штука, но без способности воспользоваться полученными знаниями, она бессмысленна. Если бы капсул было достаточно, какой толк в учебных заведениях? Флот в любом случае поведет граф Банфилд, а не я. Ты не понимаешь, граф Банфилд командовал в лучшем случае сотни тысяч кораблей. Речь идет о миллионах. Без хороших командиров тут не обойтись. Одного дома Банфилдов здесь недостаточно. Лиамы правда выдающийся человек, но одного человека для данного случая мало. Лишь те схватились за голову. Граф слишком неопытен. Чтобы стать адмиралом нужен опыт и талант. Вдобавок ко всему, он должен будет командовать десятками тысяч капитанов и чувствовать их как собственные конечности. Десятки тысяч? Нет, понадобятся сотни тысяч высококвалифицированных офицеров. Простые солдаты тут не справятся. Граф не сумеет подготовиться для этой войны в одиночку. Если бы мы знали о войне за несколько лет, то еще могли бы как-нибудь подготовиться. К сожалению, у нас нет времени и враг не настолько слаб, чтобы его можно было бы разбить неорганизованной армией. Клео задумался после слов своей сестры. Граф, похоже, это конец для нас. Учитывая обстоятельства, было бы не так уж удивительно, если в дело вступили бы сами император и кронпринц. В случае успеха право на престол резко возрастают. В обычных обстоятельствах войска бы повел Кальвин, однако тот выдвинул кандидатуру к Лео. Очевидно, что тот ждет от него провала. У Лештея навернулись слезы на глазах. Хуже не придумаешь, поскольку это кризисная ситуация для империи. Если ты откажешься, то аристократы перестанут поддерживать тебя, и наоборот, если согласишься, у нас нет шансов на победу. Даже если предположить вариант с победой, истощенная фракция Клео не совладает с фракцией Кальвина. С братцем Кальвином сложно иметь дело. Лештея полностью согласилась с Клео. Он не просто так носил титул Кронпринца все эти годы. С ним шутки плохи. Казалось, он был уже почти в руках, но все же так далеко. Императорский трон ощущался для Клео очень далеким. Один из государственных офисов имперской столицы. После окончания университета я работал в своего рода аналоге правительственного офиса современной Японии. Почему? Я был исключен из программы карьерной лестницы. Изначально меня планировали отправить во дворец, где я бы неспешно занимался простой работенкой, но вместо этого был отправлен в ГУШ. Тем не менее, я каждый день проделываю это огромное расстояние. Почему? Потому что у меня машина просто зверь. Выражаясь простыми словами, это своего рода мини-истребитель. Благодаря ей мне не нужно беспокоиться о своем назначении. Вот только мой босс очередной мерзкий тип. Лиам, ты всегда прилетаешь из столицы в эту ГУШ, так? Раз ты богат, почему бы не снять квартиру поблизости? Тридцатый сын какого-то большого дворянина вроде. Как бы то ни было, он постоянно весь из себя и никогда не работает. Каждый раз, когда он подходит к моему столу, то спихивает лишнюю работу. Ах да, подготовите материалы к завтрашнему дню. Передо мной вывалили стопку. Точнее, электронные документы. Когда я взглянул на часы, то увидел, что до конца моего рабочего дня осталось тридцать минут. Успеть до завтра невозможно. Классический прием издевательств. Я стряхнул стопку тела его за голову и прижал к столу. Ты кому приказывать вздумал, кусок дерьма? Ты, я твой босс вообще-то. Хуже не придумаешь, когда во главе такие некомпетентные люди. Я еще больше надавил на его голову и услышал хруст, которого быть не должно, но меня это не волновало. Кстати, ничего не имею против некомпетентных боссов. Я сам некомпетентный босс номер лордом. Однако я не позволю быть некомпетентным тому, кто выше меня. Знаю это лицемерно, но таковы уж злодеи. Ты на время смотрел, ты ответственен за назначение и распределение работы. А раз ты назначаешь работу в такой час, то сам должен с ней справиться, не так ли? Он не может говорить в таком состоянии. Раз сам с этим оплашал, сам и расхлебывай. Когда я его отпустил, он задрожал и завопил. Ах ты, не думай, что делаешься так про... Не думаю, от меня так просто не отделаешься. Я схватил его за голову и до хруста сжал ее. Окружающие вздрогнули о подобной картины. Сам разбирайся, сам. Разве это не очевидно? Я ухмыльнулся от ответа своего некомпетентного босса. Ты говорил до завтра вроде, да? Ты же справишься. Судя по тому, что я вижу, с этой работой одному не справиться. Мой некомпетентный босс задрожал. Это невозможно! Возможно. Я оттолкнул его ногой, заставив прокатиться по полу. До завтра. Раз ты сказал мне справиться до завтра, то и сам должен разобраться, не так ли? Подойдя к нему, я взглянул ему прямо в лицо с намерением убить. Он тут же побледнел. Я с доброй улыбкой обратился к нему. Закончишься к завтрашнему утру, если нет, то знаешь, что произойдет, не так ли? Да, да! Зонок повесел о конце рабочего дня, так что я решил прибрать свое место и отправиться домой. Сверхурочные, злые лорды таким не занимаются, пусть другие этим занимаются, но не я. Что ж, хороший выдался рабочий день, чтобы завтра все было готово. Я повел себя очень грубо с боссом, но ведь все-таки я граф, империя спустит мне это с рук. Почему? Потому что я настоящий аристократ, и под настоящим я имею ввиду не богородное сердце и чистые помыслы, а лишь о статусе, положение обязывает и так далее, это просто чушь. Что важнее, мой некомпетентный босс начинает действовать мне на нервы. Пора бы немного прибрать рабочее место. На следующий день меня вызвал начальник моего некомпетентного босса. Как родственник моего босса, а также член влиятельной семьи, он обращается со мной как с нежестоящим. До меня доходили слухи о твоей службе в академии, однако здесь правительственный офис, поэтому не помешало бы оставить эти варварские солдатские привычки за его дверьми. Некомпетентный босс спрятался за своим начальником и смотрел на меня победоносным взглядом. Что до меня? Я сидел на диване и рассматривал документы. Думаешь, все будут прогибаться перед тобой? Мой дом состоит во фракции его высочества Кальвина. Мы тебя не боимся. Аристократы, включая меня, пропавшие люди. Когда вся жизнь проходит среде, в которой тебе пытаются угодить, не удивительно, что портятся даже самые хорошие люди. Полно смышленых людей, и не все они некомпетентные, как эти двое. Вот только некомпетентных куда больше. Читая документы, я ответил ему. И закончил. Строишь из себя крутого, мне известно, что в скором времени тебя отправят на передовую. Начинай сожалеть, что перешел дорогу и его высочеству Кальвину. Если бы мне не было жаль Кальвина, если бы мне было жаль Кальвина, так это за его большую фракцию и столько некомпетентных людей в ней. Так что я решил немного помочь ему с этой проблемой. Ага, до сих пор раздражает. Кстати, взгляните на эти документы, у них доказательства вашей коррупции. Начальник и некомпетентный босс поначалу удивились спроецированным по всему помещению документом, но вскоре угнулись. И до с того, коррупция в таких пределах в наше время... Почти у всех, мне по боку. Тут достаточно материала, чтобы вышвырнуть вас, и уж поверьте, они будут использованы по назначению. Рабочая обстановка здесь никуда не годится. Я тут немного приберусь и сделаю все под себя. Я щелкнул пальцами, и в помещение один за другим солдаты. Не шевелитесь, сложите руки за голову и лечь на пол. Вы? Больно? Солдаты повалили их и заковали в наручники. Капитан оцелетовал мне. Благодарим за проделанную информацию. Быстро вы. Я лично провел расследование и выявил коррупцию. В тяжелые времена я усердно трудился сомаги для ее выявления, поэтому кое-какой опыт у меня есть. Разумеется, я знаю, что делать и после расследования. У меня для вас сообщение от премьер-министра, он благодарит за оперативную работу. После моей похвалы они похвалили меня в ответ, поскольку это забавно, я обнулся. Так вы работаете на премьер-министра? Так точно. Я в долгу перед ним. Передай ему мою благодарность. Надо будет потом не обидеть этих джентльменов взяткой, то есть подарками. Я никогда не забываю о тех, кто полезен мне. И все же, что-то мне в последнее время не везет. Меня не только отправили в какую-то глушь, но мой босс оказался некомпетентным. Тут все прогнило коррупцией, меня вот-вот отправят на передовую. Проблемы так и сыпятся на голову. Более того, я оказался втянут конфликт между двух звездных государств. Если честно, это уже чересчур. Что вообще произошло? Глава 90. Безупречная программа гида. У Лиама неприятности. Когда гид это понял, у него задрожали руки. Радость, чуждое ему чувство, переполняла его. Лиаму сейчас непросто. Трудности сами по себе не такое уж редкое явление, но все меняется, когда в деле замешан гид. До сего момента, чтобы он не предпринимал, а все шло на пользу Лиаму. Гид уже долгое время желает Лиаму несчастья. Он провалил все свои предыдущие попытки, но не мог сдержать дрожь от результатов на этот раз. Я попытался помочь Лиаму, доставив несчастье Кальвину, однако тот обернул свою неудачу и доставил страдать Лиаму вместо себя. Всего один раз я встал на сторону Лиаму, а на него уже сыпятся неприятности. «Что все это значит?» Схватившись за голову, Гид ухмыльнулся. Он не мог сдержать улыбки. Сколько бы он не пытался в своих попытках доставить Лиаму несчастье, они всегда оборачивались неудачей. На этот же раз, когда он немного помог Лиаму, то в итоге загнал его тем самым в угол. Невероятное удовольствие. Несмотря на то, что благодарность Лиама по-прежнему обжигала его, Гид испытывал временное облегчение из-за этого удовольствия. «Мы как северный ветер и солнце, вместо того, чтобы попытаться доставить ему несчастье, нужно попытаться осчастливить его». «Да, точно». Для постоянно испытывающего неудачи Гида подобный результат значил очень многое. «Теперь, когда все прояснилось, я продолжу оказывать Лиаму свою поддержку». «Ха-ха-ха-ха-ха, становится интересней». Позади за хохочущим гидом наблюдала собака. Несмотря на резкое увеличение количества обитаемых планет под контролем дома Банфилдов, населения по-прежнему было мало. Из-за внезапного расширения владений, сперва необходимо дождаться их заселения, прежде чем приступать к дальнейшим действиям. Так что нуждающийся в людях Лиаму принимал к себе иммигрантов, которые помогут увеличить население. На самом деле их немало. Многие люди из окружающих империю стран покинули родные города из-за гражданских войн. К сожалению, без минусов о такой иммиграции не обошлось. Обычно выводение Банфилдов относительно спокойно и безопасно. Из-за обстоятельств соседних стран тут произошел большой приток иммигрантов. «Довое аристократическое диктаторство!» «Там, где дворяне, царит деспотизм! Людям нужна демократия!» «Точно! Победенном королевстве все-таки было!» Лиамза получил много населения, но вместе с ним на подконтрольных ему планетах вспыхнули демонстрации иммигрантов из Объединенного правительства. Одна из планет, на которой проходит подобная демонстрация, в нелюдном переулке лидер демонстрации с кем-то разговаривал. «Благодаря вам у нас появилось много друзей, мы позаботимся о свержении аристократии!» Молодой лидер демонстрантов твердо верит, что демократия единственная правильная политическая система и пытался ввести ее в империю. Молодому лидеру помогал член фракции Кальвина. «Ерунда, мы просто хотим помочь в достижении вашей цели, покончим с аристократией вместе!» «Разумеется, мы превратим империю в демократическое государство!» Член фракции Кальвина усмехнулся про себя. «Продолжай стараться для нас, до него вообще, похоже, не доходит, что-нибудь это Лиам, планеты бы уже давно спалили до того». В случае поражения Лиама, фракция Кальвина и планировала поступить подобным образом с демонстрантами. «Империя не нуждается в демократии». «Эти поганцы!» «А в настоящий момент я в роскошном отеле столицы, и очень зол. Только я прибрался у себя на рабочем месте, как получил срочные доклады своих владений. Неприятные новости мне преподнес Брайан. «Гордлиам, что нам делать? Никто не ожидал, что после приема иммигрантов сразу же начнутся полномасштабные демонстрации». «За этим явно кто-то стоит». Кальвин главный подозреваемый, но не оставил никаких следов. Кокури. Кокури тут же появился из тени. «Здесь». «Должно быть во владение пробрались шпионы. Почему они не найдены? Или ты хочешь сказать, демонстранты сами подготовились и теперь делают, что вздумается?» начало демонстрации сразу же после иммиграции. «Ладно, если бы с ними плохо обходились, но ведь я как следует подготовился. Я позаботился, чтобы людям как можно быстрее нашлось применение. Жилье, образование, профессиональное обучение, все, что душе угодно, лишь бы они были заняты. Переселившись ко мне, можно получить дом и работу. В случае детей предоставляется образование. И в итоге демонстрация вот так сразу? Из-за политической системы? Проклятие. Уже жалея о своем решении принятии мигрантов из Объединенного Правительства. В общем, кто-то определенно дергает за ниточки. «Многие из тех, кто взялся за расследование, не мои люди, вдруг исчезли». «Что?» Коккори со своими людьми может и превосходны, но им не уследить за всем самим. По этой причине я сформировал подразделения, занимающиеся от лобом шпионов. Однако оказывается, что они начали исчезать. Брайан тоже поспешил прокомментировать эту тему. «Да, мне тоже поступали подобные доклады». «Там одни бездари, что ли?» Коккори поправил меня. «Вовсе нет, я бы не назвал их бездарями. Не сказать, что они особо хороши, но они точно не настолько безнадежны. Лорд Лиам, мне кажется, в вашей территории орудует люди, подобные нам». «Подобные вам?» «Да, в империи полно подобных организаций. Даже во времена нашей активности их было больше сотни. Среди них также был клан, с которым мы вели войну многие годы». «Тайная организация с двух тысячелетней истории. Не будет так уж удивительно, если они существуют до сих пор. Если это так, то они довольно искусны в своем деле. Так значит, они проскользнули в мои владения. В настоящий момент мы заняты вашей охраной и делами в столице. К сожалению, в ваших владениях осталось слишком мало людей. Все подчиненные кукари, выдающиеся люди, к несчастью, их мало. Подумать только, что мои владения будут терроризировать в такие трудные времена». «Непростительно, нужно как можно скорее забрать алхимическую коробочку, прежде чем ее украдут. Куда бы ее спрятать?» Увидев, насколько я раздосадован, кукари выдвинул предложение. «Желаете, чтобы мы вернулись в ваше владение?» «Да сейчас повсюду проблемы, нельзя вас вот так вот просто перебрасывать. Пока что оставляем все как есть. Передай своим людям, что вы продолжали заниматься нынешним после этого кукари погрузился в пол и исчез. Как же раздражает менять меня на демократию? Да я бы сейчас их всех испепелил, но слишком занят. Лучше исходить из расчета, что враг глубоко укоренился. Как только разберусь с делами, от них и пепла не останется. Брайан запаниковал от моего заявления. «Нельзя, лорд Лиам! В такие времена нужно проявлять терпение». Терпение? Совсем дурак. По правде говоря, мне хотелось бы вернуться во владение и лично обезгладить их всех. Брайан, мне нравятся те, кто следует за мной, люди, которым нужна независимость от меня, ненужный мусор. лорд Лиам! Брайан, похоже, был шокирован, но такой характер у меня был с самого начала. Я вне себя, и в этот момент в номер вошла Амаги. Я прервал связь с Брайаном. Одновременно с ней в номер вошла моя ученица, Эллен Тайлер. Девочка с красными волосами и деревянным мечом спряталась за Амаги. Эллен, почему ты, преемница одной вспышки, прячешься за Амаги? Амаги нахмурилась, увидев, как Эллен испугалась меня. Со стороны может показаться, что это обычное, ничего не выражающее лицо, но я-то знаю. Она зла. Амаги разозлилась. А, Амаги, мой голос резко стал мягче, а Амаги загородила Эллен. Хозяин, вымещать злость вот таким вот образом слишком неприглядно. Все не так. Я это просто немного огорчился, ведь люди проводят демонстрации, как дворянину мне следует сил. В демонстрациях участвует не весь народ. Если с проблемой можно разобраться с оставшимися силами, предоставьте это им. Нет, но ведь я раз... У вас есть дела поважнее. Итак, Леди Эллен. Амаги слегка потолкнула Эллен, и та замявшись, встала передо мной. Мастер, вы обещали тренировку, но я не видела вас три дня. Меня ошарашили эти слова. В последнее время я был так занят, что пренебрегал тренировками Эллен. Мне казалось, что она и сама справится, поскольку повторяла простейшие приемы. Но как я мог позабыть о приемнице одной вспышки. Мне теперь стыдно показаться на глаза мастеру Исуши. Когда тренировался я, он всегда был рядом, а Маги перевел взгляд на меня. Вы говорили, что позаботитесь о ней, когда забирали ее. Да, я и правда обещал заботиться о ней, когда забирал. Раз так говорит о Маги, придется отказаться от затеи вернуться в свои владения и устроить резню. И вообще, у меня на это времени нету. Работа в правительственном офисе, подготовка к военному выступлению, вдобавок возникшейся демонстрации, мне еще нужно побеспокоиться о воспитании Эллен. У меня дело не в проворот. А Маги утешила меня, пусть и укорительно. Понимаю, вы сейчас под большой нагрузкой, но прошу, не забывайте время от времени смотреть вокруг себя, хозяин. Я беспокоюсь за вас. Я заставила Маги волноваться. Как же неприятно. Когда я упал на колени, ко мне подбежала Эллен. Мастер, вы в порядке, мастер? Все хорошо, Эллен. Начнем тренировку. А ведь твое воспитание часть моего обещания мастеру. Мастер, мастера? Да, мастер Исуши, также известный как Бог Меча. Он поразительный человек. Я первый, кто начал распространять его прозвище Бог Меча. Он заслуживает этот титул как никто другой, поэтому, думаю, не будет возражать. Мастер, вы довольны этим титулом? Я поднялся и отправился в тренировочный зал вместе с Эллен. Идем. Хорошо. Амаги тоже пошла за нами. Кстати, Эллен, ты прилежно выполняла приемы, которые я показывал? Да, я старалась. Я наблюдала за ее тренировками, пока вы отсутствовали. Леди Эллен очень старалась. Ты проводила время наедине с Амаги? Я был так занят, что даже сам не проводил с ней время. Простите. Амаги удивили извинения Эллен. Со стороны может показаться, что это по-прежнему ничего не выражающее лицо, но я-то знаю. Хозяин, о чем вы таком говорите ребенку? Вот он, ветер перемен. Муки Лиама передавались Гиду, что передавало ему сил. Его переполняла сила. Гид не мог понять почему, но каждый раз, когда он пытался помочь Лиаму, появлялось новое препятствие усложняло ему жизнь. Поскольку Лиам заявил о готовности принять беженцев, у него поселились иммигранты, однако вскоре под влиянием фракции Кальвина начались демонстрации. Лиам страдал от помощи Гида. Гид остался под впечатлением. Все просто, мне нужно было всего лишь помочь Лиаму в достижении победы, я все это время заблуждался. Осознав свои ошибки, Гид настроился в будущем помогать Лиаму. Для сомнений не осталось места. Лиам, я помогу тебе достигнуть счастья, чтобы заставить тебя страдать. Слова Гида звучали бессмысленно. Я предоставлю тебе полную поддержку и богословлю каждой крупицей своей силы. Так и началась полная поддержка Лиама гидом. Владение Бенфилдов. Коренные жители проходили мимо толпы демонстрантов. Люди из Объединенного Правительства, да? На вид они хорошо обжились. Демократия так уж хороша. Последнее время к ней присоединяется все больше молодежи. Так они не знают каково здесь было раньше, поэтому не ценят что имеют. Последние демонстрации проходили вроде десятилетия назад. Что же там было? А, точно, они выступали против запрета Лордом Лиамом одной прически. Ага, я еще тогда реально участвовал, а только сейчас людей с этой прической почти не видно. Был прямо фестиваль какой-то, а ведь и правда, даже киоски стояли. Они тоже фестиваль захотели? Вот оно как теперь понятно. Коренные жители переговаривались между собой, наблюдая за демонстрантами. К ним подошла группа молодых людей из объединенного правительства. Господа, вы хотите, чтобы аристократия и дальше держала образы правления? А что, это не плохо же. Разумеется, плохо. Молодые люди сильно завелись и начали рассказывать, насколько плохая аристократия. С аристократическим строем размеры налогов определяются сугубо прихоти лордов, которых не связывают законы. Опасно доверять все одному человеку. У каждого из нас есть право на выбор, и мы должны сами выбирать своего представителя. Вот как? Слушавшая их престарелая пара вспомнила прошлое. Кстати, а ведь до нынешнего лорда здесь было ужасно. «Да, ты права». Группа молодых людей возрадовалась. «Именно, если аристократия останется у дел, в любой момент все может стать как раньше». Пока юные демонстранты были вновь заняты своей пламенной речью, вокруг престарелой пары собрались другие группы молодых людей. «Мои родители тоже об этом говорили. Во времена их детства дела были плохие. Неужели все было так ужасно? ужасно, это еще мягко сказано. Сейчас мы наслаждаемся достатком, но до прихода лорда Лиама к власти почти все жили в нищете. Доходило до того, что многие семьи не могли себе позволить оплатить электричество». «О, а я тоже об этом слышала». «Как же здорово, что семью Банфюдов возглавил лорд Лиам. Такими темпами наследник лорда Лиама продолжит его... продолжит?» Престарелая пара удивленно переглянулась. «Слушай, а у лорда Лиама есть наследник?» «Нет, я ни о чем таком не слышал». Молодежь почувствовала неладное. «Разве дело неплохо?» «Чисто гипотетически, если лорд Лиам скончается, что произойдет с его территориями?» Престарелая пара ответила им, опираясь на прошлое. «Империя отправит представителя. Подождите, неужели нас снова ждут старые времена? По слухам, представители не особо сильно заинтересованы в развитии паучиных владений». Народ зашумел. «Разве он не помолвлен с леди Розеттой?» «Но ведь новостей о беременности не было?» «А ведь лорд Лиам из тех, кто возглавляет атаки на передовой?» У коренных жителей началась тревога. Группа молодых людей, участвовавших в демонстрации, заметила странные изменения атмосферы. «Вы слушаете?» Народ уставился на них. «У нас тут серьезный разговор, помолчите!» «Эй, может нам тоже начать демонстрацию?» «Хорошая идея!» Услышав разговор о демонстрации, группа молодых людей, которая распространяла демократию, удалилась с чувством выполненного долга. Демонстрация невероятных масштабов вот-вот охватит территорию Банфилдов. Брайан «Больно! Лорд Лиам так разозлился, что от этого больно! Но что еще больнее, так это от различия отношения ко мне!» Глава девяносто первая Передряга Поступил доклад от шпиона, отправленного в территорию Банфилдов. В конференц-зале, где собрались представители фракции Кальвина, докладывалось о крупной демонстрации, однако шпион выглядел не слишком уж хорошо. «Демонстрация хватило куда больше народу, чем мы рассчитывали. Мы начинаем терять контроль». Целью было подстрекание иммигрантов объединенного правительства, чтобы вывести владение Лиамы из строя, и она выполнена. Вот только все вышло куда лучше, что и удивило Кальвина с его людьми. «Это превзошло все ожидания». «Если честно, не ожидал я демонстрации таких масштабов на территории нашего дружка Лиама». Никто никто не мог предвидеть такой успех демократизации на территориях, в которых ведется хорошее правление. Аристократы переглянулись. «Все-таки в образовании простолединов нет никакого толку». «Даешь им знания, а потом они еще и права требуют. Просто отвратительно». «Это преподаст урок Саплекулиаму». Но если посмотреть на результат, вышло все замечательно. Кальвин похвалил шпиона. «Хорошая работа. Больше там нечего задерживаться. Можешь возвращаться». «Есть». После окончания звонка Кальвин улыбнулся дворянам перед собой. Демонстрация так разрослась, что материалов предостаточно, чтобы приструнить Лиама. Можно сказать, фракция Кальвина достигла своей цели. «Вскоре поднимется вопрос способности к правлению нашего дружка Лиама. Можно было бы и ударить по нему, но вопрос в его вооруженных силах. Как думаете поступить?» Теперь они могут обвинить Лиама в неспособности углядеть за своими владениями. Однако им нужно ослабить Клео. Если они обвинят Лиама сейчас, его отправка на передовую отменится, у них возникнут неприятности. «Нам стоит отложить материалы и позволить ему отправиться на войну с а потом уже добить его ими в случае победы или поражения. Не следует недооценивать его военную мощь». «Не то, чтобы у нас не было шансов на победу, но если нападем в полную мощь, нас ждет соответствующий отпор. Он сам обладает достаточной силой, чтобы одолеть Святого Меча. Лучше перестраховаться и нанять Святого Меча для охраны его высочества». «Одного не хватит, лучше двоих». Дворяне тоже согласились, что нападать на Лиама в открытую слишком глупо, поэтому стараются избежать Боя. Он в одиночку сокрушил пиратских дворян, никому неизвестно, на что он способен. Дабы ослабить его, была решена его отправка на поле Боя. Если он выживет и вернется, то они надавят на него материалами о демонстрации. Также Калюм позаботится «Одолевший святого меча Лиам по-прежнему пугал». Кальвин согласился с решением нанятия двух святых меча. «Вызовите мастеров школы Арант и Курдон. Помимо этого соберите выдающихся мечников. Я попрошу их подготовить его хранителей, чтобы охраняли и вас». Секрет успеха Кальвина в том, что он не забывает и о дворянах. Две упомянутые школы являются самыми когда империя нарекает какого-нибудь святого меча. В каком-то смысле мастера этих двух школ получили свои титулы по политическим причинам. Однако позволять людям превозглашать себя святыми меча из одной лишь силы тоже опасно. Если ничего с этим не делать, авторитет империи может пострадать. По этой причине стоит выбирать только достойных мечников. Также главы двух самых популярных школ в качестве святых к тому же они сильны. Как следует все объясните двум святым меча. Не забудьте им передать, что они должны сделать, дабы последователей восходящей одной вспышки не заняли их места. Кальвин собрался загнать Лиама в угол. Чтобы опорочить Лиама, Кальвин собирается распустить слух о том, что одна вспышка сомнительная школа. Две главные школы тоже попытаются сокрушить одну вспышку, разговоры о которой не утихают в последнее время. И действовать они начали быстро. Империя воспользовалась средствами массовой информации, дабы распространить новость до соседних стран. И касалась она одной вспышки Лиама. На экране расспрашивали человека, который познакомил Ясуши с Лиамом. До этого Ясуши даже мечником трудно назвать. Простой любитель. Он зарабатывал на хлеб, показывая фокусы. А что тогда за одна вспышка? Да брехня его, наверное. В другой передаче проводился анализ простейших приемов одной вспышки. Неизвестно как, но программе удалось выяснить, что обучаемые суши приемы имитируют другие школы. Вот этот вот прием одной вспышки на самом деле происходит из школы Курдан. А вот этот из стиля меча Аренд. Если спросите меня, что вы под этим имеете ввиду? Одна вспышка, мишенина техник других школ меча. В передаче открытым текстом поносили одну вспышку, и к экрану в этот момент припал сам Ясуши. Отлично! Еще! Не останавливайтесь! Пусть все знают, что одна вспышка подделка! Если ложь раскроется, Лиам убьет Ясуши. Однако Ясуши рассудил, что безопаснее раскрыть свое вранье, чем скрываться от людей, охотящихся за его титулом бога меча. Наконец-то! Наконец! Гора упала с плеч! Ясуши прослезился. Стиль меча, взявший начало с его собственной лжи, наконец исчезнет. Освобожденный Ясуши сиял от счастья. Другое место. Столовая на территории империи, в которой пара человек ела лапшу. По телевизору ушла передача с названием «Одна вспышка ложь?» В последнее время об этой школе только и говорят, но как выяснилось, это просто не лепится. Все именно так. Если граф серьезно о ней рассказывал, странно, как его еще до этого не раскрыли. Вранье она, вранье! Окружающие посетители тоже обсуждали одну вспышку. «Аристократов хлебом не корми, дай только повыпендриваться». «Одна вспышка поделка значит». «А вот школы меча Аронт и Курдон самые настоящие. Все-таки эти два стиля меча не просто так главенствуют». В передаче мастера двух крупных школ плохо отзывались об одной вспышке. Пара человек, которая ела лапшу, оставила деньги и пошла на выход. Перед заведением они «Кого берешь?» «Без разницы, но все равно надо обоих раздавить». Подобный разговор недолго продолжился, после чего они разошлись в разные стороны. «Я их всех перебью». Сидя на диване в компании своей любимой катаны, я слышал новости об одной вспышке и едва сдерживал гнев. Мастера двух главенствующих школ вместе с другими мечниками пытаются опорочить стиль одной вспышки. Они называют ее подделкой, брехней, имитацией. Я обязательно разберусь с ними, но сейчас не самое подходящее время. Перед разгневанным мной стояла Эллен. «Мастер!» Из-за ее обеспокоенного вида я не сдержался и с раздражением заговорил. «Что такое? Тоже сомневаешься в одной вспышке?» Эллен помотала головой. «Я верю ваше мастерство меча. Может, я не понимаю сложных вещей, но верю в ваш стиль. Вы для меня сильнее всех!» Я распахнул глаза от того, как она со слезами смотрела на меня. Позади нее я увидел мастера Исуши. Разумеется, это просто иллюзия. Может, мне и показалось, но мастер мне улыбнулся. «Лорд Риам, во времена душевного беспокойства нужно заглянуть в себя. Пусть сердце пывает, а голова остается холодной. И что самое важное, не упускайте из вида то, что важно». Мне вспомнились слова мастера Исуши. Я покачал головой и успехнулся. «Точно. В владении мечом мастера не было никакой фальши. Истина то, что я видел собственными глазами, чтобы не говорили другие правду не изменить. Я до сих пор вспоминаю тот день. Вспышка мастера была настоящей. Я же, как никто другой знаю об этом». «М мастер...» Эллинс беспокойством или попытством уставилась на меня. «Я слишком неопытен как мастер». «У меня есть более важные дела, с которыми нужно разобраться сначала, а сокрушение других школ можно и отложить. Я выберюсь из этой проклятой ситуации. На моей территории бардак из-за происходящей демонстрации, а фракция Клео угодила войну межзвездных государств. «Приходится бросить все силы на фронт, что даже порядок на своих территориях поддерживать едва удается. Мне не хватает рук. Очень не хватает». «Эллин, когда у тебя все идет наперекосяк, нужно заняться тренировкой. До седьмого пота». В этот момент поступил экстренный вызов от Брайна, который находится в моих владениях. «Беда, лорд Лиам!» Брайан обливался холодным потом, находясь в имении Банфилдов. «Кто же знал, что демонстрация так разрастется?» Дошло до того, что территории начали переставать функционировать, и хотя на доходы это не повлияло, недовольство спихивали в различных местах. Вдобавок, Брайан это петиция прислуги особняка. Ее подписали более 80% звук. Вывалил очередную новость глава горничных сирена. «Нееет!» Брайан замотал головой, а в животе у него все сжалось от боли из-за необычности этой ситуации. «Больше 80-ти!» Не стоило пренебрегать их поседневным ходатайством. По всей видимости, они решили воспользоваться возникшей атмосферой, чтобы протолкнуть свое прошение. «Я... Я же только что закончил докладывать лорду Льяму. За что? За что мне все это?» Брайан рухнул на колени. Гид шел в припрыжку и даже весело напевал при этом. «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо!» «Кто бы мог подумать, что все выйдет так хорошо?» Водения Льяма вышли из строя, а сам он был вне себя от новостей об одной вспышке. Гид был вне себя от счастья. Он не чувствовал себя так уже несколько десятков лет. Это самое счастливое время в его жизни. Я помогаю Лиаму, и он страдает, но разве не замечательно? Мой любимый метод косвенного ведения дел выпутился в реальность. Гей действительно хуже всех, но поэтому он упустил из вида кое-что важное. Продолжим подталкивать Лиама, я еще не закончил. Предатели дали о себе знать. Не думал, что меня предаст еще и прислуга. Работающая в моем особняке прислуга отобрана лично мной. Кто бы мог подумать, что они предадут меня? Петиция подобного рода ко мне. Что за бред? Разве ты пытался успокоить разозлившегося меня? Дорогой, спокойней. Да я спокойней некуда. Уже не терпится наказать предателей, когда я вернусь. Пора бы начать придумывать пытки. Дорогой. Я отвернулся от помрачневшей розеты и взглянул на Сиэль, которую мне доверил барон Экснер. Сиэль, барон Экснер что-нибудь говорил по этому поводу? После этих слов на ничего не выражающем лицу Сиэль отразилась враждебность. Возможно, она это скрывает, но я вижу ее насквозь. Она ненавидит меня. Прояви графу хорошую поддержку. Так мне наказали отец с братом. Особенно брат. Он беспокоится и день за днем звонит мне. Наверное, ее это раздражает. Но она старается не подавать виду. Забавная девочка. Наверняка у Курта в армии дел по горло. Надо попозвонить ему потом. Кстати, у тебя нет никаких неприятностей? Нет, все ко мне очень добры. Я многому научилась и благодарна вам за это. Со стороны может показаться, что я беспокоюсь за Сиэль, которую мне отдали на обучение. Однако отношения между нами вовсе не радужные. Она не пытается скрыть свою враждебность. Нет, возможно, она пытается. Но лично мне все видно. Она выросла чистой и доброй, несмотря на отца в лице злого лорда, барона Экснера. У нее ни власть, ни ума, чтобы как-то мне навредить. У нее есть выдающиеся качества, но до меня ей далеко. Выражаясь простым языком, она забавная игрушка. В отличие от простой героини, коей является Розетта, у Сиэль действительно стальной дух. Забавно наблюдать, как она источает отвращение при разговорах со мной. Тем не менее, она дочь барона Экснера и сестра Курта. Нельзя обращаться с ней слишком грубо. Нужно знать меру даже в игре. Ясно. Я в последнее время занят и беспокоюсь. Хорошо ли идет твое обучение? Вечно недопонимающая Розетта вмешалась в наш забавный разговор. Ни о чем не беспокойся, дорогой. Я как следует позабочусь о Сиэль. Ага. Хоть раз, прочти атмосферу. Я ее дразню, а ты меня перебиваешь. И все же, раз предатели объявились даже в моем особняке, то появятся и в других местах. Тут и думать не нужно. Фракция Кальвина должна ударить по нам. Наверняка они много чего задумали. Хотя нет. Должно быть они уже приступили к выполнению. Можно смело предположить, что все потенциальные предатели предадут меня. Проклятие. Гид мне на этот раз не помогает? А значит, остается полагаться только на тебя? И все же, я еще раз как следует неспешно все обдумал. Я задумался о том, как выпытаться из этой ситуации, выйдя победителем. И до меня дошло. А ведь ситуация не так плохо, как я думал. Брайн. Демонстрация по поводу заведения детей? Хочу принять. Глава 92. Самодовольство. Сидя в правительственном офисе, где я работаю, я раздумывал над различными вещами. После того, как я здесь прибрался, тут стало намного комфортнее работать. Раздражающее начальство и все связанные с ним чиновники были вычеркнуты, поэтому в последнее время проблем не было. А если кто и остался, то сам с ним разберусь. Благодаря этому, рабочая обстановка стала лучше, и никто не мешает. Я уже закончил работу на сегодня, так что просто жду конца рабочего дня. Осталось минут 15, поэтому я и раздумываю над различными вещами. Во-первых, нужно выйти победителем из конфликта межзвездных государств. Во-вторых, нужно навести порядок у себя в возениях. В-третьих, разобраться с теми, кто смеется над одной вспышкой. Первые два дела не терпят отлагательств, а вот третье можно и отложить. То, что одна вспышка, лучший стиль меча на свете, даже сомнению не подлежит. Война же наоборот, не станет ждать. Из-за масштабов подобных войн необходимо много времени для подготовки, но даже при этом два государства столкнутся уже в ближайшие годы. Итак, как же мне распределить силы? Я сижу в офисе начальника, своего некомпетентного босса. Несмотря на то, что я здесь прохожу стажировку, благодаря чистке мне удалось заполучить это место. Что это за стажировка у меня такая получается? Когда я задумался над этим, то сразу отбросил подобные мысли, поскольку меня не волнует работа. Есть дело и поважнее. Проблема в столице. Если не разместить кого-нибудь в столице, то не смогу воевать со спокойной душой, пока я был в раздумьях, из тени появился кукори. Лорд Лиам, можно вас на минутку? В чем дело? Недавно в столице произошел террористический акт. Нашел чем удивить. В нем есть кое-что подозрительное. Обычно они действуют из принципов и убеждений, но эти террористы необычайно искусны. К тому же имперские силы не сильно стараются их поймать. После услышанного все поймешь, даже если не захочешь. Под этими террористами маскируются профессиональные убийцы. Раз кукори решил доложить, то целью являемся мы. Если им действительно удастся убить нас, то просто скажут, что мы стали жертвами терроризма. Окольный путь решения проблем. Нужно запомнить. Вы с ними справитесь? Если действовать немного безрассудно. Тогда не лезьте. У меня для вас другая работа. Вычислите предателей. Однако не троньте их, мы ими воспользуемся. Есть. И все же, раз вы говорите о предателях, граф из Соединенного Королевства ведет себя подозрительно, но понадобится время, чтобы развернуть за ним слежку. В Объединенное Правительство уже отправлены люди. По всей видимости, он позаботился об Объединенном Правительстве, как только вспыхнули демонстрации. Кукори, какой же ты хороший подчиненный. Граф? Уверен он предатель. То даже подтверждение не нужно. Желаете избавиться от него? Может, когда подвернется подходящий момент. Сейчас не время. Граф Норден, кажется. Граф, с которым у меня налажена связь через Томаса. Злой лорд Соединенного Королевства. Но в моих владениях же тоже вроде был какой-то Норден? Барон? Ладно, не важно. Хотелось бы сохранять хорошее отношение с товарищами злыми лордами, но учитывая мою ситуацию, предательство не так уж удивительно. Я бы на его месте поступил точно так же. Осторожней с информацией, которая от него поступает. Так же не забывайте предоставлять ему ложную информацию с нашей стороны. Согласно информации, он, кажется, принимает участие в битве. Избавлюсь от него, если подвернется возможность. Но сейчас у меня в приоритете столица. А они здорово постарались подготовить группы террористов, которые хотят избавиться от нас. Кого бы я ни оставил, а тревог все равно не избежать. Постойте-ка. А мне вообще нужно присутствовать на поле боя? Я расположусь в столице и буду управлять войсками отсюда. Должно сработать. Кукури, собери верхушку, когда они вернутся. Есть. Среди рыцарского ордена Лиама есть обыкновенный человек по имени Клаус. Из-за своей прилежности и опыта, Клаус довольно ценный кадр, подходящий для любых задач среди эксцентричных рыцарей Лиама. Однако сейчас он содрогался из-за боли в животе. Да вы шутите. Сидя в роскошном конференц-зале отеля, все выглядели озадаченными, когда им озвучили будущее назначение. Лиам величественно восседал в своем кресле и всем видом показывал, что это вовсе не шутка. Клаус, главнокомандующим экспедиционных войск его высочество Кляо назначаешься ты. Но, лорд Лиам, для меня все-таки невозможно вести многомиллионный флот. Никаких проблем. Прошу прощения, это тут одна большая проблема. Как это никаких проблем? Клаус не понимал, как тут можно не видеть проблемы. И он означали командовать не только регулярными войсками империи, но и флотами дворян. А вдобавок Лиам доверил ему свой собственный 60-тысячный флот. Ти и Морис с завистью смотрели на него. От этих двоих больше всего проблем в рыцарском ордене Лиама. Какое вам славное назначение досталось, сэр Клаус? Если для тебя такое чересчур, только скажи, и я рада буду поменяться местами. Не обращая внимания на эти взгляды, Лиам заговорил низким тоном. Вы недовольны моим решением? Услышав это, они тут же упали на колени и извинились. Вовсе нет. Как я могу не согласиться с вами? Но правда ли, сэр Клаус подходит для этого назначения? Он же сам сказал, что у него нет опыта в управлении флотов таких размеров. Среди рыцарей Лиама опытом сражения в войне с многомиллионными флотами обладает только два человека – Тия и Мори. Еще будучи принцессой-рецарем, Тия объединялась с другими государствами и участвовала в битвах, где сходились флоты таких размеров. Мори же была одной из трех легендарных рыцарей, которые прославились на расцвете Империи. Поэтому она участвовала во многих сражениях межзвездных государств и даже командовала одним из них. Они намного опытней Клауса. Лорд Лиам, боюсь, такая ответственность для меня. Я уверен, ты справишься. Приставлю тию к тебе, так что не стесняйся использовать ее по полной. И еще, Чэнси. Лиам позвал Чэнси, которая безинтересно наблюдала за происходящим. Это та самая опасная женщина-рыцарь, желающая убить Лиама. Да. Ты сильнейшая среди моих людей. Соблюдай приказы Клауса и защищай его высочество Клео. Ты мне доверяешь? Если хорошо покажешь себя, снова с тобой поиграю. Услышав это, Чэнси покраснела, ее охватила дрожь. Клаус задумался. Постойте, Лорд Лиам, вы хотите спихнуть эту проблемную пару на меня? Мари приподняла руку. Не услышав своего имени, она выглядела грустно. Лорд Лиам, а вашу покорную слугу вы куда-нибудь назначите? Ты станешь во главу трех тысяч кораблей для истребления пиратов и защиты наших владений. Число небольшое, так что покажи, на что способна. Есть! Раз Лиам доверил ей охрану своих владений, то доверяет ей. Ведь в ближайшее время он будет столицей. Клаус начал беспокоиться и на этот счет. Лорд Лиам, сколько же кораблей вы планируете оставить с собой у столицы? Трех тысяч должно хватить. Этого слишком мало. Фракция Кальвина не упустит такой возможности. Ну и пусть. Ваша задача лишь в том, чтобы обеспечить победу его высочества Клео. А я пока спокойно закончу стажировку. Несмотря на его слова о спокойной стажировке, тут любому понятно, что столица тоже превратится в поле боя. Оставлять Лиам здесь слишком опасно, даже в качестве наживки. И все же... Достаточно, что важнее, куда запропастилась Ерешия. У меня и для нее работа есть. Клаус вонил голову на бок после вопроса об отсутствующей Ерешии. Эмм... Кажется, Леди Розетта упоминала, что Леди Ерешия вернулась в войска. Она в последнее время слишком расслабилась или что-то вроде того. Чем она занята, когда она сделала не в проворот? Живо вызовите ее обратно. Отправиться наводить порядок в моих владениях. Он и не вспоминал о Ерешии до сего момента. Клаус усомнился в своем хозяине. Возможно, до наложницы у нее путь не близкий. Примечание чтеца. Ерешия – это Евлизия. Я решил все-таки поменять имя. Закончив совещание, я отправился в гардеробную. У меня назначена встреча с одним из моих личных торговцев, Патрисия из Ньюэнс Компани. И сейчас я с Розеттой. А вам очень идиот, леди Розетта? Эм, а что мне делать со всеми этими платьями? Это уже тридцатая. Они для вечеринок. Вечеринок? В таком случае, платья мне не понадобятся на ближайшие десять лет. Нет. Вы же не будете надевать платья дважды, поэтому их хватит только на месяц. А? Эм, может они не такие уж и дорогие? От них ведь не жалко избавиться, да? Да, не жалко. Стоят они примерно столько. Но это же дорого. И все же для тридцати, может это разумная цена? Что вы, эта цена за одно. А? Розетта замерла от шока. Стоявшая рядом с ней сель тоже замерла. Ей также подбирает платья для участия на вечеринках. Серьезные девочки вроде не есть, должно быть не по вкусу в учерной платье и пышные вечера. А вот я их обожаю. Пустые траты лучшая часть работы злого лорда. Причиной всему этому служит то, что в столице вечеринки гремят каждый день. Я как следует здесь оттянусь. Если кому-то нужны неприятности, встречу их лично. Пусть сами ко мне идут вместо того, чтобы их искать. Вечеринки будут проходить под разными именами, но всем за кулисами заправляю я. Без денег Уоллес будет их организовывать, а я просто посещать и развлекаться. Лорд Лиам, у меня сообщение от чиновников объединенного правительства. Они говорят, что ничего не знают о демонстрации и даже удивлены, что люди организовали ее так легко. Теплый прием должно быть сделан их легкой добычей для шпионов противника. Мне все равно, что у них там в объединенном правительстве творится. Я почти уверен в их невиновности. Может, они и заслали пару шпионов, но так поступит любое государство. Я их не особо подозревал. Как вы собираетесь наказывать демонстрантов? Империя обычно сжигает планету до тла, и это не дает покоя объединенному правительству. Из доброты коренному населению я так не поступлю, но безнаказанными они не останутся. Они еще как пожалеют, что затеяли беспорядки в моих владениях. Каковы шансы победы против Соединенного Королевства? Даже если мы выйдем победителями, разве не потеряем существенную часть сил? Лорд Лиам, вам вроде не хватает людей для командования. Нехватка талантливых кадров, значит. Я обнулся в ответ на беспокойство Патрисии. Инвестиции важны, не правда ли? К чему вы это? Пора пожинать плоды, только и всего. Я позволю молодежи учиться за границей, так что пора бы им вернуть долг. Офицеры, чиновники, я предоставил поддержку людям разных профессий. По правде говоря, я чуть не забыл о них. С людьми проблем нет, что до войны мы воспользуемся предателями. Я наблюдал, как Розет и Сиэль меняли платья, предвкушает дальнейший поворот событий. Патрисия, мы уже победили в этой битве. Я отнюдь не желаю вам поражения, но даже если победите Соединенное Королевство, вас будет ждать фракция Кальвина. Похоже, меня недопоняли. Я сейчас говорил о Кальвине, веря в свою безоговорочную победу, Кальвин проявил неосторожность. Вот уж не думал, что он начнет действовать так скоро. Как же я благодарен за это. Седьмая оружейная фабрика испытывала беспрецедентный экономический бум. Ха-ха-ха, как тут не смеяться? Фракция Клео втянули войну. Третья, шестая и девятая фабрики поставляли для нее вооружение. А седьмой оружейной фабрики забыли. Но, к счастью, им пришел большой заказ от Лиама. Рядом с хохочущей Ниас, заработающей в полную мощь фабрикой, наблюдала ее младшая коллега. Ее губы тоже были растянуты в улыбке. Кажется, барона Экснера ждет полное перевооружение. Какой же Крафбанфилд все-таки щедрый. Он не оставил внимание беспокойства лордов о собственных флотах. Лиам любезно предоставил им корабли, мобильных рыцарей и другое вооружение. Поскольку фракция Клео принимает участие в войне, Империя пообещала им публичную поддержку. Таким образом, седьмая оружейная фабрика могла строить корабли и продавать их без опаски. А чем больше они строят, тем больше продают. Также был скуплен весь запас, поэтому Ниас не могла сдержать радости. Особые заказывания, но во времени крутая штука, не правда ли? Вот только война еще даже официально не началась. Ладно. Тем не менее, седьмая оружейная фабрика производит лишь модели, в которые были внесены коррективы на основании жалоб Банфилдов. То им не нравится дизайн, то интерьер. По производительности модели остались более или менее теми же, но седьмой оружейной фабрике пришлось добавить не свойственные для себя изменения. Им очень не хотелось заниматься производством такого вооружения, но оригинальные модели, спроектированные только ими, не продаются. Они совсем не популярны. У них нет заказов, помимо тех, в которые внес коррективы граф Банфилдов. Мы продали всего несколько оригинальных моделей. Это серьезный удар по нашей гордости. Не я их проектировал, так что ерунда. Они продавали вооружение фракции Клео благодаря подготовке к войне. Лиама одолживает деньги аристократам, одновременно усиливая в свою фракцию и увеличивая влияние. Все это под предлогом войны. Неаз взялась за щеки и с умилением посмотрела на корабль перед собой. Ты лучше посмотри на линкор, спроектированный лично мной. Только глянь на эти характеристики. Трехтысячиметровый флагман был изготовлен специально для Лиама. И выполнен он в основном из редких металлов. Даже двигатель сердца корабля выполнен из редких металлов и в мощно совершенно ином уровне. Стволы из арандайта, а их типопроводность. С этим, несомненно, будет лучше всех. Но если бюджет и ресурсы позволят. Ее проект был лишь призрачной мечтой, который благодаря Лиаму воплотился в жизнь. Неаз построила его. Лиаму 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 Брайан ниже среднего и всегда едва ли набирает проходной бал. Такой вот он человек. Лиаму Лиаму Ты хочешь, чтобы я устраивал вечеринки каждый день? Отвечу прямо. Это невозможно. Лиаму отвесил ему подзатыльник после такого заявления. За что? Больно же! Слушай внимательно, Уоллес. У меня сейчас дел по горло. Я ради этой возможности даже разыскал без конца развлекающуюся Ерешию. Возможность? Может, ты имел в виду катастрофа? Нет, это возможность. Скоро мне угнется удача. О чем это ты? Состряпал подобное выражение Уоллес. Однако он не может противиться воле своего покровителя. А чего ты этим не займешься? Сейчас много чего происходит. Просто готовь вечеринки и не надо делать их все как одну. Однообразие быстро надоедает. От невозможных запросов Лиама у Уоллеса разболелась голова. Как ты ждешь от меня свежих идей, если нужно проводить их каждый день? Давай сделаем все по-простому. Уоллес, у вечеринок есть свои стандарты. Я не потерплю банальщины. Деньги и людей ты получишь, так что работай. Уоллес выргался про себя на Лиама, но не рискнул сказать этого вслух. Лиам действительно занят. На самом деле, Уоллес удивился тому, как у Лиама остается энергия, еще и для вечеринок. Ладно, я постараюсь, но многого не жди. И все же, почему ты сам этим не займешься? А где же этот веселье, когда ты сам стоишь за организацией? Если знать обо всем с самого начала, пропадает элемент сюрприза. Скорее, ему просто не хочется пребывать в окружении людей, которым весело, что Уоллес счел эгоистичным. Хотелось бы просто путь по течению, но лучше не злить своего покровителя. Полагаю, придется немного постараться, чтобы было потом чем оправдываться. Зал для собраний фракции Кальвина. Разгар обсуждения действий Лиама. Он не собирается присоединяться к экспедиционным войскам? Пытается увильнуть? Нет, он отправил своих самых способных рыцарей, которых можно назвать приближенными. Его высочество Клео, по всей видимости, тоже для своего окружения собрал лучших из лучших. Если правильно помню, был отправлен рыцарь по имени Клаус, которого он повсюду таскал за собой в столице. Но разве он не его правая рука? Не думаю, что он собирается отвернуться от фракции Клео, отправляя такого человека. И все же... Пусть главнокомандующим на бумаге является Клео, все почти уверены, что на деле все приказы поступают от Лиама. Однако совсем недавно было объявлено, что Лиам останется в столице. Кальвин ухмыльнулся. Победа? Ваше высочество! Скоро распространятся слухи о том, что Лиам от страха пытается сбежать. Нет, я позабочусь о том, чтобы они разошлись. От его репутации ничего не останется, даже в случае победы экспедиционных войск. Дворяне согласились с ним, но их все же кое-что беспокоило. Ваше высочество, бездомный Лиам решил остаться в столице. С момента объявления состава для войны, он чуть ли не каждый день показывается на вечеринках. Кальвину это тоже не давало покоя, но он не видел ни единой возможности для Лиама обернуть все против него. Лиам сам себе роет могилу. Меня это тоже беспокоит, но он сделал неправильный выбор. Теперь уже его репутацию ничего не спасет, ведь он все-таки бежал, не дав боя. К несчастью для него, он упустил свою возможность для хода. Лиам отправил своих людей на войну, а сам остался в столице. Как на это отреагируют окружающие? Они подумают, что он побоялся отправиться на поле боя. Как бы он ни старался, а не желание воевать, иначе как бегством не назовешь. Кальвин тоже избежал войны, но это было до того, как огласили состав, у него были все условия, чтобы удар получил Лиам. Боюсь, мы переоценили его. Какая разочаровывающая концовка. Еще ничего не кончено, поэтому нельзя терять бдительности. Может репутация нашего дружка Лиама и конец, но сам он жив. Лиам одним своим существованием создает проблемы вне зависимости от репутации. Недавно его для стажировки отправили в коррумпированный район, и он активно занялся искоренением коррупции. Его поразительные способности и благородный дух еще не раз станут у них на пути в будущем. Сейчас главное не ошибиться с нашими картами. Кальвин почти уверен в своей победе, однако Линус потерпел поражение именно от Лиама, поэтому Кальвин хочет раздавить его, пока есть возможность. Должно быть в преддверии победы, Кальвин проявил неосторожность. Место проведения вечеринки Собравшиеся дворяне впечатлены. Произведения искусства в основном статуи, стояли на всеобщем обозрении. Также эта вечеринка дает шанс показать себя многообещающим юным дарованием. Надо же, как завораживает. Не отказался бы от одной из таких. Я уже вон ту заказал. Не помню, когда в последний раз посещал такие интересные вечеринки. Последняя была слишком эксцентрична для моего вкуса. Место проведения бурило от восторга. Аристократы приглашены на вечеринку вместе с семьями. Со стороны, кажется, я тут ни при чем. Но всем известно, что за ней стою я. Это прекрасная возможность выставить на показ мои финансовые возможности. Поэтому я созвал многообещающих дворян. Однако в основном они все же из нашей фракции, либо их близкие родственники. Пока я общался с дворянами, в компании Розетты к нам подошел одетый военную форму Курт, который представлял дом Экснеров. Когда он помахал мне, дворяне любезно расступились. Лиам! Рядом с ним можно увидеть Сесилию, сестру Клео, которая помолвлена с ним. Когда я подошел к нему поговорить, Розетта завела разговор с ее высочеством Сесилии. Наконец мы встретились. Как дела в армии? Курт немного подрос, а также стал более подтянут. Честно говоря, тяжко, но как по мне, даже неплохо. Такая жизнь подходит мне куда больше, чем жизнь чиновников столицы. До меня дошла информация, что тебя приставили к столице. Это так? Вот только меня отправят в канцелярию, а потом кажется, в патрульный флот. Если соберешься в регулярный флот, может тебя порекомендовать? Седрика повысили до генерал-лейтенанта, и у его флота хорошая репутация. Благодаря мне Седрика повысили. Я загонял его до смерти, так что за ним богатый послужной список. Он выглядел уставшим, но мне-то какое дело. Ты совсем не изменился, не так ли? Тогда позволь принять твое предложение. Можешь положиться на меня? Глядя на его довольное лицо, можно увидеть достойного наследника злого лорда. Он действительно сын барона Экснера, а вот Сиэль, которая находилась рядом с Розеттой, отреагировала несколько иначе. Она неверующе посмотрела на брата. Дабы подразнить ее, я заговорю о ней. Курт, похоже Сиэль хочет поговорить с тобой. А? Правда? Сиэль, выглядишь отлично. Сиэль с сожалением наблюдала, как улыбающийся Курт повернулся к ней, но тут же нацепила улыбку и вежливо ответила ему. Да, граф и леди Розетта хорошо обо мне заботились. Ну и славно. Это платье, неужели Лиам? Похоже, Курт заметил новое платье Сиэль. Я специально обратил на нее внимание, чтобы ей стало не по себе. Ей определенно такое не понравится. Ага, над ним поработали именитые дизайнеры столицы. Кажется, всего было шито платье в 60. Пока длятся эти вечеринки, нужны новые платья на каждый день. Все они рассчитаны на один раз. От такого расточительного поведения, так и веет злодейством. Ну ты даешь. Розетта прервала свой разговор с ее высочеством Сесилии и вмешалась в наш. Дорогой был непреклонен в этом вопросе, но лично мне несколько платьев приглянулись, и я хотел бы их оставить. Из-за жизни в бедности у Розетты сохранилась привычка беречь вещи. Она и правда собирается заниматься такой ерундой, будучи невестой злого лорда? Я могу в любой момент распорядиться шить еще сколько угодно. Дорогой, но почему бы их просто не оставить? Во время нашего спора к нам подошли дети аристократов, среди приглашенных полуночленов нашей фракции. Мы присутствуем здесь, дабы подбодрить тех, кто присоединится к экспедиционным войскам, а также дать им понять, чтобы их семьях заботиться. Леди Розетта, ваше платье сегодня ослепительно. Девочки оживленно обсуждали платье. Им нравится подобного рода вечера, где можно принарядиться. Разумеется, нашлись и те, кого это мало интересовало. Ара, благодарю. Можно поинтересоваться, где вы его приобрели? Оно сшито на заказ. Вот как. Внимание детей собралось на девочке, которая задала вопрос. Разве не очевидно, что она выполнена на заказ? В какой же гуше ты живешь? Магазинные платья отстают от моды, все заказывают платье у известных модельеров. Девочки страшные существа, даже в таком возрасте. Розетта ласково обратилась к повисывшей голову девочке. Не принимая их слова близко к сердцу. Заметив, что девочка чуть ли не плачет, к нам подбежали родственники детей. Они паниковали. Попрошу нас просить за них Орлиам. Девочки, возвращайтесь к семьям. Хорошо. Родственники остались даже после ухода детей и не прекращали извиняться. Но я деревенщина из Гуши, а Розетта в прошлом даже одно платье не могла себе позволить. Они, наверное, подумали, что слова детей могут нас задеть. Да все нормально. Опять же, здесь собрались члены фракции Клео, поэтому нужно подойти к ситуации с осторожностью. Я обратился к плакавшей девочке. Не нужно плакать. Если хочешь, я могу заказать платье для тебя. Наденешь его на следующей вечеринке? Девочка обрадовалась. Отлично. Теперь она не скажет, что не хочет на вечеринке из-за этого инцидента. Подошла семья девочки поблагодарила меня и забрала ее. Наблюдавший за ситуацией Курт улыбнулся и заговорил с ее высочеством Сесилией. Леом всегда был добр к окружающим. Я и не сомневаюсь. Вот дает. Я высочеству теперь твердо уверена, что я хороший парень. Все таки он и правда как нельзя лучше подходит на роль злого орда. Я улыбнулся смотревший на меня с подозрением Сиэль, заставляя ее отвернуться. Забавная она. В будущем меня ждет много веселья. В этот момент Розетта поблагодарила меня. Спасибо, дорогой. Я не сделал ничего особенного. За что ты меня благодаришь? Я же ничего для тебя не сделал. И все же после этих непрекращающихся вечеринок я заметил у Олиса талант к ним. Несмотря на то, что они проходят каждый день, мне не надоедает. Снаружи места проведения вечеринки Кукури со своими людьми обезвредил вооруженную группу, которая пыталась пробраться внутрь. По всему переулку валялись тела, которые медленно погружались в землю. Кукури усмехнулся. А вот и вы наконец. Кукури прилетел Сюрикен. Когда он отбил его, тот обратился пламенем и исчез. Один за другим начали появляться обученные в черное и маски люди Кукури. В ответ на это из черного пламени появились ниндзя. Появившиеся ниндзя держали оружие на готове. Убить. После короткой команды в узком переулке развернулся бой. Два ниндзя набросились на Кукури, но были тут же разрублены. Они обернулись пламенем и почти было исчезли, но Кукури без какой-либо заминки схватил ядра в центре пламени и раздавил их. Окружающие ниндзя отскочили от шока. Можно увидеть, как они волнуются перед разгадавшим их секрет Кукури. Навевает воспоминания, умели же вы доставить проблем, и все же подобное не должно застигать вас врасплох. Ваши предки никогда бы не проявили такого волнения. Кто ты такой? Приятно познакомиться. А также рады вас снова увидеть. Нас называли кланом теней темной стороны империи. Однако это всего лишь название, данное нам людьми. Только услышав эти слова, ниндзя попытались отступить, рассудив, что их дело плохо. Из тени Кукури выстрелили шипы, которые пронзили ядра ниндзя и не дали им сбежать. После всего этого люди Кукури растворились в тенях. В переулке остался только Кукури и он обратился к тем, кто наблюдает за ним со стороны. Две тысячи лет. Мы ждали этого две тысячи лет. Вас ждет месть. Передайте своим хозяевам, что они могут винить лишь собственных предков. Договорив, Кукури тоже растворился в тени. Олес! Лиам меня пугает собственный талант. Одетый в костюм для вечеринки Лиам подошел поздравить Уоллеса. Розетта тоже покинула вечеринку и выглядела слегка уставшей, поэтому Сиэль готовила для нее напиток. Она наблюдала за Лиамом и Уоллесом со стороны. Мне казалось, я приютил бездельника, но ты хорошо показал себя на этот раз. Вечеринки просто потрясные. Вообще-то это прозвучало обидно, но спасибо. Я и сам не думал, что у меня такой талант. Лиам принес бутылку любимого напитка Уоллеса и разлил ее по стаканам. Уоллес день за днем организовал вечеринки и все они получали хорошие отзывы. Неожиданный поворот. Однако в обычных обстоятельствах такой талант сочлили бы бесполезным. На ежедневные вечеринки уходят баснословные суммы. На самом деле Лиам веселится. Чего не скажешь о Розетте, которая вынуждена каждый день встречаться с разными людьми. Леди Розетта, может отдохнете завтра? Розетта помотала головой в ответ на вопрос Сиэля. Нельзя, Сиэль. Дорогой собирает всех этих людей и проводит вечеринки для того, чтобы заверить, с их семьями ничего не случится, когда они отправятся на фронт. Может это действительно так, но глядя на Лиама. Пусть Сиэля сомневается в его намерениях, но сбором людей на вечеринках Лиам и правда таким образом защищает их. Были созданы даже дворяне, живущие на границах. С точки зрения аристократов, которые принимают участие в экспедиции, одолевшие святого меча Лиам лично оберегают их семьи. Не лучше было бы графу присоединиться к войне. Ты права. В обычных обстоятельствах он бы принял участие в войне, а семьи аристократов отпорялись бы для защиты на его территории. К сожалению, сейчас там проходят демонстрации. Демонстрация, касающаяся нижней части тела их лорда. Все же хуже, чем у нас. На территории Банфилдов проходят крупные демонстрации, но лишь меньше, чем десятая часть из них посвящена демократизации. На них почти не обращают внимания. Большая часть демонстрантов недовольна тем, что у Лиама нет наследника, а они выступают с требованием завести ребенка. Отец настолько популярен, что люди требуют выпуска альбома с его обнаженными фотографиями, но тут дела обстоят еще хуже. Петиция прислуги особняка тоже заключала в себе прошение к Лиаму, который никогда к ним не притрагивался. Мы всегда готовы помочь, так что вперед! Они просят быть с ними более активными. Аристократы ни на что не годны, но мне ли говорить? Интересно, не из-за удивительно мирных времен ли люди могут позволить ей поднимать шум из-за такой ерунды? Лиаму и Оля счокнулись. Жду не дождусь следующей вечеринки. Только подожди, уверен, она ничуть не уступит предыдущим. Здорово. О, и в заключении бы не помешала вечеринка в ведрах. Прости, но тут не хватит даже моего таланта. Клаус. Э, почему меня считают правой рукой лорда Лиама? И же обыкновенный рыцарь! Брайан. Разве не из-за того, что вы постоянно рядом, а не желаете ли чашечку чая? Клаус. Нет. Глава девяносто четвертая. Экспедиционные войска. Звездная система, насчитывающая свыше шести миллионов кораблей. Несмотря на потрясающее зрелище, стоимость переброски флота таких размеров поражает еще больше. даже межзвездная империя не может себе позволить бездумно передвигать его. Тем не менее, это необходимо, чтобы отразить вторжение Соединенного Королевства Оксис. На борту флагманского корабля рядом с его высочеством Клео находился Клаус, которого назначили главнокомандующим, и терпел боль в животе. Несмотря на численное превосходство, можем ли мы победить, когда дело доходит до битв таких масштабов. Чисто математически подготовленные войска в два раза превосходят таковые противника. Вот только сражение будет проходить не в одном месте. Звездная система велика, враг будет рассредоточен по большой площади, а значит и империя тоже. В таком случае без множества полей боя не обойтись. Сформируются сотни, а в худшем случае тысячи полей сражений самых разных размеров. А если сюда еще включить и стычки, то число превысит десятки тысяч. Войну можно победить, проиграв какую-то битву, но когда дело доходит до таких чисел, никогда не знаешь, что произойдет. Повсюду кричали операторы. Заместитель командующего Клаус, патрульный флот жалуется на недостаток припасов. Заместитель командующего Клаус, присоединяющиеся аристократы жалуются на недостаток банкетов. Заместитель командующего Клаус, в наших рядах назрел конфликт, началась битва. Отовсюду сыпались жалобы с патрульных флотов, во главе которых стояли дворяне, отправленные чтобы мешать Клео. Никак не связанные со фракцией Клео аристократы, тоже пытались всячески помешать. Ясно как день, что они заключили соглашение с фракцией Кальвина. Именно они затевали конфликты в рядах союзников. Им не важен исход войны, когда дело дойдет до поражения, а они просто сбегут. Дезертирство карается смертью, но фракция Кальвина наверняка обвинит Лиама в некомпетентности, дабы навредить имиджу Клео. Живот болит. На самом деле у нас всего 3 миллиона кораблей, остальных можно считать врагами. Ситуация и правда 3 миллиона против 6, вот только не в пользу Империи. На их стороне по крайней мере половина войск, и за это нужно благодарить Лиама. Все благодаря поддержке лорда Лиама в Туу. Если так подумать, его решение остаться не так уж плохо. И все же, почему я здесь? Рядом с Клео можно увидеть Лиштею, которая стала его телохранителем. Чуть дальше сидит Ченси, еще один его телохранитель, который оточит ногти. У его высочества Клео нет опыта в командовании флотом, а его высочества лишь те никогда не принимал участие в сражениях таких масштабов. Да и у меня такое в первый раз. Ченси же вообще наплевать, что происходит. Если бы командовал Лиам, Клаус бы бездумно следовал приказам. К несчастью, вместо этого, Лиам занимался логистикой. Переброска такого большого флота стала возможна лишь благодаря ему. Лиам занимался в тылу всем от обеспечения припасами до их распределения. Покинен столицу и флот бы потерпел огромный ущерб из-за саботажа фракции Кальвина. Терпевший боль в животе Клаус перевел взгляд на Тию, у которой сияли глаза. Что за проблемные недотепы? Оператор, внести их в список, они нам не нужны. Лиам тоже не дурак, полностью осознавая, что Клаус всего лишь в качестве наблюдателя. Даже при этом Тия не обращала внимания на мелкие дела, поэтому Клаус с горечью приходилось заниматься ими. Леди Тия, у вас есть какой-нибудь план против Соединенного Королевства? Нервно задал вопрос к Лео, своей новой знакомой. Клаус тоже уже познакомился с ним. Будем действовать в зависимости от обстоятельств и вообще, а в битвах таких масштабов никогда ничего не идет по плану. Лишь Тия стала не по себе. Есть ли у нас шансы на победу? На самом деле враг превосходит нас числом в два раза. Лишь Тия тоже известно, что не все войска под их началом будут следовать приказам. На подобный вопрос Тия склонила голову на бок и улыбнулась. В два раза? Ваше высочество лишь Тия, вы что-то не так поняли. Это больше походит на трехстороннюю битву. Войска Соединенного Королевства не будут разбираться кто им друг а кто враг. Перед Клео и остальными возникла проекция шести миллионов кораблей. Часть флота на подходе к полю боя игнорировала приказы и двигалась сама по себе. Это смешанный флот, состоящий из патрульных ватилий. Пока остальные войска занимали назначенные позиции, они игнорировали приказы. Надо же, предали с самого начала. Полагаю начнем с избавления от них. После нескольких манипуляций с экраном перед собой, Тея раздала команды остальному флоту. Нашей конечной целью является победа Лорда Лиама. Предателем тоже найдется роль. Последняя часть ее фразы была произнесена на удивление хладнокровно. Норден, ты пожалеешь, что предал Лорда Лиама. Войска Соединенного Королевства. Шеститысячное флотилия под командованием графа Нордена и еще несколько других аристократов Королевства. Флот, в составе которого они, и насчитывающие сто тысяч кораблей, в данный момент оккупировал одну из планет Империи. Граф Норден слушал в регулярном докладе союзных имперских войск, покуривая сигарету на мостике корабля. Граф, получены сообщения от имперских войск, они заявили о начале операции. Хм, его сочетство Клео уменьшил количество сопровождения и назначил подставной флагман, а настоящий передвигается с небольшой флотилией. Имперские войска, по всей видимости, ничего не смыслят войне. План, основывающийся на запутывании врага. Подобные инциденты уже происходили, так что граф Норден не сомневался в содержимом. Флагманский корабль ни за что не будет передвигаться с малым сопровождением. Веря в это, свое падение нашли несколько государств. Граф Норден решил доложить об этом своему командованию. Доложить об этом командиру. Как же приятно наблюдать за развернувшейся войной со стороны. Без жалости не взглянешь на тех, кто всерьез пытается убить друг друга. Граф Норден решил остаться в стороне от передовой до кончания войны. То же касается и окружающих дворян. Не держите зла. Никто не знал, кому это предназначалось, Лиаму или же союзникам Нордена. Тем временем на имперский флагман поступила новая информация. Трехсот тысячный флот Соединенного Королевства разбил смешанный флот. Мы потеряли шестьдесят тысяч кораблей. Услышав доклад, Тиена Играна схватилась за грудь, а другую руку прижала на лоб. Какая трагедия! Аев неоднократно давала команду вернуться на позиции, но смешанный флот так и не послушал приказа. Благодаря одному единственному кусочку информации удалось избавиться от многочисленных прогнивших военных и аристократов. Большинство аристократов к тому же состояли во фракции Кальвина, иначе говоря, враги Лиама. Однако это не отменяет, что они часть имперских войск. От них избавились с помощью манипулирования информацией. У Клауса по спине побежали мурашки. Она и правда на это решилась? Они потеряли 60 тысяч кораблей на пустом месте, но по ней не видно и капли сожаления, ведь в конечном счете все они враги Лиама. Клео немного с опаской смотрел на Тию. Трудно поверить, что союзники будут ставить нам палки в ответ на слова Клео. Я тоже так думала. Ваше Высочество, но прошу понять, в битве такого масштаба они неизбежно будут мешать нам. На самом деле, если совершить одну ошибку, то мы окажемся в таком же положении, как и этот смешанный флот. Лишь сия побледнела. Контраст ей, сидевшая в кресле Чэнси, расплылась в улыбке. Похоже, произошедшее пробудило в ней интерес. Мы на войне. Нет, именно в такие моменты появляется истинная природа людей. Самые уродливые и красивые стороны человека можно увидеть только на поле боя. У Клауса еще сильнее разболелся живот. Это парочка. У нас вообще есть нормальные рыцари? Те отдала следующий приказ. Отлично, сообщите королевству, что его высочество Клео удалось сбежать посреди боя. Сообщения от собственных шпионов в наших рядах еще больше их запутают, и мы ударим по всем замешкавшимся войскам без труда уничтожая их. После ее приказа Фот Клео уничтожил замикавшуюся флотилию Соединенного Королевства, насчитывающую сто тысяч кораблей. Затем они приступили к следующей части плана. Отныне мы охотимся на сбитого с толку врага, а они будут подозревать в тех, кого видят. С этого момента поле боя становится более хаотичным. Энергии идти и не занимать. Все, ради победы лорда Лиама. На поле боя слеснулись 9 миллионов кораблей. Больше похоже на стратегию, только действие происходит в космосе. Захватываются планеты, строятся базы, которые грабят, а еще предательство и удары в спину. На этой войне создается невероятная история. Война, которая в худшем случае может тянуться сотни лет, близится к концу раньше, чем кто-либо предполагал. Графа Нордена преследовали союзники войска Соединенного Королевства. Под его командованием осталось лишь три тысячи кораблей, огнали за ним двадцать тысяч. Норден, подонок, ты обманул нас! Ты притворялся, что на нашей стороне, а сам сговорит с Империей. Уж ты-то точно не уйдешь с этого поля боя живым. У него на хвосте аристократы и офицеры, честями и друзья и возлюбленные погибли на войне. Все из-за информации, предоставленной графом Норденом. Он сказал им, что имперские войска сейчас в разладе, и фракция Клео собирается для воссоединения. Им нужно было атаковать в этот момент. Также свою поддержку пообещало предоставить часть войска Соединенного Королевства поверили ему, поскольку пребывали в хорошем расположении из-за количества разбитых имперских войск. Вот только на указанном месте собралась не фракция Клео, а пытавшаяся дезертировать имперские войска, которые были в сговоре с королевством. Ничего не подозревая, Соединенное Королевство нанесло по ним удар. После боя на истощенный флот Соединенного Королевства напала фракция Клео, насчитывающая миллион кораблей. В тот же миг Королевству поступило сообщение о Тии. Вы славно постарались, граф Норден, благодаря вам империя в выигрышном положении. Мы сдержим обещание и вас будет ожидать награда. Вдобавок к выжившим представителям фракции Кальвина, а также союзникам, которые пережили эту битву. Врагом графа Нордена теперь стали все остальные войска Королевства. Как? Почему все так обернулось? Связной же убедился в противости докладов! Гонимый союзными войсками, граф Норден вернулся в свои владения лишь с тремястами кораблями. Вокруг Тии были собраны шпионы в форме фракции Кальвина. Уже все. Благодарю вас за службу. В следующий миг людей окутала черная субстанция, и они изменились. Все они члены тайной организации в масках. Это приказ Лорда Лиама. Также мы разобрались со шпионами, которые внедрились в наши ряды. Как мы предполагали, Норден предал нас. Тии ухмыльнулось. Ему и правда хватило духу предать Лорда Лиама. Что за глупец? Если бы он принял сторону Лиама, то с ним бы обошлись намного лучше. Он непременно предаст нас. Таковы были слова Лорда Лиама. После заявления шпиона, Тии улыбнулась и сказала. Меньшего не ожидалось от Лорда Лиама. Войска Соединенного Королевства сделали запрос на прекращение огня. Три месяца, все закончилось на удивление быстро. Однако благодаря этому можно сделать Лорду Лиаму хороший доклад. Нам удалось урезать количество наших врагов в империи. Около миллиона, если точно. Многим удалось сбежать, но война закончилась победой. Дворяне и военные фракции Кальвина бежали, а также понесен ущерб, но результат все же того стоит. Один из шпионов усмехнулся. Вот только понесенный империи ущерб огромен. Если уследить по общим результатам, то это вряд ли можно назвать победой, учитывая количество потерянных кораблей. Но наша сторона почти не пострадала. В общем, победа есть победа, не так ли? Ах да, надо бы не забыть о дезертирах, сбежавших перед лицом врага. С точки зрения империи, эта победа была на волоске, однако для Лилиама это оглушительный успех. Когда вернемся, сможем надавить на фракцию Кальвина. Ах, я уже предвкушаю победу лорда Лилиама, и в этот момент рядом с ним буду я. Члены тайной организации растворились тени, оставляя Тию витать в своем мире. Столица Ах, я уже предвкушаю поражение Лилиама. Настроение гида в последнее время на высоте. Новость о победе имперских войск, которые понесли большие потери, вызвали у него улыбку. Имперская армия понесла огромный ущерб, пока Лиам веселился на вечеринках. Теперь ему предстоит нести ответственность. Гид не мог сдержать улыбки от вида того, как Лиам все глубже и глубже падает в пучину отчаяния. Ухмылка почти не сходила с его лица. Во среднее время он просто не обращает внимания на жжение от благодарности Лиама. Ведь Лиам с каждым днем становится все злее и злее. Новости с его владений приводят Лиама в бешенство. Гид уверен, что там все не так хорошо. Скоро, уже совсем скоро Лиам обо всем узнает и впадет в отчаяние. Гид в припрыжку шел по столице, втягивая негативные эмоции людей. В переулке сидел мужчина, который заливался спиртным, с отчаявшимся выражением на лице. Да пошло оно, что бы я ни делал, все набери косяк, почему у меня... Проходя мимо него, Гид для подпитки всосал несчастье мужчины. Ммм, а его несчастье очень даже хорошо на вкус. Ммм, сегодня тоже хороший улов. В этот миг терминал мужчины зазвонил. Он ответил не в самой дружественной манере. Что еще? Какого вы мне зло... А? Серьезно? Какому-то аристократу понравились мои платья? Кому-то понадобились услуги этого неизвестного дизайнера. Оплату тоже обещали хорошую. Однако Гиду темы людского счастья неинтересны. Когда я втягиваю несчастье людей, происходит такое... Никуда не годится. Нужно сосредоточиться на несчастье... То есть счастье Лиаму. Чем больше он помогал Лиаму, тем несчастнее тот становился. Гид даже сегодня собирает все это несчастье, чтобы помочь Лиаму стать счастливее. Когда гид ушел, из-за мусорного бака в переулке выглянула собака. Пьяница оживленно расспрашивала о новой работе. «Невеста...» «Невеста...» «Невеста графа Банфюда...» «Ее служанка, да?» «Хорошо...» «А дизайн платьев сколько?» «По меньшей мере десять? Берусь!» «Да какие десять? Я и двадцать могу!» «Хлава небесам! Мне теперь будет чем прокормить семью!» Дизайнер разрыдался от счастья и убежал. Собака последовала за ним. Клаус «Все мои коллеги ужасны, а также не дают покоя боли в животе». Брайан «Как же больно от того, что мой товарищ по несчастью испытывает сход...» Глава девяносто пятая «Крупномасштабная демонстрация». Мой девиз «Платья должны быть практичными!» «Это не просто какой-нибудь кусок ткани!» Прибыл занимательный дизайнер. «Мы занимаемся платьями для вечеринок, но пара дизайнеров оказалось недостаточно, поэтому я разослал заявки многим другим. Несмотря на то, что платье наденут всего раз, он все равно настаивает на добавлении разных функций. Что за глупец?» «Только взгляните на эти аксессуары! Обычно в платье встроены одноразовые генераторы щита, но на этом стоит полноценный! Разумеется, это платье тяжелее, но для богородных дам вроде вас это не должно составить проблемы. Аристократы вставляют в свою одежду разные приспособления из-за страха перед покушением, но только в большинстве своем срабатывают они лишь раз. Все из-за того, что хорошее устройство обходится дорого и зачастую не оправдывают такой цены. К другому одению такие аксессуары тоже не подойдут, ведь они выполняются комплектом в одном стиле. Не то, что по идее многоразовое использование было плохой, но она противоречит самой сути злодейства. Розата и Сиэль слушали дизайнера с неописуемым выражением на лице. Функциональность превыше удобства. По их лицам можно понять, что они явно не согласны со словами этого глупца. Я рассылал заказы на одноразовые платья, а он пытается сделать из них боевые костюмы. Однако мне нравятся подобные болваны, ведь нужно же куда-то спускать свое состояние. Нет, не так. Злые лорды созданы вести роскошную жизнь за счет налогов своих граждан. Одноразовые платья это тоже касается. Я похлопал дизайнеру. Замечательно, мне нравится. Премного благодарен за ваши слова. У меня для тебя еще одно задание. Амаги? Да, хозяин. Молча наблюдавшая за всем со стороны Амаги подошла ко мне. Я представил ее дизайнеру. Это моя Амаги. Как-то нехорошо получается, что она постоянно в наряде горничной. Платье, наверное, все же не помешает, да? На лице дизайнера отразилась озадаченность. Окружающие рыцари положили руки на рукояти мечей, и их дальнейшая реакция будет зависеть от ответа дизайнера. Если он попытается оскорбить ее, его жизнь закончится здесь и сейчас. К счастью, похоже, он был уже об этом осведомлен. У меня нет опыта шить платьев для андроидов, но если расскажете, что от меня требуется и дадите время, уверен, что я что-нибудь придумаю. один из дизайнеров с презрением заявил, что не собирается шить платье для куклы. Дело происходило по связи, но я поклялся себе, что никогда больше ничего у него не закажу. Я даже был готов прикончить его, но меня остановило маги, сказав, что это любимый магазин какого-то там аристократа. Однако, она ничего не говорила о месте. Как только совсем разберусь, обязательно что-нибудь придумаю. Главное просто не попасться маги. Сейчас важнее разобраться с дизайнером передо мной. О стоимости не беспокойся. А маги неодобрительно взглянула на меня. Хозяин, мне не нужны платья. Это приказ. Но ведь... А маги пока не знала что ответить, к разговору присоединилась Розетта. Все-таки от нее есть толк. А маги разве не здорово время от времени примерять платье? Как скажете. Однако, я не согласна избавиться от него всего после одного раза. Поэтому оставлю. Сработало! А маги согласилась! Конечно! Слышал, у тебя всего одна попытка. Постарайся как следует. Деньги не имеют значения, так что подготовь настоящий шедевр. Однако, ничего броского. есть! Только дизайнер сорвался к своему рабочему месту, как и мне поступил звонок от Брайана. Лорд Лиам! От такого обвинительного тона мне сразу стало не по себе. Если бы это был не Брайан, этого человека бы уже пытали. Что такое? Демонстрация! Она разрослась еще больше! Чего? Я же выделил Лидии разобраться с ними. Точно! Что там с Ерешией? Она же должна была быть способной! Она даже с одной демонстрацией разобраться не способна! Владение Банфюдов. На каждой планете по-прежнему ведутся демонстрации. Не хотите такаяки? Свежая кисоба! Покупайте транспаранты! Доб удовлетворить нужды собравшихся, открылось множество киосков. Солдаты следили за порядком и в любой момент были готовы помочь врачи. Шествие проходит не здесь. Вернитесь ко всем. Прошу прощения, а где здесь туалет? Вон там. Атмосфера ничем не отличалась от фестиваля. Это стало большим ударом для лидера демократического движения, который прибыл из объединенного правительства. Он только лишь окончил институт и почти не имеет опыта в жизни в обществе. Благодаря репутации института его ждало светлое будущее, но он ввязался в восстание, надеясь получить высокое положение. Вот только восставшие потерпели поражение. Таким вот образом его и занесло в империю. Думая о том, как бы взобраться повыше, он стал лидером демократического движения. Дом Банфилдов ведет хорошую политику и добр к своим подданным. Прекрасная почва, чтобы воплотить свои амбиции. Будучи уверенным, что Банфилды ничем не отличаются от остальных аристократов, он намерен их расколоть. Также он намерен стать лидером постанческих войск. К счастью, нашлись те, кто готов ему в этом помочь. Несмотря на благородную кровь, глава дома Банфилдов добр к своему народу. Если умел расковать его, то успех гарантирован. И все же... Почему наше движение никого не интересует? Демонстрация действительно разрослась, но совсем не в том направлении. Люди вели шествия с транспарантами, на которых не было ни слова о демократии. Не забывайте о наследнике! Выполните долг лорда! Осчастливьте леди Розетту! У Лиама и их лорда нет детей. Народ ощутил нависшую угрозу, когда Банфилдов вовлекли войну. Они поняли, что в такой крупномасштабной войне их лорда могут убить в любой момент. Лидера демократического движения взбесила подобная тема демонстрации и почти полное отсутствие интереса к их активности. Проклятие! Да как они не понимают, что это шанс! Доконец-то предоставилась возможность сразиться за свои права и свергнуть диктаторство империи! Пока его успокаивали товарищи, мимо прошел студент, у которого на транспаранте были нарисованы дети. Взглянув на транспаранты со слоганами о демократизации, студент посмотрел на них с отращением. Иммигранты, да? У вас все документы на проведение демонстрации? У нас тут демонстрация по поводу наследника, так что не могли бы вы уйти в другое место? Мы выступаем от лица народа и сражаемся за права, с которыми рождается каждый чел... Да-да-да, как скажешь. Если честно, вы бы с этим завязывали, не стоит доставлять остальным неприятности. Чего? Неужели у тебя под основу правительства, иначе зачем еще препятствовать защите своих прав? Должно быть это шпион лорда! Студент спокойно ответил на обвинение. Не, я обычный гражданин, я недавно вернулся после обучения за границей, но сейчас это не важно. Много ты знаешь об империи? Что еще? Аристократы не хотят разбираться с демократическими движениями, и зачастую просто выжигают такие территории, как-то не хочется становиться жертвой ваших действий. Поскольку студент учился за границей, то видел, как обстоят дела в территориях, находящихся под управлением других лордов. Ему удалось побывать на планете, где как раз вспыхнуло подобное демократическое движение. Согласно записям, империя превратила целую планету в море огня, чтобы сделать из нее пример. На большинстве планет образования вообще свели к минимуму, чтобы пресечь даже хорошо налажена инфраструктура и нам даже позволено учиться с границей и решаться всего этого из-за вас. Так думает одомашненный скот, так и планируешь до конца жизни вилять хвостом перед дворянинами. Люди должны думать и жить только ради себя, к тому же где гарантии, что следующий лорд не окажется тираном, разве тебя совсем не волнует, что твоя жизнь находится в чужих руках? Студент возмутился. Тогда кто будет нас защищать от пиратов, которые повсюду терроризируют народ? Я ничего не имею против правления лорда. И кроме того, где гарантии, что объявив независимость, все будет хорошо? Бесполезно. Тут прогнили не только аристократы, но и народ, который уже даже не способен думать. Чего вы вообще тогда пришли? Если так нравится демократия, идите куда-нибудь еще. В этих территориях не ограничивается свобода. Если не нравится, уходите. Лидер остался в шоке после этих слов. Что происходит? Лидер не мог понять, что творится у студента в голове. В этот момент появилась по виду важная особа. С ней прибыло множество охраны, а в небе кружили мобильные рыцари. Товарищи лидера заговорили. Лидер, что-то назревает. Большая шишка, нужно подождать и посмотреть. лидер помотал головой и решил переключить мысли в другое русло. Точно, на этой планете одни идиоты. Управлять этим стадом будет проще простого. Нужно наоборот радоваться, когда большая шишка начнет речь, я заведу спор и переменю народ на свою сторону. Он решил воспользоваться выпавшим шансом и увеличить число своих соратников. На крышу летающего автомобиля взобралась женщина-офицер. У нее в руках находился микрофон. Участники демонстрации, не стоит поднимать шум по поводу нижней части вашего лорда, расходитесь по домам. Перед ними выступала очаровательная блондинка, которую лидер сразу узнал. Эй, а это разве не народница или любовница лорда? Да, да, вроде, в документах о ней говорилось. Ожидавшие речи толпе сказали просто разойтись, на что они начали возмущаться. По новостям передавали, что Ерешия была забрана Лиамом из армии как ценный кадр. Народ знает, что зачастую такие таланты заканчивают наложницами и любовницами лордов. Ерешия затрясла от возгусов горожан. Да, думаете, я не пытаюсь? Она должна была убедить демонстрантов разойтись, но вместо этого начала изливать душу. Я стараюсь изо всех сил, я прилагаю столько усилий, но лорд Лиам совсем не обращает на меня внимания. Демонстранты притихли и раздался лишь одинокий голос. Я его не интересуют женщины? У Юришии на глазах навернулись слезы. Тогда бы я уже сдалась, но он все время говорит, что ему нравятся женщины. Я всю молодость потратила, чтобы меня взяли к нему в помощницы. Даже сейчас, пока я проходила переобучение, он этого не заметил, и после всего этого он отправляет меня разбираться с демонстрацией, не видев меня всего несколько лет, он совершенно позабыл обо мне. Из-за ежедневной тяжелой работы у нее наверное на душе много чего накопилось, поэтому сейчас она озвучила свои жалобы в микрофон. Я хочу до свидания. Леди розетта каждый день посещает вечеринки, а я только работаю. Почему нельзя провести за мной хотя бы день? Я с каждым днем старею и ночами плачу в подушку. Мне не дает демонстранты переглянулись. Демонстранты начали успокаивать хныкающий микрофон Юришию. У тебя получится? Сестренка Юришия, все наладится. Да, все хорошо, ты красивая, очень красивая. Юришия не сдерживалась и продолжала ныть микрофон. Я сама хочу, чтобы он уже что-нибудь со мной сделал, но что я могу, если я ему попусту не интересна? В чем я виновата? И таким образом, к транспарантам «Позаботьтесь о леди Розетте» добавились «Не забывайся» о леди Юришии. Однако, большая часть народа все же на стороне леди Розеты. На самом деле, популярность леди Розеты столь высока, что ваш Брайн поражен. Я стоял с трясущимися кулаками перед Брайном, который радостно докладывал о проценте участия народа в демонстрации. Чем это Юришия там занимается? Она от моей репутации безнадственного лорда камня камня не оставит. Я десятилетиями создавал этот образ злодея, а теперь выгляжу просто как плохой мужчина. Теперь меня видят как подлеца, который не уделяет внимания захваченной женщине. Также хочу ответить, что некоторые высказываются в сторону поиска новой наложницы. Да как они смеют указывать своему лорду? Мой гарем только мой. Никто мне не указ. Брайна дарил меня холодным взглядом. Будь на его месте кто-нибудь другой, клянусь. Лорд Лиам, в нем никого нет. А? Чего? На сегодняшний день в вашем гареме ни одной женщины. Чего? Как это нет? Есть амаги. Ее ты почему не считаешь? Даже с ней это всего одна женщина. Вы так и не притронулись к леди Розетте, а забранные из армии решили и вовсе позабыли. Честно говоря, ваш Брайан серьезно задумывается над тем, чтобы присоединиться к демонстрации. Проклятье! Не указывайте мне! У меня есть свои стандарты! Я обязан создавать гарем, потому что окружающие этого хотят, и вынужден спать с ним. Еще чего, я буду спать с тем, с кем захочу. Уже в этом я никогда никому не уступлю. Стандарты это хорошо, но оставить нас средника важнее. Они у меня запомнят день, когда я вернусь. От таких налогов у них больше даже мысли, а демонстрации не возникнет. Будем ждать с нетерпением. Кстати говоря, демократическое движение оказалось не настолько популярным, как мы опасались. Очаги почти потушены. Демократия, значит. Не забудь внести в список этих шумных идиотов. Они мои враги. Что еще за бред про права? Они просто хотят власти. Лорд Лиам? Даже после исчезновения аристократии власти станет кто-нибудь другой. Кто-то всегда будет стоять сверху и это не изменить. Какой бы ни была политическая система, всегда есть кто-то, кто управляет и тот, кто подчиняется. Мир без неравенств? Ничего глупее не слышу. Без дворян у власти окажутся политики и богачи. В этом случае власть будет измеряться деньгами. Власти всегда будет кто-нибудь находиться, а остальные будут его слушаться. Но вполне возможно, что с демократией будет получше, чем с феодальной системой. Но я не собираюсь задавать власть, и меня не волнует, чего хотят остальные. Тоже можно сказать и о тех, кто ратует за демократию. Некоторые вправду серьезно настроены, когда говорят о демократии, но большинству же просто нужна моя власть. Нет, поначалу они может и будут поддерживаться идеи, но власть непременно искусит их. Кому как не мне знать об этом. К власти легко привыкнуть, и она быстро возвращает людские сердца. Но не то, чтобы я считал это чем-то плохим, я наоборот хочу быть искушенным и опьяненным властью. Ведь я все-таки злой лорд. Если хотят меня сместить, то пусть сначала покажут для этого силу. Получится, пусть наслаждается, но если же нет, пусть не на этом обращении с проигравшими. Битва классов. Они могут делать что хотят, но должны быть готовы к последствиям случая неудачи. Вот только я не из тех, кто проявляет милость к врагу, я из тех, кто будет давить до конца. Брайн Как ужасно! Количество женщин в гареме лорда Лиама на нуле! Брайн Глава 96 Имена двоих Члены фракции Кальвина сидели с мрачными лицами. Разъяренный аристократ с покрасневшим лицом ударил кулаком по столу, собирая на себе всеобщее внимание. Десятки моих подопечных, включая и сына, были уничтожены! Они просто исчезли! Получается под удар попали только мы? Проклятие! Кто же знал, что у этого соплика Лиама такой способный подчиненный? Клаус, верно? Никогда о нем не слышал, но он кажется человеком смышленным, а так хладнокровно избавиться от сопернической фракции на поле боя. Война с Соединенным Королевством окончилась неожиданно для всех. Многие предсказывали, что она будет тянуться десятилетиями. Однако меньше чем за год война закончилась победа Империи. Популярность Клео после столь стремительной победы залетела до небес, победа висела на волоске и обе стороны потерпели огромный ущерб. Вот только ущерб в основном пришелся на фракцию Кальвина, главные войска почти не пострадали и были уничтожены лишь те, кого отправляли мешать. Отправленные люди не так уж важны для фракции, их потеря ни на что не влияет, но сам факт того, что Кальвин потерпел полное поражение, совсем другая история. Находившиеся рядом с Кальвином дворяне сидели с горькими выражениями на лицах. Ваше высочество, Кронпринц, благодаря войне фракция Клео почти полностью перевооружилась на новое поколение. Оружейные фабрики проигнорировали наши указания. Вы правы. Это лишь показывает, каким весом обладает мое имя. Империя дала наивысший приоритет экспедиционным войскам на обновление вооружения. Однако Кальвин и члены его фракции обвесели фабрики, чтобы те свели поддержку к минимуму. Некоторые фабрики, которые вели дела с Лиамом, проигнорировали их слова. Одни фабрики все же прислушались к ним, но третья, шестая, девятая и седьмая, с которыми у Лиама тесные отношения, оказали полную поддержку. Аристократы Кальвина были раздосадованы по этому поводу и пытались выявить причину предательства оружейных фабрик. Должно быть, они таким образом выступают против фаворитизма империи к семье Беркли. Наверное, дело в том, что мы предпочитали иметь дело с первой и второй фабриками. Хотя делали мы это ненарочно. Давным-давно оружейные фабрики жаловались на семью Беркли. Все дело в том, что сотрудничавшие с семьей Беркли первая и вторая фабрики бесплатно получали технологии других фабрик. Кальвин вздохнул. Нас это не касается, хотел бы я сказать. Они пришли к выводу, что получат больше выгоды, если у власти окажется наш дружок Лиам. Ведь фракция Кальвина лишь душила их, совсем не давая продохнуть. Сделанного не воротишь, они вели дела лишь с первой и второй фабриками. В случае продолжения отношений с Лиамом, ошейник бы стянулся еще туже. Это и стало причиной неповиновения фабрик фракции Кальвина. Фракция Клео обзавелась самым передовым вооружением. Был бы здоров и нам получить его, но... Кальвина смотрелся и увидел мрачные выражения на лицах аристократов. Похоже, с этим не все так просто. Мы можем усилить часть флота, но война слишком истощила нас. Даже если удастся выбить из Соединенного Королевства репарацию, премьер-министр скорее всего не подпустит нас к ней. Из-за расходов на войну премьер-министр сократит военный бюджет к минимуму. Иначе говоря, усилить фракцию за счет Империи не получится. Дворяне разговорились насчет Лиама. Этот сопляк воспользовался деньгами Империи для усиления своей фракции. Нет, на этот раз он разошелся не на шутку. Должно быть, он из своего кармана немало выложил. Так значит, война его тоже истощила? Вот только Лиам много чего с этого получил. Кальвин собрался с мыслями. Мы крупно облажались. А Лиам же наоборот сделал все идеально. Причина, по которой Лиам остался в столице – обеспечение материальной поддержки. Благодаря ему припасы поставлялись без перебоев, и войска могли всецело сосредоточиться на сражениях. Остаться в столице было правильным решением, несмотря на запятнанную репутацию отсиживающегося в столице. Теперь наша военная мощь пошатнулась? Члены фракции Кальвина, которые участвовали в войне, понесли огромный ущерб. Более того, обновление вооружения в ближайшее время не предвидится. Премьер-министр отклонит их заявку на военный бюджет из-за расходов на войну. Ветер подул в их сторону. Однако продолжится ли это? По-видимому, наш дружок Лиам забрал себе весь банк. Однако нельзя это так оставлять. Аристократы кивнули. Ударим по его имени и нанесем ущерб репутации. Его логистическая поддержка достойна признания, но он все же остался отсиживаться в столице. Осталось лишь немного надавить. Одолевший святого меча Лиам стоял на страже своих подопеченных, так что они не могут навредить им даже если захотят. Его тайную организацию тоже не стоит недооценивать. Он остался в столице и в одиночку оказал полную поддержку экспедиционным войскам, не полагаясь на враждебные фракции вроде Кальвина. Это лишь доказало Кальвину, что Лиам достойный соперник. Нет, он стал таким противником, что это заметили даже аристократы Кальвина. Из-за ночью выскочки, которому немного повезло, он в мгновение Ока стал грозным врагом. Мы поняли все слишком поздно. Линус, так ты тоже это испытал? Кальвин заговорил. Давайте немедленно вызовем двух святых меча. Отныне обстановка столицы будет накаляться. Раз они не сумели сокрушить его на поле боя, придется пытаться сделать это в столице. Кальвин его подручен и готов воспользоваться любым способом. Вот так вот обернуть ситуацию спять. Похоже сама удача на его стороне. Тем не менее я не сдамся без боя. Планета, ставшая домом стиля меча Аррент. Репутация школы стала настолько широка, что им выделили целую планету. Здесь проходят обучение не только талантливые аристократы, но и члены императорской семьи. Люди зачастую ведут споры, какая же школа главенствующая, Аррент или Курдан. На этой планете нынешний хозяин школы меча Аррент собирался отбыть столицу. Учитель! Его ученики выстроились перед автомобилем и собирались залезть внутрь. Мммм... С нынешним хозяином школы святым меча заговорил его сын. Его высочество крамплинц вообще ни о чем не думает. Вызывать вас лишь из-за того, что он опасается какого-то там лиама? Поскольку их положение превосходит обычных дворян, он говорит как аристократ. На самом деле, они и есть аристократы, отличившиеся учителя получают от империи почетные титулы. Никогда не слышал об этой одной вспышки. Печально видеть, как такие люди становятся поводом для опаски. Полагаю, стоит расценивать это как хорошую возможность заняться переобучением его высочества. Поскольку аристократы относятся к ним с уважением, они стали высокомерными, однако их поведение обусловлено силой. Возможно, он возомнил себя победителем нацветым меча, но одолел всего лишь самоучку. Нашему стилю меча Аренд он не противник. Хозяин школы кивнул в согласии со словами сына. Согласен. Одна вспышка должна быть из тех школ, которые исчезают так же быстро, как и... В этот миг хозяин школы вдруг отскочил от автомобиля. Тоже сделали окружающие ученики, но менее натренированных изрезали. И у них из ран хлынула кровь. Сын хозяина школы выхватил меч. Кто посмел? В этот же миг автомобили разрубили пополам. Перед ними предстала девушка с двумя катанами по обе стороны пояса. На ней было кимоно, а так же шляпа, напоминающая Сандагасу. Поскольку одета она была легко, одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это девушка. Как ты пробралась сюда? Сын хозяина школы терял терпение, и не без причины. На свете полно безбашенной молодежи, и она каждый год норовится пробраться в обитель стиля меча Аранд. Так что охрана здесь на самом строжайшем уровне. Когда девушка положила руку на Сандагасу, ученики хозяина школы посчитали это самым подходящим моментом для нападения. Хозяин школы сделал последнее замечание девушки, которая вот-вот умрет. На вражеской территории нельзя терять бдительности. Поскольку ты напала на дом нашей школы, то будь готова к соответствующим послед... Кто? Хозяин школы стал свидетелем того, как его ученики и инструкторы разлетелись во все стороны, и каждый с какой-нибудь отрубленной конечностью. Никто не был убит, а девушка перед ними по виду казалось совсем не шевельнулась. Сын хозяина школы отшагнул. Убийца? Нет, тогда почему она... Почему она никого не убила? Однако важнее всего то, что хозяин школы разнервничался. Что? Только что произошло? Он не смог разглядеть меча девушки. Какая-то магия? Или возможно новый тип оружия? Пока хозяин школы волновался, девушка откинула Сандагасу, являя свое лицо. Ее немного волнистые длинные волосы оранжевого цвета убраны назад, и от дуновения ветра на миг раскинулись подобно гриве льва. Первым, что бросилось в глаза, ее большая грудь, которая отчетливо проглядывалась за легким одеянием. В этом диковатом виде таилась некая привлекательность, но как на нее не посмотри, она слишком молода. Только достигла совершеннолетия... Что это? Кто она? Нет, какая-то школа. Хозяин школы покрылся холодным потом. Когда он мгновенно обнажил меч, девушка представилась. Я представлюсь, а то даже не узнаешь, от кого потерпел поражение. Меня зовут Сисягами Фука, ученица школы одной вспышки. После услышанного хозяин школы инстинктивно отскочил, однако его сын кинулся вперед. Болван, назад! Вам не нужно мараться о мечнице у такого количества... Хозяин школы распахнул глаза от увиденного в следующий миг. Что она сделала? Руки самого его талантливого сына разлетелись в стороны, и спустя пару мгновений оттуда хлынула кровь, а его сын принялся кричать. Мои руки! Мои руки! Мешаешь с дороги! Фука оттолкнула сына хозяина школы ногой и пошла в сторону его самого, так и не притронувшись за все это время к рукояти меча. Раскинув руки, она заявила. Я очень ждала нашей встречи святого меча. На самом деле, я планировала преподнести твою голову старшему товарищу перед тем, как вызвать его на поединок. Хозяин школы Аронт, понаблюдав за тем, как мечница вломилась к ним и порубила его самых талантливых учеников, интуитивно понял. Я не справлюсь. Пусть и по политическим причинам, но его выбрали хозяином одной из крупнейших школ меча империи. Он точно измерил силу противника и пришел к выводу, что ему не победить. Тем не менее, он улыбнулся. Как же пользоваться против тебя любыми средствами? А? Пока Фука смотрела на него с озадаченным выражением на лице, хозяин школы выкрикнул. Вперед! В этот же миг появились вооруженные солдаты, а наверху закружила бронетехника. Окруженная Фука пожала плечами, направив меч на нее, хозяин школы триумфально заговорил. Ты правда думала, что я стану всерьез сражаться с тобой? Какой бы сильно ни была одна вспышка, после твоего поражения новости быстро разлетятся по вселенной. Ваш стиль меча ждет конец. Взгляд Фуки резко охладел. Должно быть, слова святого меча разочаровали ее, однако хозяин школы смеялся, не обращая на нее внимания. Победа это все. В бою на мечах главное победить, и в составлении плана для победы нет ничего презрительного. Фука в ответ лишь убрала волосы, казалось ее это не волнует. Ну и ладно, мне всего-то хотелось твое имя в списке, и отплатить за то, что выставил мастера дураком. Тебя ждет избиение, унижение и становление инструментом для рекламы одной вспышки. После подобного заявления хозяин школы дал команду окружающим. Огонь! Убить ее! Как только он отдал приказ, солдатов порубили вместе с их оружием. Хозяин школы не мог найти в себе силы пошевелиться. Находившаяся в метрах тридцати фука стояла прямо перед ним с обнаженной катаной, наконечник которой упирался в живот хозяину школы. А сейчас я тебе неспешно продемонстрирую приема одной вспышки. Вдобавок отдашь мне титул святого меча. Вроде клево звучит. Она понятия не имела, через что ему пришлось пройти, чтобы его нарекли святым меча. Хозяин школы почувствовал себя оскорбленным, когда ему сказали передать титул, поскольку это просто звучит клево. встанет. Одна вспышка. Откуда она взялась? Почему они показались только сейчас? Почему? Тайный стиль меча, о котором никто никогда не слышал, вдруг вышел свет. Вот какие мысли одолевали хозяина школы. Огонь! По приказу хозяина школы вокруг появилось больше бронетехники. — Убейте ее! Неважно, если заденете меня! Если не убьете ее, стилю меча Аренд придет к... Стилю меча Аренд придет конец. Окруженная сотнями стволами орудий фука, приготовила обе катаны и ухмыльнулась. — Я вас всех разорву. В этот день в главном дадеж школы меча Аренд словно прошелся ураган. К счастью, никто не умер. Пока обыватели считали это чудом, все участники считали это бедствием. Другая планета. На голове разрубленного пополам мобильного доспеха сидела мечница. Она смотрела свысока на хозяина школы Курдан и его учеников-инструкторов. Хозяин школы был раздет, а на спине у него выжжена... Здесь была одна вспышка. Ученица выжгла эти слова у него на спине лазерным пистолетом, забавы ради. — Ага, как-то так. А поработать пистолетом время от времени не так уж и плохо. Ученики инструктора дрожали от страха. Оно и неудивительно. Ведь эта мечница со своей длинной катаной, Сацуки Ринха, устроила хаос на родной планете стиля меча Курдан и одолела хозяина их школы. Поскольку на своей территории они могли сокрыть все произошедшее, то решили пустить ход мобильного рыцаря. Но и того разрубили. Шелковистые волосы цвета моря, розоватые глаза. Невинно усмехаясь, девушка обращалась к себе в мужском роде. Ее фигура стройная и худая, тем не менее женственная. Несмотря на совершеннолетие, она по-прежнему юная и ведет себя как ребенок. Но перед лесом такого противника они не могли противопоставить ничего. Болтавшая ногами Ринха потеряла интерес к вырубившемуся хозяину школы. «Итак, что вы там говорили про одну вспышку?» Когда никто из инструкторов ей не ответил, она отрубила одному из них руку. Инструкторы остались в ужасе перед Ринха, которая все так же сидела наверху. «Не собираюсь я вас убивать, однако умереть вам придется. Я хотел сказать, придется умереть мечником в вашем лице. Слабые мечники не должны вести себя столь заносчиво. Вы пожалеете, что оскорбили нас?» «Нет, меня и мастера одной вспышки». Инструкторы разбежались в разные стороны, визжа при этом. И Ринха погналась за ними. «Ха-ха-ха-ха! Догонялки? Вы это серьезно? Лучше бы вам отнестись к этому серьезно!» Догоняя их, она наносила им порезы по лодыжкам и оставляла валяться на земле. А затем она обратилась к валявшимся ученикам стиля меча Курдан. «Слушайте меня внимательно и запоминайте. Сильнейший стиль меча – одна вспышка. Сильнейший мечник на свете – мой мастер, бог меча и суши. Если еще раз хоть пискните в его сторону...» «Ученики сжались от криков своего товарища, когда Ринха наступила ему на рану. С лица Ринха исчезла улыбка. «Хороший получился сувенир перед тем, как отправлюсь разбираться со старшим товарищем. Итак, а теперь устроим трансляцию на всю империю. Нет, на всю вселенную, чтобы она достигла мастера. Погодите чуток». Ринха достала из кармана терминал и начала снимать окружение. Терминал парил сам по себе, снимая Ринха, которая комментировала происходящее. «Давно не виделись, ребята. С вами ваша любимая мечница Айдол Ринха. А сегодня мы в гостях у школы меча Курдан. Она приняла милую позу, но вокруг текли реки крови. Все помимо нее едва оставались в живых. Она афиширует себя как самую кровожадную мечницу Айдол в империи. «Они наговаривали всякие гадости на мою школу, так что я побила их. Пойцы, конечно, из них такие себе. Но это разминка перед тем, как я брошу вызов старшему товарищу. Все говорят, он силен, так что с нетерпением жду нашей встречи. Болейте за меня и не пропустите следующую серию, в которой я покажу вам голову Лиама». Два чудовища одной вспышки, которых воспитал Ясуши, теперь охотились за головой Лиама. Одновременно с этим, Ясуши стал врагом номер один обеих школ. Глава девяносто седьмая. Формула Победы «Ммм, а это разве не странновато?» Наблюдавшись за загнанным в угол Лиамом Гид, задумчиво склонил голову на бок. Лиам, несомненно, мучился. Его что-то гложило. Также Гиду передавалась растущая злость Лиама. Последнее время у него дело не в проворот, но он то и дело зависает на вечеринках. Экспозиционные войска одержали победу, но она далась высокой ценой. Фракция Клео должна была ослабнуть, но Гид не мог отделаться от чувства, что они сплоченнее, как никогда ранее. «Просто мое воображение?» «Нет, стоп». Гид понял, в чем проблема. «Ясно. Я предоставил недостаточной поддержки Лиаму». Лиам определенно оказался в затруднительном положении, но до этого неоднократно выходил победителем. Если бы его можно было одолеть чем-то подобным, Гид бы вообще не испытывал столько трудностей. Поэтому Гид и пришел к выводу, что он приложил недостаточно усилий. «Больше. Нужно побочь Лиаму еще больше». «А, однако, правильно ли я поступаю? Не рою ли я себе могилу?» Гид одолевали беспокойство. В этот миг он забеспокоился о двух детях, которых растились с целью убийства Лиама. В прошлом Ерешия, на которую он потратил столько усилий, уже предала его. И теперь ему не терпелось посмотреть, как они поживают. Он желал получить ответ на свой вопрос немедленно, но был ослаблен. Получая хоть немного сил, он тут же пускает их на поддержку Лиама, тем самым заставляя его страдать. Дабы сделать Лиама несчастным, Гид ради выживания готов пить из лужи. Все ради того, чтобы оказать Лиаму поддержку. Дабы сберечь любые силы, Гид для сбора информации поднял с земли газету. К счастью, поиски быстро увенчались успехом, и он нашел нужную новость. Кх, я потратил слишком много сил на поддержку Лиама. А ведь добыча информации была намного проще. Бубня себе под нос, Гид принялся читать. В электронной газете проигрывалась видеозапись Ринхо. Старший, ты смотришь? Я иду за твоей головой. На ее фоне виднелись самые талантливые ученики и хозяин школы Курдан, которые лежали в лужах крови. Вид того, как она с улыбкой на лице говорит об убийстве Лиама, согревал Гиду сердце. Ах, какое же чистейшее безумие. Уже у нее-то получится, Уби. Ммм, стоп, только одна? Перевернув страницу, Гид увидел, что другая ученица прошлась катком по главной планете стиля Мича Аренд. «Ты славно постарался, вырастив эти два козыря. Я, Суши, я верил в тебя!» Выразил благодарность Гид человеку, которого в Империи уже след простыл. «Когда все закончится, я позабочусь о том, чтобы тебя постигло несчастье. Ведь из-за того, что ты сделал Лиама таким чудовищем, все и началось». Гид выкинул газету и с облегчением пошел в освояси. За падением газеты наблюдала полупрозрачная собака. Прочитав ее, собака тут же подняла газету и куда-то собралась. Место вечеринки, посвященное победе экспедиционных войск. «В настоящий момент я отдыхал и общался с Эллиотом из Клейф Компани. Значит, тематика сегодняшней вечеринки поменялась на победу экспедиционных войск. Дабы отпраздновать оглушительную победу экспедиционных войск, Эллиот... Нет, не так. Дабы отпраздновать мою победу, Эллиот привез с собой много дорогого алкоголя. Нравится мне такое откровенное подхалимство. Просто небольшой вечер для нашего круга. По словам Ти, Соединенное Королевство оказалось грозным врагом и потери Империи велики. Я говорил с ухмылкой, и, по-видимому, Эллиот понял потайной смысл. Положение его высочества Клео в битве за престол, несомненно, вырастет после остановки вторжения такого могущественного врага. С другой же стороны, положение Кронпринца, который избежал ответственности в момент кризиса, пошатнется. Все кончено, и победа за мной. И как отреагировал Кальвин? Его окружение сгорает от нетерпения, но сам он сохраняет спокойствие. Либо же, возможно, он просто старается казаться спокойным. Я бы предпочел, чтобы он поспешил сделать свой ход. Его бездействие представляет проблему. Однако на этот раз фракция Кальвина понесла серьезные потери, а я, наоборот, усилил свою фракцию. Наращивать влияние путем одолживания денег лордам было хорошим решением. Я едва сдержался, чтобы не задрать проценты, но проблема в том, что во фракции Клео собраны такие же злые лорды. А злые лорды должны сотрудничать в тяжелые времена. А мы можем грызться между собой, только когда позволяют обстоятельства. Пока Кальвин находится у дел, будем вести себя мирно. Пока мы с Эллиотом вели беседу, в комнату валился уставший Уоллес. Лиам, беда! Что такое? Ты с подготовкой к вечеринке закончил уже? Он выглядел бледным и беспокоенным, поэтому я решил высушить его. В вечеринке и дело. Ты вдруг решил сменить тематику на победу экспедиционных войск, поэтому нам многого не хватает. Нет, нам по сути вообще все надо заново начинать. Что ты сказал? Я изменил тематику из прихоти и не слишком задумывался о последствиях. Уоллес схватился за голову. Бесполезно, такими темпами нам не отпраздновать победу. Уоллес ответственен за вечеринки, чтобы я не скучал. Перед лицом надежного как никогда ранее друга я взглянул на Эллиота. Эллиот, немедленно подготовь все, что требуется. Можете положиться на меня? Вот только столь срочный заказ может здорово отразиться на... Глупец! Вечеринку устраиваю я, а значит деньги не имеют значения. Проклятие! Меня совершенно застали врасплох. Короче, дабы преодолеть эту кризисную ситуацию, нужны совместные усилия Уоллеса и Эллиота. Уоллес выглядел вымотанным. Нужно сменить почти весь интерьер. Нынешний совершенно не подходит для празднования победы. Я молча наблюдал за ломающим голову Уоллесом и задумался. Его серьезность по отношению к организации вечеринки может показаться кому-то бессмысленной, но не для меня. Он вырос за достойного человека. Со стороны злого лорда было правильным решением взять его под крыло. Его талант незаменим для злодея, ведь он позволяет веселиться. Мне захотелось поблагодарить тебя из прошлого за верное решение. Одновременно с этим, во внутреннем дворце проходило собрание ключевых фигур фракции Кальвина. Они были обеспокоены. Ваше высочество, некоторые дворяне планируют нападение на графа Банфилда. А вот это нехорошо. Кальвину и на этот раз крупно не повезло. Кто? Родственники погибших на войне. Некоторые потеряли наследников, поэтому хотят отомстить даже ценой своего места во фракции. Фракция Кальвина очень большая, и многие аристократы недальновидны. К тому же за всеми ими трудно уследить. А именно в этот раз многие из них потеряли родственников. Лишь немногие из них действительно опечалены. На самом же деле большинство домов просто хочет отмыть свое имя. Кроме того, было потеряно большое количество кораблей, и не все могут это переварить. Лучше всего будет их остановить. Но в таком случае, следующей целью их недовольство стану я. Сейчас дворяне обозлены на Лиама, но если Кальвин остановит их, они затаят обиду на него. Вы сказали победы гарантированно, что все будет хорошо, кто ответит за весь этот ущерб. Они решили принять участие добровольно, но теперь им нужен козел отпущения. В этом нет никакой логики, только эмоции. У многих аристократов проблемы с самоконтролем. Это результат того, что большинство росло в своих владениях, в тепличных условиях. Обязательная начальная школа и военная служба в какой-то мере помогают, но и этого недостаточно. Приличные дворяне, которые служат Кальвину, тоже сидели с горькими выражениями на лицах. Это в такой-то важный момент. Они ничего не понимают. Если они сейчас вызовут неприятности, это плохо отразится на репутации его высочества. Кальвин слабо вздохнул. Одобрите их выход из фракции. Вы уверены, ваше высочество? В случае неприятностей, ваше положение окажется под угрозой, даже после их выхода из фракции. Скорее, стоит рассматривать это как возможность избавиться от лишнего багажа. Наша фракция слишком разрослась. Нужно провести чистку перед тем, как выступить против Лиама. Аристократы кивнули и покинули помещение. Убедившись, что больше никого нет, Кальвин щелкнул пальцами. В воздухе тут же зажегся огонек. Огонек начал разрастаться, принимая человеческие очертания. И вскоре перед Кальвином на колени стоял человек. Он выглядел как ниндзя, а обилие украшений на форме свидетельствовало о том, что у него более высокое положение, чем у тех, с кем сражался Кукури. Вызывали. Сборище болванов поднимает шум. Если предоставится возможность, приредите тайную организацию нашего дружка Лиама. Кстати, вы что-нибудь нашли про них? Ниндзя метнул в стену серикен, который обратился пламенем и принял форму свитка. Там была информация о Кукури и его людях. Согласно нашим древним записям, скорее всего это клан теней, который уничтожили две тысячи лет назад. Клан теней? Клан теней был тайной организацией, служившей императору две тысячи лет назад. Кланом теней их просто прозвали. Их настоящее название неизвестно. Две тысячи лет назад тайные организации вроде вашей вели свою деятельность повсюду. Банфюды укрыли их? Нет. Нет? Когда главарь Ниндзя метнул еще один серикен, тот принял форму одного из теней. Кукури. Этого человека боялись больше всех в те времена. По слухам, он отчитывался только перед самим императором. А тот в итоге обратил его в камень и оставил расцепаться в таком состоянии. И ты хочешь сказать, что он выжил? Не правдоподобнее ли то, что кто-то унаследовал их технике? Исключено. Почему? Чтобы стереть их, было объединено множество кланов. Мои предки приняли в этом участие. Приказом императора того времени было не оставлять никого в живых. Собрав кукури и его подчиненных, император того времени превратил их в камень и приказал избавиться от клана. Вряд ли бы кто-то выжил. А если бы и выжил, то маловероятно, что он наследовал их технике. Дабы вырастить тайну организации вроде кукури и его людей, нужны непомерные ресурсы. Ваше высочество. Им должно быть известно все о внутреннем дворце. Как же раздражает. За две тысячи лет дворец не раз перестраивали. Но если остались потайные ходы, которые известны только им, возникнут большие неприятности. Дворец не раз проходил перепланировку, но то и дело обнаруживают руины прошлого. По прошествии времени многие потайные комнаты просто забываются. Согласно нашему расследованию, после возрождения их навыки остались на прежнем уровне. Но число хромает. Каждый из них мастер своего дела, но их слишком мало. Преимущество будет на нашей стороне, даже если не навязать борьбу. Вот только... Информация о возрождении легендарного клана заставила Кальвина почувствовать себя не в своей тарелке. Сумеете избавиться от них? После слов Кальвина ниндзя обратился пламенем и исчез. Как пожелаете. Место вечеринки Лиама. В предметах интерьера прятались головорезы, которых наняла аристократия для нападения на Лиама. Дворяне гуляют каждый день, что ли? Они ночью на дочь спускают с умы, на которые обычный народ может спокойно прожить до конца жизни. Но позеселятся, пока могут. Все равно это место станет их могилой. Люди, которые вызвались на эту работу, чтобы сорвать куш, сейчас сидели затаив дыхание. Они забрались с предмета интерьера, которые доставили для вечеринки. При обычных обстоятельствах их мгновенно бы раскрыли, но на этот раз им оказало поддержку множество аристократов. Приготовления были выполнены идеально. Проблема только в том, что им не видно происходящее снаружи. Снаружи установлены камеры, но сейчас они бесполезны, поскольку все накрыто брезентами. Время от времени головорезов в тесном пространстве потряхивало. Они же вот только недавно перевозили нас. Нас раскрыли? Если бы раскрыли, тебя бы уже пристрелили, идиот. Должны быть какие-то изменения. Наняли не только их. На вечеринку пробралось множество людей. Даже если не удастся убить Лиама, ущерб будет нанесен значительный. Так считают они. На самом же деле, если они провалятся, и будут схвачены, их ждет участь хуже смерти. Их планируют подорвать в случае поимки, и таким образом нанести ущерб даже без их ведома. Тряска прекратилась, и головорезы начали ожидать начала вечеринки. Однако брезент так и не собирались убирать. Неужели интерьер выездили с площадки? Проклятие! Вылетаем! Вместо проведения вечеринки должно быть неподалеку! Слышите с остальными! Головорезы выскочили наружу и увидели, что они оказались на складе. Другие тоже повыскакивали и осматривались ошеломленными глазами. Че? Чего? Что происходит? Сейчас важнее добраться до места проведения! Головорезы выбежали из склада, но тот находился далеко от места проведения вечеринки. Они как можно скорее поспешили туда, но были расстреляны. Когда их обнаружили, рыцарь... Глава 98. Покушение. Они идиоты! Вчера вечером у места проведения вечеринки поднялся шум. Объявились вооруженные головорезы, которых мы и рыцари попытались схватить. Поскольку те не побоялись применить оружие, их пристрелили, но они потом подорвались. Или же бомбы сами взорвались. Короче, пока что это еще выясняется. Учитывая то, куда они держали путь, их целью скорее всего были мы. Однако настораживает то, насколько же сырой был их план. Как можно быть настолько тупыми, чтобы в открытую нападать на охраняемый объект? В этот миг из моей тени появился Кукури. Лорд Лиам, разрешите доложить? Что такое? Это касается недавно напавших. Тебе удалось что-то выяснить? По всей видимости, головорезы хотели проникнуть на вечеринку. Их переместили до начала вечеринки, но у них, помимо этого, было подготовлено еще много чего. Скорее всего, они играли роль отвлекающего маневра. На месте проведения вечеринки обнаружили различные устройства. Изначально я хотел посоветовать вам отложить вечеринку, но Уоллес избавился от всех предметов интерьера. Жуть какая! Уоллес просто не может быть таким полезным! Я, конечно, рад, но мне в то же время не по себе от того, что его действия спасли в вечеринку. Никогда не думал, что Уоллес окажется настолько полезным. Полезный Уоллес – это не Уоллес. Ну ладно с этим, что дальше? Двое моих людей были убиты. За нами охотятся профессионалы. Кукури вовсе не зол, хотя его людей убили. Доклад о смерти подчиненных для него словно ничего. Ясно. Как они погибли? Я провел расследование. Это работа тайной организации противника. Превосходные подчиненные кукури понесли потери. Но их и так было мало. С одной стороны, чем они там занимаются, а с другой – это одни из немногих моих способных людей. Вот так вот терять их будет расточительно. Вы справитесь. Если что, обращайся за помощью. В таком случае, вы лишите нас работы. Единственное, не могли бы вы отдать их трупы нам. Ведь даже тела представителей тайной организации скрывают в себе техники. А ты все время думаешь о работе, да? Понял тебя. Лорд Лиам, похоже на этот раз в столицу отправлено множество профессионалов. Будьте осторожней. Волноваться не о чем. На моей стороне самоудача. И, кроме того, я порублю любого. Всегда хотелось сразиться с тайной организацией. Если увидишь достойного противника, смело отправляй ко мне. К сожалению, это невозможно. Ведь нашей задачей является вообще не допускать их к вам. Как же он посвящен своей работе. Вот... Вот Ти-Мари бы взять с него пример. Жаль. Тогда оставлю закулисные дела на вас. Сегодня намечается большая вечеринка, так что враг точно объявится. Вас понял. Кук-Кури погрузился в мою тень и исчез. Си-Эль была вымотана ежедневными вечеринками. Она даже по коридору отеля едва волочила ноги. Я посетила столько вечеров, что мне хватит до конца жизни. Дело не только в количестве, но и в содержании. Вечеринки с ведрами все-таки не получилось. Но от всего этого многообразия у нее кружилась голова. Я... Я не сдамся. Нужно поскорее сорвать маску с Лиама и привести братца в чувство. Вот только у нее едва хватало сил проводить таким образом день за днем. И все-таки этот Лиам зашел слишком далеко. Ни за что не прощу его. Отправил отца с его людьми на фронт, а сам веселился в столице. И отец согласен с ним, поскольку у него нет выбора. Си-Эль не вдомек, что Лиам организовал бесперебойную подачу припасов, а также защищал семьи отправившихся на фронт. Начальная школа у нее только впереди, так что она не сведуща в подобных вопросах. С ее точки зрения Лиам трусливо сбежал с поля боя. Однажды я непременно покажу всем, каков он на самом деле. Несмотря на усталость, ее ненависть к Лиаму осталась непоколебимой. В этот миг она краем глаза заметила животное. Чего? А также услышала стук лап. Ч-ч-чего оно? На этом этаже животные запрещены. Наверняка это Лиам. На этом этаже живет Лиам, и мимо сторожайшей охраны животному просто не проскользнуть. Его мог принести только Лиам. Си-Эль погналась за животным, но вскоре зашла в тупик. Потеряла. Нужно доложить об этом леди Розетте. Пока она думала о навалившейся работе, ей кое-что попалось на глаза. Электронная газета. Откуда здесь дешевая электронная газета? М? А? Разве это не... Си-Эль решила поскорее передать газету Розетте. Дорогой! Беда! В мою комнату ворвалась Розетта. У меня сейчас тренировка с Эллен, и она держит равновесие на шаре с завязанными глазами. Эллен запыхалась и вот-вот потеряет равновесие. Шар весь промок от пота, и у нее едва остается силы держаться, но я не планирую прекращать тренировку. Что там? У Розетты в руках одноразовая электронная газета. Довольно занятное зрелище для состоятельного человека вроде меня, поскольку я таким не пользуюсь. Отдышавшись, Розетта воспроизвела видео в электронной газете. Са... Смотри! Да что-то... Это еще что? Я выхватил газету у Розетты из рук, и когда я прочел содержимое, меня затрясло от злости. Там написано о мечнице, которая напала на школу меча Аренд. Меня удивило не нападение, а личность нападавшей. Кому-то хватило духу прикинуться учеником одной вспышки. Во мне начал закипать гнев. Нападавшая объявила себя ученицей стиля «одна вспышка» и одолела хозяина школы, который сейчас является святым меча. Мне плевать на святого меча, проблемы в ее заявлении о причастности к одной вспышке. Конфликт и школ, сотрясающий мир мечников, меня такая ерунда не интересует. А вот название одной вспышки совсем другое дело. Наконец-то начали показываться подражатели. Раз ей удалось одолеть святого меча, то она на что-то годна. Я взглянул на любимую катану. Несмотря на количество побывавших у меня в руках катан, это по-прежнему остается самой любимой. Этот трофей достался мне от пирата Гоаза, сколько бы катан меня не перепробовал, но ничего лучше так и не нашел. Никакой пощады подражателям одной вспышки. Я их всех порублю. У меня в голове вспыл образ мастера. Он говорил, что собирается найти еще учеников, так что не так уж странно, если объявится кто-нибудь помимо меня. Возможно и правда появились новые ученики. Значит придется проверить. Пока что буду ходить с любимой катаной. Увидев, что Эллен вот-вот упадет, я подошел сзади и поймал ее. Простите, мастер. Эллен, ты по-прежнему не полагаешься на чувства. У тебя хорошие глаза, но ты слишком зависишь от них. Поработай над другими чувствами. Есть. Розетта с неоднозначным лицом посмотрела на громко ответившую Эллен. Я уже долго думаю, но не слишком ли стиле одной вспышки суров к ученикам. Поразительно, как им удалось дойти до наших дней. Моё знакомство с одной вспышки иначе как чудом не назовешь. И все же, интересно, чем сейчас занят мастер. В это же время за ее суши гналась женщина. Проклятый обманщик! За ним гналась красивая брюнетка в очках. Если бы не ее гневное лицо, она бы сошла за образцовую красавицу-интеллектуалку. Но сейчас от этого образа не осталось и следа. Красавица в данный момент больше напоминает фурию. Ясуша отчаянно пыталась от нее оторваться, ведь а то и в руках нож. Да, да я не собирался тебя обманывать! А ну стой! В какой-то степени она похожа на Ниас. Ясуша познакомился с ней на одной из планет, куда его забросило бесцельное скитание, и подавшись настроению, он принялся за ней ухаживать. Он обрадовался, когда его попытки увенчались успехом, ведь она в его вкусе, но дама оказалась куда строже, чем Ясуша рассчитывал. Деньги закончились, и она начала пилить его за то, что он сидит у нее на шее. Найди работу, женись на мне и тому подобное. К тому же, у нее сейчас за спиной младенец, который спит, несмотря на шум и гам. Во время отношений с ворчащей женщиной, у него появился ребенок. Он постоянно упускал момент сбежать, и сегодня наконец должен был состояться побег. Однако, его поймали. «Никуда ты не сбежишь!» «Пощади!» Женщина гоняется за Ясуши, поскольку тот пытается сбежать от семьи ответственности. И в этот миг Ясуши поскальзывается. После комичного падения женщина его наконец нагнала. «Скотина!» «Н-нет!» Нож женщины опустился на Ясуши. Комната ожидания на вечеринке. Сегодня меня ждет веселый вечер. Разве это может надоесть? А даже если надоест, то я продолжу устраивать вечеринки, ведь это обязанность злого лорда. Чувствую себя превосходно, когда представляю, что эти деньги были заработаны потом и кровью моих подданных. Но еще я сегодня немного нервничаю. Ты, как всегда, прекрасна, Амаги. Стоявшая в платье Амаги сегодня посетит вечер со мной, ведь чего-то помимо наряда горничной заставил мое сердце колотиться быстрее. Хозяин, вы же обещали, что я не буду посещать вечеринок. Не беспокойся, сегодняшняя вечеринка будет проходить в полумраке, так что тебя никто не распознает. Мда, надо будет поговорить с Олесом, как же я раньше не додумался провести вечеринку в полумраке, благодаря этому их сможешь посещать и ты. Маги, почему вы увиливаете от разговора? Но один-то раз ведь можно. Что с вами поделаешь, всего один раз. Отлично, я рад, что мне удалось затащить Амаги на вечеринку, хотя она всегда отнекивается, я в предвкушении даже уснуть ночью не мог. Почему вы хотите, чтобы я присутствовал на вечеринке? Чтобы нам обоим было весело. Перед Амаги я могу говорить подобное без смущения. Почему? Потому что это чистого сердца. Мне не нравятся настоящие люди, поскольку они предают. Это же касается и Розетты. Я думал у нее остальной дух, но когда завоевал ее, она оказалась легкой героиней. Это тоже предательство. А с другой стороны, Сиэль сейчас намного веселей. В комнату ожидания вошел Уоллес. Лиам, скоро понял, идем Амаги. Я протянул руку, и Амаги со стеснением взялась за нее. Так мы и отправились на вечеринку. Но у меня тут же возникло скверное чувство. Но почему именно сегодня? Совсем не умеет читать атмосферу. Кальвин, значит, вот уж действительно не вовремя. Амаги непонимающе посмотрела на меня. Что-то не так, хозяин? Уоллес тоже ничего не заметил. Лиам, ты чего? Я отпустил руку Амаги и призвал Кукури. Кукури. Кукури появился с моей катаной, и я забрал ее. Лорд Лиам, по всей видимости, враг на подходе. Возникли помехи со связью, поэтому подкрепление вызвать не получится. Понял, разберись с врагом снаружи. Кукури погрузился в тени и исчез. Уоллес запаниковал. Лиам, постой, у нас же охрана с дружи некуда, каждого тщательно проверяют, так что в маскировке никто на вечеринку не проберется. Дело не в этом, враг снаружи. Когда Кукури вышел наружу, также начали появляться его люди. Всего их около сотни. С другой же стороны, во мраке места проведения вечеринки скрывалось тысяча противников. Кукури усмехнулся. Враг его вовсе не пугал. Много же вас собралось. Появилось много новых кланов и организаций, но смотрю и старые остались. Вы как-то связаны с кланом огня, не так ли? Ниндзя, которых Кукури назвал кланом огня, начали показываться один за другим. Однако взгляд Кукури упал лишь на одного из них. Ого, не думал, что увижу подобное в эту эпоху. Я уж думал, что все организации ослабли по сравнению с временами, когда наше дело расцветало. Но ты кажешься довольно способным. Главар ниндзя вытащил катану. Ваши времена давно прошли, прими свою смерть. Люди Кукури подоставали оружие. Один лишь Кукури просто расправил руки в стороны. К сожалению, вынужден отказать. Противник разом атаковал. Здесь присутствовал не только клан огня, но и тайная организация, подражающая Кукури его людям. Пронюхали о нашем существовании и решили избавиться. Превосходно! Кукури расправился с одним ниндзя, своими длинными руками и помчался к главарю. Его люди вокруг слеснулись с тайными организациями нынешнего поколения, и обе стороны тут же начали нести потери. Кукури побежал к главарю и замахнулся рукой, но удар был встречен катаной. Для вас все кончено. Дворяне больше не волнуются о своем имидже. Вы слишком зазнались. Слова главаря заставили Кукури отскочить, и он увидел, как в небе над столицей висит линкор. В столице запрещено появление боевых кораблей, его попросту не должны были пустить. Враг намеревается с помощью линкора избавиться от Лиама и его подопеченных. Кукури прищурился. А вот это уже неприятно. Кукури и его люди могут без труда бежать, но в здании находится множество людей, которых они должны защитить. Аристократы наконец приступили черту, и в открытую пришли убить Лиама. В тот Лиама главарь нанес удар. В пламя накатания главаря обожгло руку заблокировавшего удару Кукури. Главарь ниндзя явно пытался задержать его. Вы исчезнете вместе с нами здесь и сейчас. Готовы пожертвовать собой, значит. Помимо недавнего нападения головорезов, Кукури и его людям удалось предотвратить самые различные покушения. Из-за этого противник прибыл с готовностью умереть. Вот только Кукури умнулся. Какие же вы все-таки глупцы. С тела Кукури выскочило устройство, напоминающее лапу насекомого, которое отрубило главарю руку. Отрубленная рука обратилась пламенем, а затем собралась на плече главаря и образовала новую руку. Кукури с завистью смотрел на развернувшуюся картину. Отбросить плоть оказывается весьма удобно. К сожалению, мы не можем принять подобное. Главарь приготовил катану и с презрением уставился на Кукури его людей. Вы слишком опасны, вы слишком сильны, поэтому-то император того времени из-за страха и приказал обратить вас в камень. Кукури сконил голову на бок. Из-за того, что угол превышал 90 градусов, казалось, он сломал шею. Из-за страха? Если ничего не знаешь, то можешь считать как угодно. Если бы дело было в страхе, от нас бы и следа не осталось. Это тратительное существо обратило нас в камень забавы ради. Как ты смеешь так отзываться о его величестве императоре? Преданность высока даже среди темной стороны империи. Однако в отлич от него Кукури жил в те времена. Он на своем опыте знает, каким был император. Нет, он был отбросом. Всего лишь человек без какого-либо величия или характера. Убожество, находившее наслаждение в страданиях окружающих. Вот поэтому то вас и обратили в камень, оставив гнить. Может и так. Однако в одном мы ему все же благодарны. Благодаря этому отбросу мы, тени, обрели свет, который достоин нашего служения. Сразу после слов Кукури из здания кто-то вышел, вооруженный одной лишь катаной Лиам. Главарь простым взглядом отправил к нему людей. Глупец, подумал сбежать в одиночку, как будто бы человек сможет сбежать от линкора. Ниндзя попытались подобраться к Лиаму, но были остановлены на подходе людьми Кукури. Они подорвались, забирая ниндзя вместе с собой. Кукури на это даже бровью не пошевелил. Лиам бы расправился с ними без особого труда, но в таком случае к чему тогда вообще их существование? Это их работа, и в эту работу также входит смерть. Поэтому они не горюют о гибели товарищей. Ну же, что собираешься делать? Битва между Кукури главарем ниндзя разгорелась с новой силой. Брайан Когда Лиам оказался в такой тяжелой ситуации, его мастер тоже оказался в тяжелой ситуации с женщиной. Больно. Также поздравляю с рождением ребенка. Фука Ничего Себе Это Это Жеребенок Мастера Мои поздравления Ринха У нас Глава 99 Разрубание Линкора Я вышел на оружие из-за неприятного предчувствия, и там меня встретил вид висящего в небе линкора. Линкор над столицей это уже перебор. Кальвин, покушения должны быть более продуманными. Осмотревшись, я увидел, что Кукури и его люди в самом разгаре сражения. Атмосфера на вечеринке никуда не годится, и гости напуганы. Увидев меня, вражеские силы незамедлительно попытались напасть. Их остановили подчиненные Кукури, после чего подорвали себя вместе с ними. Они пожертвовали собой ради меня. Иначе и быть не могло, ведь это их работа. Вот только мертвые не предают, признаю, ваша верность была искренней. Человека можно оценить только после смерти. Моя тайная организация, пожертвовав собой, выполнила свой долг. В качестве благодарности я закончу все быстро. Розетта выскочила вслед за мной, а за ней вышла и Амаги. Амаги взяла Розетту за руку и попыталась уговорить ее вернуться внутрь. Амаги, отпусти, дорогой ведь вы... Леди Розетта, вы будете только мешать хозяину. Вернитесь внутрь и просто подождите. Мне полегчало от этой картины. Все оба усложнились, останьте они снаружи. Поспешите внутрь, вы обе. В этот момент на нас посыпался шквал лазеров. Я отбил их все при помощи катаны, поднимая при этом клубы пыли. Проклятие, такими темпами платье амаги ведь испачкается. Подумал я, но на высокотехнологическом платье не осталось ни пятнышка. А мне понравился этот дизайнер, наймем его на постоянной основе. Я ухватился покрепче за катану, припустил бедра и выровнял дыхание. Как только я проводил взглядом скрывшихся внутри амаги и Розетту, меня атаковал линкор. Должно быть, даже они сомневаются использовать главный калибр в столице. Вот только это станет причиной вашей смерти. Если они хотят убить меня, нужно было сразу давать залпы всего, что есть. Хотя у меня припасено средство на этот случай. Злой лорд должен быть наготове ко всему. Настоящие злодеи никогда не теряют бдительности. Я вышел на улицу, поскольку уверен в своей победе. Я лично разберусь врагом. Моим навыкам далеко до мастера, но даже при этом вы мне не ровне. В этом ударе будет сосредоточена вся моя сила. Я выложусь на все сто. Вспышка! Выпущенный мной в огромный объект разрез был усилен особой катаной. Вышел намного сильнее обычного, отчего линкор в небе сразу притих. Я вышел из стойки и положил катану на плечо. Проблема в том, что последует за этим. Линкор медленно разъехался пополам, и эти половины начали падать. Висевший в небе линкор падал, рассыпая повсюду обломки. Ущерб, скорее всего, будет огромным. Я скажу, что это была самооборона, так что вся вина будет на том, кто стоит за покушением. Да что не так с охраной в этой столице? В этот миг я краем глаза заметил животное, но когда повернулся, то никого не увидел. Показалось? Ну и ладно. Итак, что же мне делать? Если бы я не разрубил линкор, он бы убил всех нас. Над зданием можно возвести барьер, над зданием можно возвести барьер, так что можно сказать мы в безопасности. Проблема в окружающей области, если он упадет, возникнут неприятности. Я не хочу нести за это ответственность, поэтому думаю, что делать дальше. И в этот миг с неба спускается мобильный рыцарь. По всей видимости, любимому доспеху, оснащенному сердцем машины, ни почем проблемы со связью. Он сам прилетел на выручку в трудную минуту. Хороший мальчик, Авид. Авид приземлился передо мной, и несмотря на 24-метровый рост, меня даже не тряхнуло. Технологии Межзвездной Империи поразительны. Авид протянул руку и поднес меня к кабине. Я запрыгнул в кресло и взялся за рукояти управления. Авид будет неприятно, если он достигнет земли. Покажи-ка мне, на что ты способен. Двигатель Авида заревел, и он понесся вверх. Доспех подлетел к падающему линкору и начал его толкать. Отлично, толкай его обратно в космос. Вместе с растущей мощностью Авида линкор начал потихоньку подниматься. Поразительно, как такой маленький доспех толкает огромнейший линкор. И вся эта мощь моя. Из линкора начали выстреливать спасательные капсулы. Поскольку я нахожусь в прямом контакте с кораблем, поступил вражеский сигнал. На помощь! Такими темпами мы... Они прибыли, чтобы убить меня. Что они несут? Хотят моей помощи? Я убрал руки от рукояти управления и сложил их за головой. Так же я устроил ноги поудобнее. А вид на автопилоте и выполняет то, о чем я думаю. Ага, такими темпами вам точно конец. Прошу, мы просто выполняли приказы. Вы вторгли в столицу на линкоре и открыли огонь. Вам конец, даже если выживете. Тех, кто спасся в спасательных капсулах, ждет участь по ужасней смерти. Просто выпол... Мне плевать, просто умрите. А вид набрал еще больше скорости и уже виднелся барьер, окружающий планету столицу, который похож на жидкий металл. Поскольку барьер сейчас в жидком состоянии, то линкор прошел без труда. За барьером только бескрайний космос. В космосе крики сразу затихли. Авито толкнул линкор и взял в правую руку катану. Что такое? Хочешь порубить их? В ответ двигатель Авито взревел и взялся за рукояти управления. Мне нравится, каким милым стал Авито после оснащения сердцем машины. Можно и исполнить пару его прихотей. Ладно, посмотрим, насколько хорошо тебе удастся воспроизвести мои движения. Я воспроизвел одну вспышку при помощи Авито и разрубил линкор на куски. Из различных сочленений Авито донеслись тревожные звуки и уровень повреждений частей его тела скакнул с зеленого до оранжевого. Вот только у Авито теперь сердце машины и поврежденные части уже начали самовосстанавливаться. Неплохо, с этим можно и разгуляться. Авито недостаточно побушевав, проревел мне в ответ. Не торопись, во вселенной полно врагов, с которыми ты сможешь сойтись в сражении. Мы будем развлекаться, пока тебе не надоест. После моих слов, Авито немного успокоился. Линкор разрубило на куски. Один из ударов задел двигатель, так что раздался взрыв, который разбросал блонки по всему космосу. Баованы. Упс, чуть не забыл. Я достал спрятанную в Авиде алхимическую коробочку. Когда Авид вытянул руку, обломки гравитации начали затягиваться в нее. С помощью алхимической коробочки они станут золотом. Обыкновенные обломки сначала превратились в золотые частицы, которые затем образовали золото. Похоже, работает без проблем. Да, все-таки теперь оставлю ее у Авида. Доступ к Авиду есть лишь у немногих, и теперь с поучением сердца машины она прямо как настоящий скакун. Нет, наверное, все же лучше назвать его партнером, Авида далеко до коня. Итак, с линкором разобрались, пора бы и возвращаться. Тем не менее, Кальвин, ты наконец предоставил мне возможность. Не спешивший действовать Кальвин наконец-то сделал свой ход. Это крупная возможность, он даже не побоялся отправить столицу линкора, о чем он еще крупно пожалеет. Уже не терпится посмотреть, насколько губоко ты загнал себя в угол. гид шарашина наблюдал за происходящим. Э? Его голова просто отказалась принять происходящее, ведь Лиам разрубил линкор одной лишь катаной. К- как? Пусть главный калибр так и не пустили в ход, все равно невероятно, как он отбил лазера мечом. И что важнее всего, он разрубил линкор. Идея бессилия человека перед огромным линкором разрушилась. Лиам теперь недостигаемое чудовище? Гид рухнул на колени. Получится ли у него справиться с нынешним Лиамом? Он так ослаб, что на победу больше не было ни единого шанса. Где я просчитался? Что я делаю не так? В этот момент вернулся Авид. Его вышли встретить о магии Розетта. Вместо того, чтобы подойти к волновавшейся Розетте, Лиам первым делом направился к амаге. Наблюдавший за этим гид улыбнулся. Теперь мне тебя не одолеть. Раз так, то хотя бы оставлю шрам у тебя на сердце. Я готов даже исчезнуть, лишь бы нанести непоправимый удар. Больше он не планировал победить Лиама. Его новой целью стало столкнуть его в пучину отчаяния. На месте проведения вечеринки царил хаос. Оно и не удивительно, ведь в небо над столицей вторгся линкор, а маги помогала гостям, поэтому у нее не было времени, чтобы даже переодеться, а маги шла по коридору, как вдруг признаки присутствия других людей исчезли. Еще пару мгновений назад вокруг сновали люди, но теперь не было видно совершенно никого. Что за странность? Когда маги в спешке собралась к Лиаму, перед ней возникла загадочная сущность. Здравствуй, барышня. Высокий и стройный человек во фраке, цилиндр которого прикрывает глаза. Вот только в глазах о маги отразилось что-то, что она не могла распознать. Кто вы? Что-то вроде силы этого человека, его образ расплывался в глазах о маги, словно из-за помех. О таком нет упоминания в ее базе данных. У нее в голове прозвучала тревога, оповещающая об опасности существа перед ней. Я не обязан отвечать роботу. Твоя гибель заставит Лиама страдать. И это все, что важно. Гид достал из кармана пистолет. Расстратив все свои силы, теперь я могу положиться только на это. И все же, почему я сразу так не поступил? Гиду недостает сил, чтобы навредить ей напрямую, но пистолета достаточно для уничтожения амаги. Амаги попыталась убежать, но поднявшаяся с мужчины черная дымка окутала ее ноги и не давала пошевелиться. На помощь звать тоже бессмысленно, поскольку вокруг никого нет, а в связи помехи. В здании полно людей, а сюда никто не идет. Как такое возможно? Чего добивается сущность перед ней? Амаги ничего не приходило на ум. Гид улыбнулся. Интересно, каково будет лицо Лиама, если метнуть ему твою голову? Амаги понимала, что ей не одолеть назвавшую имя Лиама сущность. Она закрыла глаза. Х- хозяин. Простите. Гид с улыбкой на лице нажал на курок. Глава сотая. Комитет по расследованию. Хозяин. Простите. Амаги смирилась с судьбой быть уничтоженной. В этот миг украшение на ее платье засияло, формируя щит. Однако гид не паниковал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я знаю, что они одноразовые если продолжу атаковать. Продолжу. Сколько бы он ни стрелял, щит Амаги не собирался исчезать. На самом деле, первым из расходов свой заряд пистолет гида. Раздались звуки нажатия на курок. Амаги взглянула на гида. Вы же собирались уничтожить меня. Она выглядела слегка сбитой с толку, но в ее реакции нет ничего удивительного. Гид заявил, что собирается уничтожить ее, но с собой у него был лишь один пистолет, который не в силах пробить ее щит. От него можно было ожидать более тщательной подготовки, но ее не было. Вышло слишком небрежно. «Не смотри ты на меня так!» Гид отбросил пистолет и побежал. «Проклятие! Я поглотил недостаточно негативных эмоций. Нужно собрать побольше, прежде чем нападать на Лиама. Хватит изощренных планов! Просто всеми силами попытаюсь убить Лиама!» Проводив Гида взглядом и вернув способность шевелиться, Амаги склонила голову на бок. «Что за сущность это была?» Она только что столкнулась со сверхъестественным существом. И что еще важнее, она не переставая говорила о Лиаме, Амаги стала не по себе. «Все-таки у хозяина есть свои тайны?» Время от времени она была свидетельницей необъяснимых событий. Если за ними стояла эта сущность... Еще оставались кое-какие пробелы, но Амаги забеспокоилась за Лиама. «Действительно ли удача на старение хозяина?» Амаги стала не по себе от мысли, что за Лиамом охотится такая сущность. «Полагаю, лучше начать действовать заранее, чем планировать изначально». И таким образом, существование Гида потолкнуло ее к действию. Лиам разрубил линкор. В такое просто невозможно поверить, но именно это произошло в небе над имперской столицей. Многие жители стали свидетелями этой картины, так что слухи ползут до сих пор. Рассказ о его подвиге распространился не только в столице, но и по всей империи. Теперь никто не мог отрицать, что стиль «Одна вспышка» настоящий. Кальвин сидел в своих покоях, сложив локти на стол и стомкнув руки перед ртом. Подумать только, что им хватило ума вторгнуться в небо над столицей на линкоре. Что за вопиющий акт? Этот результат вышедших из-под контроля дворян. Большой просчет со стороны Кальвина, который никак не ожидал, что они пойдут на такую глупость. Он недоценил их недалекость. Несмотря на то, что они уже покинули фракцию, изначально они состояли в его рядах. Кальвина и так до этого закремили трусом, спихнувшим ответственность на младшего брата во избежание участия в межзвездной войне. А теперь он еще и глупец, который провалил покушение на Лиама. Кальвин взглянул на коробку перед собой. В ней находились ядра ниндзя, сломанные ключевые части тел, на которые они променяли свои настоящие тела, в обмен на способность придавать пламени любую форму. Он увидел коробку на столе, когда проснулся. Предупреждает, что может убить меня в любой момент. Кальвин недооценил тайную организацию, работающую на Лиама. Благодаря действиям аристократов, он сейчас загнан в угол. Мне казалось, что это мы загоняем его в угол. А на деле все оказалось наоборот. Нельзя позволить ему закончиться таким вот образом. Он решил созвать своих дворян. В владениях нашего дружка Лиама бушует демократическое движение. Пусть ответит за него. Если не удалось побороть его на поле сражения, то нужно состязаться на поле, в котором они хороши. Он решил ударить по слабости Лиама демократическому движению в его территориях. Империя не станет терпеть ничего демократичного. Так что отправит войска, которые сметут его владение подчистую. Если этого путится в реальность, Лиам потеряет много сил. Из-за действий глупых дворян, которые вторглись в небо над столицей на линкоре, был создан экстренный комитет. Я присутствую как важный свидетель, но на деле со мной обращается как с виновником. Ни за что не забуду это унижение. Я сжал зубы, и во мне кипела ярость. Кальвин тоже здесь присутствует. Меня воротит от его спокойного лица, глядящего в никуда. Выглядит так, словно он не при делах. Но я-то знаю, что это он загнал меня в угол. Ты унизил меня и сделал посмешищем, и я тебя собственными руками придушу. Я позабочусь о мести человеку, что так унизил меня. Пощады не будет. Премьер-министр смотрел на меня свысока на пьедестале, пока я стоял с опущенной от сожаления головой. И этот взгляд мне не нравится. Пора бы уже вынести вердикт. Окружающая знать согласилась с ним. Что будешь делать с этим Лиам? Ему нужно быть хоть немного осведомленным о долге дворянина. Он должен учитывать свое положение, как будущий герцог. Мужчины и женщины, которым навиты лет по тридцать, смотрели свысока и подшучивали надо мной. Комитет был созван из-за Кальвина. Он поставил под сомнение мои управленческие способности. Это его фракция устроила бардак. Но главной темой стал я. Сторонники Кальвина тоже подняли шум, обвиняя меня. И теперь они сидят, отвернувшись с ничего не выражающими лицами. Я и вас всех запомню. Прощения. Даже не ждите. Мои сторонники, которых пригласили на доседание, смотрели на меня с жалостью. Барон Экснер подошел ко мне, чтобы утешить. Граф, мне жаль. Но раз жаль, то помоги. Проклятие. Кальвин, ты первый, кто загнал меня так далеко в угол. Премьер-министр, как судья, ударил молотком, и когда наступила тишина, заговорил со мной. Что ж, касательно графа. Я опустил голову и сжал кулаки. Этого не должно было произойти. Как все так обернулось? Мне не стоило недооценивать Кальвина. Только на этот раз я признаю поражение. Но только на этот раз! После окончания заседания, дворяне Кальвина схватились за голову. Фракция Кальвина подняла много шуму на заседании из-за неспособности Лиама управлять своими территориями, дабы загнать его в угол. Они даже вмешались в ход заседания и ясно дали понять, что не позволит закончиться ему, пока эта проблема не будет решена. В выводениях Лиама возникло демократическое движение, которое критикует политику Империи. Они подняли чувствительную тему для Империи в попытках натравить комитет на Лиама. Кто-нибудь... потрудится объяснить? Они собрались неподалеку от места проведения заседания. Кальвин осмотрел присутствующих в комнате для отдыха. Дворяне отвернулись от этого пронзительного взгляда. Кальвин довольно угнулся. Премьера-министр подозвал меня на выходе и сказал, что мне лучше пресечь это неприглядное поведение. Он улыбается, но по его глазам это совсем не скажешь. Один из аристократов начал слабо оправдываться. Ваше Существо, отправленные в овладение Лиама шпионы принадлежали к людям Виконта, которые возглавил взбунтавшихся. Когда мы получили данные, тут были уверены, что они о демократическом движении. А это, по-вашему, похоже на демократическое движение? Во время заседания, в качестве доказательства существования демократического движения, были предъявлены видеозаписи. На видео подданные Лиама стоялись с транспарантами. Исполните свой долг, аристократа! Осчастливьте, леди Розетту, и не забывайте о леди Юришии. Именно, не забывайте обо мне! В конце видео Юришия присоединилась к демонстрантам. То, что должно было быть с демократической демонстрацией, оказалось демонстрацией по поводу наследника. Кальвин прикрыл лицо руками и усмехнулся. Что теперь будет с моим положением, когда я серьезным лицом поставил под вопрос управленческие способности нашего дружка Лиама? Сторонники Кальвина опустили головы и смотрели в никуда. Никто не ожидал, что видео кажется таким. Почему никто не проверил содержимое? Все предположили, что там доказательства. Обычный человеческий фактор. Им вспомнилось, как напряженная атмосфера заседания мигом сошла на нет. Собравшаяся для заседания знать была встревожена появлением линкора в небе, над столицей. И подумали вынести Лиаму строгое предупреждение, или даже наказание, поскольку его поведение тоже было провокационным. Однако, увидев, как Лиам смущен происходящей демонстрации, они начали говорить «Постарайтесь выполнить свой долг, дворянина». «Граф еще слишком ион». «Будь поосторожней в будущем». Они словно отчитывали своего любимого внука, знать подшучивал над ним в доброй манере и смягчило свое наказание. На самом деле, его практически простили в обмен на то, чтобы он какое-то время вел себя тихо. А вот насчет фракции Кальвина, комитет по расследованию был нелест на его мнение. Их вмешательство в заседание сочли попыткой сменить главную повестку. Все обернулось так, словно Кальвин проиграл на поле боя, в котором у него было преимущество. Прежде чем они заметили, слабая фракция Клео уже начала наступать им на пятки. «Теперь… уже мы не можем заботиться о своем имидже». Аристократы Кальвина приготовились к худшему после слов принца. Бао Ван притащил линкор в столицу. Вокруг как будто одни тупицы. После нападения на вечеринку, мне сказали вести себя тихо, так что я с иществом провожу время в своем отеле. После всей этой шумихи пришлось воздержаться от дальнейших вечеринок. Расследование длилось несколько недель, и проходили еще заседания. Я уже пару месяцев под домашним арестом. Теперь единственной проблемой остались так называемые ученики одной вспышки. По слухам, их двое. Это и есть обязанности, когда ты становишься известным. Если они действительно окажутся подражателями, я от них мокрого места не оставлю. Однако мы в Межзвездной Империи. Найти кого-нибудь просто лишь на словах. Пока что мне не удалось выследить тех, кто назывался учениками одной вспышки. Те, которые сейчас заварила для меня чай и виляла хвостом, если бы он у нее был, прибыла ко мне для разговора. Она уже вернулась из экспедиционных войск. Первым делом по прибытию, она попросила похвалить ее. На что я сказал, «Разве ты не рада работать на меня?» После чего-то задрожала и яростно закивала головой. Ей бы взять пример с Коккари, который с таким рвением относится к своему делу. «Лорд Лиам, крупномасштабная демонстрация по-прежнему бушует?» Когда разберусь здесь со всем, они у меня поплатятся. Кем они себя возомнили? Протестовать по поводу нижней части моего тела? Протестуют, чтобы я поскорее переспал с Розеттой. Просто непростительно. Не указывайте мне, проклятие, когда вернусь, пощады не будет. Моя личная армия вернулась с экспедиционных войск и сейчас восстанавливает силы. Заботясь о них, я показываю себя более великим и величественным, чем я есть на самом деле. Когда надо, я их загоняю, но так повысится вероятность предательства. Поэтому, когда они отдыхают, пусть отдыхают вдоволь. Так что пока их переброска невозможна. Как только моя армия отдохнет, то демонстрацию сразу ждет подавление. Тио смехнулось после моих слов. Я считаю себя злодеем, но ей тоже палец в рот не клади. Но, к счастью, в ваших владениях распространилось недемократическое движение. Дело вовсе не шуточное. Если бы всерьез за них не взялись, их бы подавили войска Империи. Да, лучше бы так и было. Фракция Кальвина одолела меня на заседании, чтобы отыграться за предыдущее поражение. Расследование проходило по их поводу, а виновником стал я. Кальвин прекрасно осознает, что я ему не ровня в придворных интригах. В его владениях зародилось демократическое движение, поднял он в шумное заседание. Империя не станет терпеть демократическое движение, так что это стало новой темой заседания. Вот только... Когда имперский комитет взялся за это дело, то выяснил, что демонстрация вызвана не демократическим движением, а отсутствием у меня наследников. Они хоть представляют, что я испытал, когда все стали свидетелем того, как мой народ кричит о наследниках. Видео, на котором к ним присоединилась даже Юришия, вообще оставило меня без слов. Если оставить ее без присмотра, то от нее вообще никакого толку. Когда это видео показали, я от стыда готов был сквозь землю провалиться. До сих пор вспоминаю, как они на меня смотрели. Смех, непонимание и взгляды наполнены сочувствием. Даже премьер-министр смотрел на меня с теплотой в глазах. Тея многозначительно улыбнулась. Тем не менее, фракция Каллина сейчас загнана в тупик. Они теряют свое положение, а фракция Клео, наоборот, на подъеме. Все идет согласно вашему плану. Победа мне была обеспечена с самого начала. Сам поражаясь своей удачей. Хоть я так и говорю, моя удача всецела заслуга гида. Даже если со стороны может показаться, что я в трудном положении, в итоге все сводится к победе. Жизнь на легком уровне сложности это и есть быть злым лордом. Надоело мне уже сидеть. Пора бы и повеселиться впервые за долгое время. Подготовь автомобиль. Есть. Те приказало подчиненным подготовить автомобиль. Брайан. Жизнь лорда Лиама на тяжелом уровне. Глава 101. Одна вспышка. Судьба. Правила. Тот же день. Лиам заявил, что собирается повеселиться, и из прихоти взял с собой Эллен, которая в данный момент проходит обучение. Сегодня я буду сопровождать мастера по магазинам. Однако она была рада уже тому, что может провести время с Лиамом, ее учителем. Роскошный автомобиль по виду напоминал лимузин. И хотя у него есть колеса, они редко используются, поскольку чаще всего он летает. Разумеется, интерьер выполненного под заказ автомобиля тоже роскошен. Автомобиль парил над асфальтом сантиметров 50. Эллен взглянула на покоящуюся рядом с Лиамом Катану. Даже среди его любимых Катан, она занимает особое место. Полученная ею Катана с выгравированным золотым тигром, тоже из коллекции Лиама и по-своему уникальна. Но эта безымянная Катана обладает загадочной силой. Последнее время мастер с ней не расстается. Он носит с собой Катану, которую обычно никому не показывает. Как будто он чего-то опасается. Лиам удобно устроился на сиденье, попивая спиртной из стакана, который наполняет Тия. Что может быть лучше, чем выпить в дневное время? Воистину, лорд Лиам, вы выглядите превосходно. Слово Тии могут показаться лестью, но Эллен почему-то знала, что она говорит искренне. Тия говорила с такой страстью в глазах, что ее зрачки чуть ли не принимали форму сердечек. Если бы у нее был хвост, она бы сейчас от возбуждения виляла им. А вот Эллен наоборот, одолевает какое-то странное чувство, так что она решила поинтересоваться у Лиама. Мастер. Что такое? Мягкую игрушку? Я куплю только одно. Я... я не об этом. У меня какое-то странное чувство тревоги. Она описала это как чувство тревоги, но на самом деле у нее бежали мурашки по спине. Вроде ей не холодно, но по спине словно бежал холодок. Возникало такое чувство, что за ними наблюдают. Лиам немного обрадовался, когда увидел, как Эллен принялась изучать пейзаж за окном. Так ты тоже немного заметила. Лиам оставался спокойным, но вот лицо развеселой Тии резко изменилось выражение. Она через терминал связалась с охраной снаружи. Ничего странного нет? Подчиненный доложил ей. Ничего не на... Подождите секунду. Кто-то переграждает дорогу. Два человека? Услышав доклад, Тия распахнула глаза и отдала приказ повышенным тоном. Всем группам быть на готове! Когда автомобиль резко свернул и все внутри покачнулось, Лиам осушил стакан и пробормотал. Вы слишком поздно заметили. Теперь нам никуда не деться. Эллен смотрела на потолок, когда машину повело. В этот миг Лиам вдруг оттолкнул ее. Прежде чем она поняла, что произошло, автомобили разрубили пополам в том месте, где она была. Куски автомобиля завалились на асфальт и с искрами покатились по нему. Эллен осмотрелась и увидела девушку, чьи красивые волосы цвета моря развивались по ветру. Неужели это? Девушка смотрела на нее и от ее улыбки веяло безумием. Рядом с Эллен приземлился кто-то еще и раздалась грубая речь. Ты же там не умер от такого. Покажись, Лиам. Ее оранжевые волосы собраны на затылке, но скорее всего из-за влевого характера все равно напоминали гриву льва. И все же Эллен в одном была уверена. Они сильные. У них у обеих висели катаны на поясе. В этот момент из другой разрублены половины автомобиля, с рапирой и наготове выскочила Тия. Сволочи, вы хоть понимаете на кого направляете оружие? Две девушки с ухмылками посмотрели на разгневанную Тию. Вроде и не слабая, но знаешь... Ага, немного лучше обычного, но на этом все. Их способности явно превосходили таковые Тии. Должно быть, осознавая это, Тия не торопилась бездомно бросаться в бой. Она стояла на месте, пытаясь защитить Лиама. Лорд Лиам, положитесь на нас! Лиам медленно поднялся, положил руку на шею и хрустнул ею. Когда рыцари собрались вокруг него, он лишь помахал рукой, прогоняя их. Хватит выпендриваться. Вы наоборот только мешать будете. Так что, брысь! Но ведь... В этот момент девушка с оранжевыми волосами, которая находилась рядом с Эллен, перевел внимание на две катаны, висящие у нее на поясе. Заметившая это, Тия выскочила перед Лиамом. И в результате лишилась левой руки. На асфальте появились два глубоких пореза. Даже лишившись руки, Тия продолжала загораживать Лиама. Девушка с оранжевыми волосами щелкнула языком. Ну и что это? Я хотел отрубить обе руки, чтобы показать разницу в наших способностях. Девушка с волосами цвета моря начала издеваться над своей приятельницей. Слабачка. А? Хочешь быть следующей после Лиама? Когда атмосфера между ними начала накаляться, Лиам шагнул вперед. Подобрав отрубленную руку, он вернул ее хозяйке и отодвинуть ее в сторону. Молодец, что выскочила передо мной. Я это учту в будущем. Лорд Лиам? Тия ошарашина замерла, так что он отолкнул ее рыцарем. Когда Лиам вышел вперед, атмосфера между двумя девушками резко изменилась. Они только что ссорились между собой, а уже стояли в стойках на готове. Лиам вышел перед ними и начал провоцировать. Что такое? Вы же убить меня хотели. Так? Раз испугались, сомневаюсь, что вы действительно ученицы одной вспышки. Глядя на их стойки, Лиам расследил, что они обучались одной вспышке. Эллен была убеждена. Это чувства. У них один стиль. Первой зашевелилась девушка с волосами цвета моря. Приятно познакомиться, старший. Меня зовут Сацуки Ринха. Я истинная преемница одной вспышки. Она вела себя вежливо, но смотрела на Лиама с намерением убить. Вторая же девушка даже не скрывала своей враждебности. Меня зовут Сацуки Ринха. Я стану той, кто убьет тебя, и он наследует одну вспышку. Фука выхватила катаны и понеслась на Лиама. Подобное поведение было нехарактерно для одной вспышки, чьей главной особенностью являются невидимые разрезы. Что Эллен увидела, так это как Фука двумя катанами выпустила тысячу разрезов. Несмотря на диковатое поведение, она довольно ловкая мечница. М-мастер! Закричала Эллен, однако Лиам даже не потянулся к катанию. Эллен, смотри внимательно. В этот же миг он отбился разрезы Фуки своими собственными. Он не забывал давать комментарии Эллен даже во время боя с Фукой. Я впервые сражаюсь с представителями того же стиля, поэтому неизвестно, когда еще подвернется подобная возможность. Лиам признал, что они ученицы стиля одна вспышка. Фука была вне себя от того, что с ней разобрались так играючи. Не зазнавайся! Вспышка! Фука выполнила удар на невидимый глазу скорости. Но еще до того, как она успела закончить, Лиам наступил на обе катаны. Удар был выполнен в крестообразной манере, и Лиам остановил клинки прямо перед их пересечением. Скажу вам одно. Я сильнее вас. Затем он откинул Фуку ногой, что сделала Ринха чрезвычайно настороженной. Как же хлопотно. Она выпустила шквал разрезов. Но все они были отбиты, когда Лиам обнажил катану. С каждым их обменом ударов на асфальте росло число порезов. Рыцарь Лиама не знали, что делать, когда лицезрели схватку учеников одной вспышки. Троица просто стояла на местах, время от времени меняя положение на молниеносной скорости, за которой рыцари не могли уследить. Вокруге лишь раздавался свист ветра и лязг ударов металла о металл. Постепенно порывы ветра вокруг этих троих начали перерастать в ураган, что оставило рыцарей в недоумении. Что вообще происходит? Не приближайся к ним, ты сразу умрешь! Как нам вообще помочь в такой ситуации? Однако, вопреки ожиданиям рыцарей, состояние двух девушек постепенно начало ухудшаться, и на них появлялось больше ран. Раны не глубокие, но они накапливались. Обе девушки были удивлены подобному раскладу. Лиам слабо вздохнул и специально вел себя перед ними непринужденно. Они же наоборот были покрыты мелкими ранами и тяжело дышали. Мастер силен! Эллен осталась под впечатлением от силы Лиама. Она знала, что мастер силен, но не знала, насколько именно. Теперь, благодаря битве с двумя учениками того же стиля, она смогла оценить его силу. В чем дело? Вы так напуганы, что не можете выложиться по полной? Ну тогда посмотрим, чего вы стоите. Нападайте вместе! Пара вышла из себя от злости, когда Лиам убрал катану в ножны и расправил руки, намеренно показывая брешь в обороне. Ринха даже забыла о своей вежливости. Вот так вот открываться передо мной! Умри, говнюк! На обувь руки вздулись вены. Прикончу! Я убью тебя! Меня так никогда не унижали! Я тебе мокрого места не оставлю! Ринха немного приступилась и исчезнув на миг, появилась прямо перед Лиамом. Асфальт под ней потрескался. Она собиралась лишить Лиама жизни с пустым выражением на лице. Один удар на невероятной скорости. Одна вспышка! Рассыпься! Фука подпрыгнула и начала вращаться в воздухе. Одна вспышка! Разорву! Фука выпустила до сели невиданное количество разрезов, которое посыпалось, метая все на своем пути. Их атаки совершенно одолечались друг от друга. Удары Ринха, сочетающие в себе мощь и изящество, представлял истинный смысл одной вспышки, в котором исход сражения определялся одним взмахом меча. А вот удары Фуки восполняли недостаток силы своим количеством. Они мало отражают суть одной вспышки, но несколько ударов оптимальной силы с точки зрения эффективности лучше одного сильного удара, которого может оказаться за глаза. Они обе обучались у одного мастера, Ясуши, но пошли по разным путям. Чем в таком случае ответит мастер? Эллен взглянула на Лиама. Он улыбался, глядя на две вспышки. Обе никчемные, начинайте тренироваться заново. Следующий миг, Лиам свел на нет удар Ринха из душква удара Фуки всего одним взмахом катаны. Их отбросило, и когда они поднялись, Лиам уже стоял в стойке. Впредь больше не думайте голословить передо мной, но раз уж мы учились одному стилю, я тоже проявлю свою серьезность. Если не сможете сдержать этот удар, просто умрите. Строгая убежденность Лиама в том, что одной вспышке не нужны слабаки, заставила Эллен сдрогнуть. Иначе говоря, если она будет слабой, Лиам рано или поздно убьет ее. Ринха удалось подняться на ноги, а Фука, отхаркивая кровь, приготовила свое оружие. Они обе дрожали. Ринха слабо улыбнулась. Да, это может плохо закончиться. Фука не спускала глаз Лиама. Неудивительно, что мастер сказал бросить ему вызов вместе. Пара показала, что готова работать сообща, и Лиам прищурился. Одна вспышка. Как только Лиам произнес название приема, обе девушки рухнули, и из ран хлынула кровь. Никто ничего не видел. Его вспышка оказалась более спокойной по сравнению с буйными вспышками двух девушек. В контрастах напыченным техникам его движения были плавными, не вызывающими какого-либо движения воздуха или следов. Как будто бы он действительно ничего не делал. Эллен гордилась своими глазами, но не смогла разглядеть ничего. Две девушки лежали с отрубленными конечностями и были при смерти от кровопотери. Они сильны, но перед Лиамом ничего не могут сделать. Эллен затрясло, когда она посмотрела на Лиама. Мой мастер поразителен! Ее трясло от радости. Лиам вышел из стойки и подошел к девушкам. За ним последовало и те, которая поняла, что все закончилось. Рапира в ее руке мгновенно приняла форму зловещей бензопилы. Она скрыла жадными глазами, волокла ее по асфальту, рассыпая во все стороны искры. Убью! Всех, кто покушается на жизнь лорда Лиама, ожидает ад с вечными муками! Лиам обернулся и посмотрел на Тью, которая собиралась убить их, не обращая внимания на потерю руки. Тью, вылечи их! А? Нет, они же... Они мои милые младшие ученики. Нет, может, младшие сестренки. Сейчас же найди врача, если слишком поздно воспользуйся лексирами. Но они же хотели отнять вашу жизнь! Лиам усмехнулся. Они просто игрались. И... И все же, чтобы помогать им из-за этого? Что важнее, ты поспешила загородить меня, Тью. Ты здорово поднялась в моих глазах. Это для меня важнее победы экспедиционных войск по твоим началам. Я рад, что у меня есть такой человек. Лорд Лиама... Восторженная Тью подхватила терминал. Еще разок, пожалуйста, прошу вас, скажите это еще раз, чтобы я записала в высочайшем качестве. Поскольку Лиам пребывал в хорошем настроении, он сказал, что с тобой поделаешь, и похвалил ее еще раз. В этот момент губы Ринха шевельнулись, попытки что-то передать. Лиам наклонился, чтобы послушать ее, а затем протянул руку и достал письмо из ее кармана. Эллен удивилась письму, учитывая нынешние времена, но когда Лиам прочитал его, у него распахнулись глаза. Затем он твердым тоном отдал приказ все еще ошарашенной Ти. Ты чем занята? Не слышал моего приказа? П... Лиам, как выживаете? Я все еще в скитаниях для достижения вершины одной вспышки. Во время своего путешествия я обнаружил двух талантливых детей. В письме сказано, что для достижения новых высот одной вспышки он разрешает сразиться ученикам между собой, а так это под запретом. Ого, было опасно. Я и не знал, что сражение между последователями одной вспышки под запретом. Значит ли это, что мастер хочет, чтобы его ученики сражались друг с другом? Письмо на этом не закончилось. Должно быть, вы удивлены их внезапному появлению. Но раз читаете это письмо, то, как того и можно было ожидать, вы справились с ними. Если они до сих пор живы, позаботьтесь о них. Я не в силах вырастить их до самого конца. Мастер доверил их мне. Уверенно, они показывали мне свои способности. Они всерьез попытались убить меня, но должна быть это часть замысла мастера. Ведь он все-таки мастер. Однако меня беспокоит часть, в которой говорит, что мастер не в силах воспитать их до конца. Если рассматривать этих двоих как мечниц, то они совершенны. Остальное должно зависеть лишь от их усилий. С мастером что-то приключилось? Раздумья сейчас ни к чему не приведут. Мастер доверил их мне, так что я позабочусь о своих младших сестренках. Положитесь на меня, мастер. Я позабочусь о них. Мои младшие сестренки могут показаться немного буйными, но я намерен всерьез отнестись к тому, что касается одной вспышки. В обычной ситуации их ждала бы казнь, но мы из одной школы. Нужно уметь различать приоритеты. Не понимаю, почему мастер не в силах вырастить их до самого конца. Где же он? И чем занимается? Однако, в одном я уверен, мастер должен быть по-прежнему намерен отточить одну вспышку до недостижимых высот. Брайан. Я лишь надеюсь, что леди Эллен вырастет хорошего человека. Мечники одной вспышки слишком жестоки, отчего... Глава 102. Одна вспышка признательности. Далекая от империи планета, в небольшой потрепанной квартирке Ясуша стоял с ребенком на спине. Его одетая в деловой костюм жена стояла на пороге. Ясу, я вернусь к семи, так что позаботься, пожалуйста, обо всем до тех пор. Хорошо. Красивая интеллектуалка собиралась на работу, а Ясуша остался дома в качестве домохозяина. Отсюда и ребенок у него на спине. Ему очень хотелось сбежать, но он слишком боялся после того, как за ним гнались ножом. От груди до живота у него окрасовался свежий диагональный шарам. Он не мог избавиться от него, поскольку жена наказала. Не убирай его, пусть служит тебе напоминанием на следующий раз. Медицина в этой вселенной развита настолько, что от него не осталось и следа. Но шарам оставили специально. Ясуша уже жалел, что приударил за женщиной, любовь к которой столь сильна. Ох, хочу сбежать, но с моими деньгами это не по карману. Большая часть полученного от Лиама состояния пошла на обучение двух учениц. Остальные деньги он потратил на развлечения, а теперь единственный источник его дохода деньги от жены. Он сидит дома и заботится о ребенке, но хлопотами по дому в основном занимается жена. Ясуша вроде не домохозяин, но и не Альфонс, что-то посередине между ними. Таково истинное лицо бога меча, воспитавшего Лиаму, Ринха и Фуку. Ребенок на его спине заплакал. «Сейчас, сейчас, поменяем тебе подгузник». «Ах, чем я вообще занимаюсь?» Вот как проводил свое время выживший Ясуши на далекой планете. Ринха и Фука находились в особом номере роскошного отеля, оснащенном под больничную палату. На них больничные халаты и полно бинтов. Когда охраны затянулись, они сказали, что голодны, и теперь одна тарелка опустошалась за другой. Те с отращением наблюдала за ними, а рядом с ней находилась Эллен. Она смотрела, как они едят с надлежащими манерами, но несмотря на манеры, блюда исчезали с пугающей скоростью, так что прислуга то и дело меняла тарелки. Те была поражена их аппетиту. «Как можно столько есть, еще восстанавливаясь?» Насычившись, Фука положила палочки и потянулась. «Без еды не будет и никакой силы». Допившая бульон Ринха слабо вздохнула и улыбнулась. «И после всей этой еды ты все равно слабее меня». Фука указала на Ринха пальцем. «Ты ешь, как не в себя, но по-прежнему доска. У тебя груди-то почти нету». По сравнению с пышными формами Фуки, грудь Ринха в лучшем случае средненькая. Должно быть, из-за того, что это чувствительная тема для нее, Ринха прищурилась. «А? А у тебя зато, похоже, до головы вообще ничего не доходит с такой грудью. С чего ты взяла, что меня волнует размер груди? И вообще, она же только мешает. Может, в ней украсить ее немного? Что думаешь?» Судя по тому, как Ринха тараторила, Эллен пришла к заключению. «Волнует». Две девушки начали ссориться. Вскоре их животы снова заурчали, и они вновь приступили к трапезе. Тия, их наблюдательница, чувствовала себя недовольна. Ее приделанная рука была забинтована и присоединена к приборам. «И почему я должна наблюдать за ними?» Эллен приставили к ним, поскольку они обучались одному стилю. Лиам позаботится о них. И пусть не лицом к лицу, он предоставил им возможность пообщаться. Две девушки это понимали. Фука заговорила с Эллен. «Кстати говоря, коротышка». «Не коротышка, Эллен!» «Да ладно тебе, мы же из одной школы, мы же теперь вроде как тетя и племянница. Ну, давай повадим». Пара вела себя дружелюбно по отношению к Эллен. Они будто бы никогда и не пытались убить Лиама. Однако Эллен, похоже, не собиралась забывать прошлое так просто. «Как я могу повадить с теми, кто пытается убить моего мастера?» Когда Эллен отвернулась, Фука расстроилась. Вместо последователя одной вспышки, сейчас она напоминает больше старшую сестру, которую отвергла младшая. Ринха усмехнулась, а затем выразила понимание чувствам Эллен. «Ну, если бы кто-то пришел за моим мастером, я бы тоже была вне себя. Так что тут ничего не поделаешь. Однако, это мастер приказал бросить вызов старшему. Он принял нас как раз потому, что понимает это. Твое поведение, как его ученицы, немного некрасивое». Наевшись, Фука улеглась на кровать. «Эллен, однажды за тобой могут прийти младшие братья и сестры. И будет это по указанию нашего старшего». «Т-такое...» Эллен пока что единственная ученица Лиама. Ринха и Фука – просто его младшие товарищи по стилю, а не полноценные ученики. Однажды у Лиама появятся еще ученики, и он больше не сможет уделять ей все свое время. Пока Эллен терзали подобные мысли, в номер вошел Лиам. «Выглядите энергичными». Лиам, ничуть не беспокоясь, угнулся, глядя на них. Пара тут же уселась на своих койках и поклонилась. Несмотря на дерзкое поведение и грубую речь, их обучили манерам. Ринха извинилась перед Лиамом. «Приносим извинения за доставленные неприятности. Мы познали, насколько наши навыки поверхностны». Фука тоже. «Нам стало ясно, что таким несовершенным, как мы, еще стремится и стремится к высотам старшего». Лиам сел на подготовленный ТИИ-стул и посмотрел на пару, показывающую похвальное поведение. По виду он был совсем не напряжен и будто бы имел дело с родственниками. «Приятно видеть, что вы осознаете, кто лучше. И так я позабочусь о вас, но тренировать одной вспышки, увы, не могу. Максимум, что я способен сделать, подготовить для вас подходящую обстановку. Как мечницы на тренированные ее суши, они уже совершенны. Теперь им остается лишь прикладывать собственные усилия, или им в силах только поспособствовать этому. Однако во всех остальных аспектах вы никуда не годитесь. Раз мастер доверил вас мне, то нужно по крайней мере сделать из вас полноценных рыцарей. Как только ваши раны заживут, вернетесь со мной в мое владение и будете кое-какое время обучаться там рыцарскому делу». Ринха при упоминании слова «учиться» даже не скрывала отвращения. «А мечникам без учебы никак? Старший, позволь отказаться. Мне кажется, лучше посвятить это время тренировкам». Лям улыбнулся. «Так не пойдет. Вас доверил мне мастер». Лям подумывал об их обучении в различных направлениях. По виду, Фуке казалось, что ей это безразлично. «Просто пару лет поучимся и посидим в капсулах, верно?» «Бывало и хуже». Идея отправить их в военную академию и сделать их рыцарями действительно не так уж плоха. Однако у Ляма есть планы на них и до этого. «Вот как значит. Тогда отправитесь к моей голове горничных сирене для обучения манерам. Как следует постарайтесь в качестве служанок». Ринха с Фукой остались в шоке от подобного заявления. «С-старший, то есть как служанок?» «Х-хватит шутить! Как мы можем заниматься чем-то настолько девичьим?» Лям усмехнулся. «Я и сам работал прислугой во время обучения за границей. Поскольку вы не принадлежите к аристократии, будете обучаться в моем имении. Даже не думайте сбежать». «Как такое? Я? Служанка?» Лям из добрых соображений планировал предоставить им хорошее образование, но паре была совершенно неприятна мысль обучения тому, что не касается мечей. Немного, но Эллен подумала, что так им и надо. «Как такое?» Гид рухнул на колени. Все потому, что его так тщательно подготавливаемый для убийства Ляма Козырь оказался совершенно бесполезным. В поражении нет ничего плохого, но после него они вместо того, чтобы хотеть его голову еще сильнее, начали равняться на своего старшего товарища. Ясуши тоже здесь виноват. Лям прочитал его письмо и начал баловать своих младших сестричек. «Он в самом конце сбежал, чтобы сберечь свою собственную шкуру!» Учитывая характер Ясуши, такое вполне можно было ожидать, но Гид все равно почувствовал себя преданным. Но вместо этого, Гид не мог терпеть кое-что другое. «То есть мои действия в самом деле помогли Ляму?» Если как следует присмотреться, то в итоге все это сыграло на руку Ляму. Фракция Кальвина стала менее усплоченной и потеряла часть сил, а вот фракция Клео и вместе с ней Лям выросли во влиянии. Их фракция в целом стала сильней, и у нее появилось больше сторонников. Раньше они были беспомощными, но теперь сравнялись с фракцией Кальвина. «Не прощу!» Гид сжал кулаки. А ведь еще и дело с вводениями Ляма. Вычислили всех, кто проник к нему на территорию, тем самым избавляясь от ростков будущих волнений. Все шло в таком русле, который будет на руку Ляму. «Лиам, тебя единственного я ни за что не прощу. Раз уж дошло до такого, то я прикончу его даже ценой своей жизни». Отчаявшийся гид решил собрать отрицательные эмоции для убийства Лиама. Межзвездная война по-прежнему бушует, так что обиды неизбежны. Гид планировал собрать негативные эмоции, направленные на Лиама, и покончить с его жизнью собственными руками. Он не знает, получится ли у него, но ему хотелось одолеть его несмотря ни на что. «Я точно прикончу Лиама!» Отправившегося собирать отрицательные эмоции гида, взглядом провожала собака. Вскоре исчезла и она. После благополучного возвращения экспедиционных войск в разных частях столицы прошли вечеринки в честь победы. Были приглашены участвовавшие в войне знати и военные, и аристократы пребывали в хорошем расположении духа. Здесь были как те, кто просто радовался победе, так и те, кто хотел выкорить себе местечко рядом с фракцией Клео. Третий принц теперь не так уж безнадежен, как это было ранее. Клео, звезда этого вечера, вымотался после общения со столькими гостями. Вместе с Лишти, он вышел в комнату для отдыха. «Просто с ума сойти, и граф так проводил каждый вечер, он невероятен». Лишти возразила жалобам Клео, хотя звучала она в какой-то манере радостной. «Граф подготовил для нас почву, похоже, не терял времени зря в столице. Теперь твое имя весомое среди народа, и ты уже не столь безнадежен, как в прошлом». Лиам пригласил многообещающих дворян. Разумеется, не сам, а через Уоллеса. «А вот я просто побывал на поле боя». Клео ничего не делал. Главнокомандующий на самом деле был Атия, а всеми мелкими поручениями занимался талантливый рыцарь по имени Клаус. «Что важнее, я так и не видел самого графа». «По всей видимости, он собирается вернуться в свои владения. Крупномасштабная демонстрация постепенно утихает, но он должен быть по-прежнему беспокоиться». Лишь Сия была так впечатлена тем, что даже в такой ситуации Лиам оставался в столице. Клео же не выглядел таким уж радостным. «Графу действительно все по силам. Полная противоположность меня». Несмотря на то, что Клео соперничает с братом за престол, он лишь марионетка. Он уже смирился с этим, но чувство все равно не самое приятное. «Люди будут довольны, пока он рядом, даже без меня. Ты что-то сказал?» Лишь Сия была так погружена в мысли о будущем, что пропустила мимо ушей бормотание Клео. Он выпутался из своего тяжкого положения и теперь может соперничать с фракцией Кальвина. Тут нужно радоваться, и поэтому, дабы не портить Лишь Сия настроение, он помотал головой. «Нет, ничего». Гид вернулся в столицу. Обиды тех, кого разбили экспедиционные войска, и ненависть, которая кипит в столице. Гид намеровался бросить вызов Лиаму с помощью негативных эмоций, которые ему удалось собрать. «Лиам! Сегодня настанет тот момент!» Гид пребывал в ярости, не только от того, что ему не навредить андроиду Амаги, но и от того, что его действия в результате помогли Лиаму. Навалившаяся суровая реальность и последовавшая злость заставила его рассудок помутиться. Когда он обнаружил в космопорте Лиама, который собирался отправиться в свое владение, то сразу же направился к нему. «Вот ты где!» Он водил Ринха, Фуку и Эллен по своему линкору, которым так гордился. Они шли по излишне роскошным коридорам космического корабля без какой-либо охраны. Увидев их со спины, гид собрал всю свою негативную энергию в один клинок. Рука гида превратилась в угрожающее лезвие. И он начал приближаться к Лиаму со спины. «Лиам!» «Ну как, круто же!» «Этот суперлинкор стоит целое состояние!» «Тут есть солдаты, которые жили здесь годами!» В этом трехкилометровом линкоре расположилась своего рода колония. Персонал меняется, но некоторые живут здесь уже многие годы и даже поженились. Я сперва не понял, когда прочитал доклад о рождении детей. А дети смогут расти нормально? Тут вроде и школа есть, но я все равно беспокоюсь. Я купил этот линкор, чтобы покрасоваться, но все обернулось за грани моего понимания. После вливания стольких средств в роскошный, но непостижимый корабль, я ощутил странное чувство удовлетворения, когда увидел Фуку с радостным выражением на лице. «Круто! Старший, я тоже хочу такой!» Я не против прикупить еще один-два корабля, но мне не разрешают. Думаешь, я могу приобрести суперлинкор просто потому, что мне хочется? Без разрешения магии это невозможно, а она никогда не разрешит. Одно только назначение персонала на корабль в моем распоряжении вызвало у нее недовольное лицо, а я собираюсь подарить его младшей сестренке. Да, маги меня, наверное, живьем съест. Также она была недовольна, когда я заказал у нее ас-личный корабль. Он почти закончен, так что я с нетерпением жду момента поучения. Фука выглядела расстроенной, но у меня подготовлен для них подарок. «Не расстраивайся, у меня для вас подготовлены мобильные рыцари. Вам тоже придется учиться пилотировать их». Ринха незаинтересованно поигрывала с волосами. «Как же парням нравятся роботы. Как по мне, все они одно и то же, когда их разрубишь». «Похоже, они ее не интересуют. У Эллен засверкали глаза». «Мастер, а мне?» «К сожалению, тебя нет. Для тебя пока что это слишком рано». «Понятно». «Жалко видеть ее расстроенной, но Эллен все еще слишком молода, а я хочу растить ее не торопясь. В отличие от Ринха, Фуку заинтересовали роботы». «Старший, а что это за мобильные рыцари?» «Вот этого вопроса я и ждал». На самом деле, это серийная копия моего любимого доспеха, пусть и слегка урезанная. Массовое производство Авида не представляется возможным. По словам седьмой фабрики, он не для массового производства. Точнее, у них просто не получится. Даже если подготовить все необходимые редкие металлы, производительность Авида не воспроизвести без сердца машины. Поэтому было принято решение подготовить две урезанные серии копий Авида с высокой производительностью. По непроизводительности они хуже Авида, но лучше большинства остальных доспехов. В общем, эти две урезанные копии стоят больше, чем выполненные под заказ доспехи. «Урезанные копии?» «Звучит не очень». Я щелкнув у Купалбу пальцем, после ее жалобы. «Не ной, они урезаны, но для них требуется огромное количество денег и времени. Для остальных они покажутся небывалой роскошью. Но у меня ее слова все равно не задевают. Я продолжил довольно шагать вперед. Ко мне обратилась Эллен. «Мастер, произошло что-то хорошее?» Похоже, она немного понимает меня. Да, победа оказалась более оглушительной, чем я предполагал. У нас достаточно сил для соперничества с Кальвином. Я встретил двух младших товарищей, и моя ученица растет день ото дня. Сегодня у меня великолепное настроение, и все это благодаря Гиду. В последнее время у меня много дел, так что на благодарность ему почти не оставалось времени. Уверен, он и на этот раз постарался. Как раз в этот момент мы проходили мимо статуи Гида, которую я воздвиг в честь него. Она из чистого золота. Помолитесь здесь. Ринха встала с удивленным лицом. Чего это? Ни с того, ни с сего. Меньше слов, больше молитв. Просто выразите свою благодарность перед этой статуей. Фука и Ринха переглянулись после внезапного приказа. Что будем делать? Ну, это приказ старшего, так что можно и подыграть. Однако Эллен и без меня уже готова. Мастер, я готова выразить благодарность. Отлично. А теперь выразим благодарность перед статуей. Троица по команде Лиама начала молиться перед статуей. Ринха не знала, кого ей стоит благодарить. Если кому я и благодарна, то это мастеру я слушаю. Разумеется, Фука думала так же. Можно лишь поблагодарить мастера Ясуши? И, наконец, Эллен, которая выражала благодарность Лиаму. Я так благодарна за встречу с мастером! Искренняя благодарность троих людей влилась в золотую статую гида. Лиам с остальными остановились, и гид уже был готов наброситься на него. Лиам, это коня! Четыре человека вдруг повернулись и склонились перед статуей, напоминающей гида. Чем они занимаются? Молитва Лиама и остальных собралась вокруг золотой статуи. Лиам подготовил золотую статую гида, чтобы была возможность выразить ему благодарность в любой момент. Статуя засияла, но это сияние было видно только гиду. Я ярко! Когда сияние золотой статуи начало обжигать гида, из нее появилась катана. Катана с золотым клинком олицетворяла молитву последователей одной вспышки, в которой собрана искренняя благодарность. Одно только это представляло для гида яд, а к ней еще прибавилась и благодарность Лиама. П-Перез! Прежде чем гид успел договорить, катана поразила его грудь и начала сжигать изнутри, распространяя при этом яд. Нет! Нет! Нееееееет! Через катану гиду передавалась такая благодарность Лиама, которую он никогда не испытывал ранее, но в клинке также содержалась благодарность Есуши и Лиаму. Появились еще катаны, и все они одна за другой начали вонзаться в гида. В них благодарность не только Лиама, но и из других источников. Я не имею к ней отношения! Гид не выдержал шквал благодарности и начал рассыпаться, оставив после себя лишь свой цилиндр. И таким образом цилиндр погрузился в пол и исчез. Брайан По делам этому гиду! Глава 103. Эпилог Внутри имения Банфилдов стояли Ринха и Фука в нарядах горничных. Милая одежда заставляла их лица корчиться. Поскольку они обучались одному стилю, Лиам позаботится о том, чтобы их форма была выполнена на заказ. Пара выглядела опустошенной. Если им и приходилось носить юбки, то они предпочитали крутовыглядящие, но от пышных нарядов с серюшечками они готовы от стыда сквозь землю провалиться. Почему мы обязаны носить это? Ринха это действительно не по нраву. У Фуки же вместо привычной самоуверенности на лице можно увидеть смущение. Мне такая одежда не идет! Перед ними находилась сирена, которую назначили их наставницей. Обучение манерам напрямую от главы горничных, иначе как фаворитизмом не назовешь. Ну что за дикая пара девочек? Пусть их и обучили каким-то манерам, в работе служанок они бесполезны. Они считают себя мечницами, так что их буйное поведение дает о себе знать. Ринха дала волю своей ауре-мечнице после комментария сирены. А? Не слишком ли ты зазналась? Пусть у меня и отобрали катану с одной старухой, и я... За ними из тени наблюдала девочка. Заметив это, Фука ударила Ринха локтем в живот. Пока Ринха держалась за живот от боли, Фука указала на силуэт позади сирены. Та тупица! Эллен наблюдает! Ринха в ответ, все еще держась за живот, через силу посмеялась. Эллен прищурилась, глядя на них из тени. Я все расскажу мастеру. Ринха побледнела и выдавила у себя улыбку. Эллен, это же ерунда! Только не старший, прошу, только не он! В том, что они так боятся Лиама, частично виноват Ясуши. Он наблюдал за их ростом с теплотой, а когда отсчитывал, то никогда не кричал или применял силу. Однако Лиам другой. Он очень строг, и не раздумывает пустить в ход катану, когда они слишком зазнаются. Лиам не проявляет жалости к младшим братьям и сестрам, если они достигли определенного уровня, как мечники. Всем, кто смелится служиться Лиама в его имении, в прямом смысле придется харкать кровью. Пара прикинулась кроткой перед Сиреной под бдительным взором Эллен. «Мы под вашим руководством, глава горничных!» «Не будьте слишком строги!» Видя, как две девочки заголосили, Сирена заволновалась о будущем. «Господи, если бы не просьба Лорда Лиама, я бы за вас не вдевать!» «Возможно ли их хорошо воспитать?» Сирену отдаливали сомнения. В подвале имения Банфилдов существует место, куда открыта дорога лишь немногим избранным. Здесь располагается база тайной организации Кукури и его людей. Я пришел их проведать и сейчас смотрел в гроб. «Значит, 30 из вас погибло». Из-за шумихи в столице Кукури потерял 30 людей, но не то чтобы меня не устраивала подобная цена. Ведь и нам удалось сократить количество членов Тьмы Империи, работавшей на Кальвина. Стоявший рядом Кукури выглядел виноватым. «Приношу свои извинения за них, однако их смерти не были напрасны». «Разумеется, они погибли ради меня. Еще бы их смерти были напрасными». «Мертвые не могут предать. Не знаю, переродятся ли они, но эти жизни они посвятили мне. Они не предали меня до самого конца, и я это ценю. Только живые могут предать, и поэтому я не верю в людей. Однако это не касается тех, кто умер ради меня. Когда я услышал, что Кукури и его люди проведут похороны, то пришел, чтобы проводить их последний путь. Что станет с их телами?» Кукури спокойно мне ответил. «Наши тела представляют собой сгусток нашего ремесла, так что их расщепят на составляющие. Не останется ничего. Те, кто живут по эту сторону мира, обречены исчезнуть, не оставив после себя ни следа». «Печальный исход. Я хочу подарить им хотя бы могилы, но нельзя даже этого. Они действительно привержены своему делу. Кукури, проси награду». «Простите, мы ведь уже получили положенное вознаграждение». «Я хорошо обречаюсь с теми, кто выбрал меня. Поскольку у меня вообще не может возникнуть финансовых проблем, я могу тратить сколько угодно. Тем не менее, как злой лорд, я должен быть скупым. На себя я могу тратить сколько захочу, но щедрость к окружающим зависит только от настроения. Я плачиваю лишь необходимые суммы, выполненные для меня работой. Но в этот раз произошло много чего хорошего». Те, бросилась вперед, рискуя своей жизнью, а подчиненные кукури пожертвовали собой ради выполнения моих приказов. Они все рисковали женими ради меня. За такую службу можно и соответствующе вознаградить их. «Вы мне здорово помогаете, и за это я предоставлю награду. Вы чего-нибудь хотите?» «Главное тут не сболтнуть, проси чего хочешь. Не хватало мне еще невыполнимых желаний. Кукури и его люди какое-то время были сбиты с толку, но в итоге...» «В таком случае, не могли бы вы предоставить нам планету?» «Планету?» «Наш родной мир потерян. Если бы вы могли предоставить планету с хорошими условиями, мы бы хотели сделать ее нашей новой родиной». «Я проверил список всех условий, и под них в моих владениях подходит только одна планета. На планете живут люди, но их число не превышает пары десятков миллионов». Кукури приклонил колено. «У нас есть заветная мечта по воскрешению нашего клана. Территории нужны для этого». «Скрытая деревня, в которой живут члены тайной организации. Прямая романтика. К тому же увеличение количества людей Кукури не помешает». «Ладно, сейчас же позабочусь о том, чтобы планету освободили». «Не стоит, Ортлиом. Даже лучше, если на планете будут жить люди помимо нас». «Вот значит как». «Да». «Хорошо. Тогда я быстро подготовлю все, что нужно. Все люди Кукури преклонились передо мной, но я сказал им встать, поскольку мы на похоронах. Я положу в гроб цветок». «Мертвые никогда не предадут. Вы не предали меня до самого конца. Так что, спокойно отдыхайте до следующей жизни». Имение Банфилдов Проходящее обучение служанкой Сиэль вспоминала о полных дел днях в столице. «Мне так и не выдалось шанса что-либо сделать». Она пыталась раскрыть истинную суть Элиама, но так ничего и не сделала. Скорее, она видела только то, как он тяжко старается. Его отправили в филиал правительственного офиса, но он навел там порядок и очистил его от коррупции. Также он предоставлял экспедиционным войскам поддержку в Тулу и проводил вечеринки, на которых налаживал связи для фракции Клео. Сиэль пыталась найти хоть какую-нибудь зацепку, но он вел себя слишком серьезно, чтобы что-нибудь можно было найти. «Что происходит? Что с ним не так? Не может он быть обыкновенным, способным лордом. Почему от него тогда разить мелочностью больше, чем от остальных?» Кого бы она ни спросила, все отвечали, что лорд Лиам – замечательный правитель. Никто не мог разглядеть его истинные личины. А Сиэль, которая выдалась работать в окружении Лиама, рядом с его невестой Розеттой, стала целью зависти окружающих. «Да тут нечему завидовать! Как они ничего не понимают!» Она не понимала, что в Лиаме такого очаровательного. Пока она занималась уборкой комнаты, внутрь зашла Розетта. «Сиэль, вот ты где!» Как оказалось, Розетта ее искала. «Леди Розетта? Вы ведь могли просто вызвать меня!» Почему эта девушка ходит в поисках своей служанки? Сиэль не понимала. «Мне также хотелось посмотреть, как тебе работается. В отличие от столицы, здесь проверять тебя входит в мои обязанности». Сиэль – дочь барона, являющегося вассалом напрямую империи. По сравнению с другими детьми, отправленными в поместье Лиама его подчиненными, у нее более высокое положение, и она первая официальная ученица, отправленная к ним на обучение за границу. По этой причине, к ней несколько иное отношение. Если ее обучение пройдет хорошо, то другие аристократы тоже могут начать отправлять к ним своих детей, а это в свою очередь создаст обстановку для налаживания связей. И в довершение ко всему, обучение за границей добавляло домам престижа. Сиэль задумалась. «Несмотря на то, что оба наших дома из Гуши, манера здесь на уровне имперской столицы. Если так подумать, то это место действительно идеально подходит для обучения». Сирена – глава горничных, строга, но она многие годы работала главой горничных в имперском дворце. Брайан тоже не без изъяна, но он хорошо выполняет свои обязанности дворецкого. Розетта тоже строга, но по своему характеру добрая, так что с терпением наставляет Сиэль. Лучшей обстановки для обучения не придумать. Единственную проблему представляет Лиам. Розетта была рада видеть, что Сиэль всерьез относится к своей работе. «Похоже, со своей работой в имении ты так же хорошо справляешься. В таком случае, не за горами день, когда ты вернешься в дом к родителям. Однако, мне будет одиноко без тебя». По виду, ей было действительно грустно. «Какой же она все-таки хороший человек! Но почему она влюбилась в этого Лиама? Хочется, чтобы, по крайней мере, она узнала, каков Лиам на самом деле». Сиэль хотела, чтобы глаза открылись хотя бы у Розетты. По территориям Соединенного Королевства Оксис перемещался флот Хэнфри Компани. Среди их кораблей в глаза бросалось особенно напущенное судно. Взойдя на борт, Томас напрямую встретился с графом Норденом. Потерявший свое положение в Соединенном Королевстве Норден, пытался бежать при содействии Хэнфри Компани. Его целью является барон Норден, один из подчиненных Лиама. В прошлом их связывали кровные узы. Рассчитывая на это, он воспользовался Томасом для своих нужд. Он пытался заглушить свою тревогу, попивая спиртное. «Томас, это все твоя вина. Поэтому ты ответственен за то, чтобы сопроводить меня до цели. Проклятие, как все так обернулось?» Томас с хладнокровным взглядом убедился, что скоро они будут в овладениях империи, после чего перешел сразу к делу. До этого он просто терпеливо слушал все, о чем говорил граф Норден. «Граф Норден...» «Что такое?» «Мы, Хэнтри Компани, торговцы, чей главный офис находится в овладениях лорда Лиама. И что с того? Я же дал вам денег. Просто доведите меня целом до места назначения. Или что? Торговцы вдруг начали думать о преданности? Да у вас хлебом не корми, да и кого-нибудь ободрать». Ваши слова задевают меня. Торговцы и правда жадны до денег, вот только... У меня собственные понятия человечности и чувстве долга. Если я помогу вам, предателю лорда Лиама, человека, который не раз меня выручал, не отродится ли это на нашей компании? Граф Норден хмыкнул. «Никто я не заметит, если будешь держать рот на замке. Так все делают. Почему бы тебе просто не называть сумму, необходимую для предательства Лиама?» Потеряв свое положение аристократа, граф Норден бросил дом и семью, чтобы избежать в одиночку. Теперь у него осталось лишь состояние, полученное за предательство Лиама. Пока что он еще остается дворянином, так что с помощью рыцаря он сможет справиться с торговцем. Он бросил семью, но взял с собой рыцарей в качестве охраны, отсюда его высокомерное поведение. Вообще, граф Норден обратился за помощью к Томасу, потому что компании Соединенного Королевства не хотят иметь с ним дела. Помощь предателю Соединенного Королевства поставит крест на их бизнесе, и этому уже не помогут никакие деньги Нордена. Хэнфри Компани, единственная компания, чей главный офис расположен в Империи, оставался единственным выбором для графа. Таким образом, ему оставалось надеяться только на дальнего родственника в лице барона Нордена. Лиам не подумает, что предатель спрячется у него прямо под носом. Барон Норден тоже своего рода предатель. Граф Норден, я не единственный, кто недоволен сложившейся ситуацией. А? Судно внезапно встряхнуло. Что за... Графа Нордена и его рыцари повестили, что на борт проникли нарушители. Раздался топот, и дверь в помещении была выбита. Внутрь зашла женщина в фиолетовом силовом костюме. Клинки у нее в руках были зазубрены и вращались наподобие бензопилы. Зловещее оружие, созданное, чтобы калечить людей. ПОПАЛСЯ Лицевая часть на шлеме открылась, а затем он сам сложился и куда-то убрался. Перед ними предстала женщина с выражением восторга на лице. Позади нее стояли злобные на вид рыцари. Рыцари Нордена собрались подхватывать оружие, но с ними мигом разобрались вошедшие рыцари. Пока Норден шокированно наблюдал за ними, Мари поблагодарила Томаса. «Сар Томас, спасибо, что положились на меня. Вы правильно поступили, выбрав меня, а не эту фаршированную ведьму. У вас хорошие глаза». Находившаяся вдали от владения Лиама Мари привела с собой сотни кораблей. Томас заговорился беспокоенным лицом. «Как и договаривались, я доставил вас». Скрижет Клинков Мари было больно слушать. «Норден, предательство Лорда Лиама тяжкое преступление. Ты на себе почувствуешь его, пока я буду резать тебя на кусочки. Не волнуйся, у меня достаточно средств, чтобы ты не умер так просто». Окружающие рыцари разделяли ее чувства. «Смерть предателю!» «Убить врага Лорда Лиама!» «Шоу начинается!» Когда Норден повернулся за помощью к Томасу, тот уже выходил, окруженный рыцарями Норден завизжал. «По... по... пощады! пощады!» Мари ухмыльнулась. «Нет аж». В Соединенном Королевстве творилась огромная суматоха по поводу того, кто ответственен за поражение. «Ммм, кстати, а что там с Норденом?» Лежавший на диване в своей комнате Лиам листал новости на терминале. Читая новости о Соединенном Королевстве, ему вдруг вспомнился Норден. Он решил поинтересоваться у Амаги, которая заваривала ему чай. «Я получил доклад, в котором говорится, что Томас и Мари от него избавились». Лиам Лиам зевнул. «Ой, я думал, где Мари? Она, оказывается, избавлялась от предателя. Приятно видеть, что она не сидит, сложа руки». Когда Амаги подготовила чай и сладости, Лиам поднялся, чтобы насладиться ароматом. «Твой чай-то хорошо пахнет». «Но ведь это обычный чай, который вам подают». «Заваренный тобой чай отличается от других». «Вот как». Лиам способен различать мельчайшие отличия. Пока Амаги наблюдала за Лиамом, ей вспомнились события того дня. «И все же, что это было за сущность, которая продолжала выкрикивать имя хозяина?» «Загадочная сущность была похожа на человека, но из-за помех точно не было им. Но одно ясно точно, она явно недружелюбно настроена по отношению к людям». «Хозяин стал ее целью, если это так, Амаги беспокоилась, что Лиам стал целью чужеродной сущности. Сам же он, как обычно, был беззаботен. «А где Брайан? Что-то я не видел его сегодня». Увидев беззаботное поведение Лиама, Амаги решила себя вести как обычно. Она может лишь это. «У него выходной, как он сказал, у него сегодня ужин с внуками». «Внуки Брайана, значит?» «Устрой все так, чтобы это было за мой счет. Такие моменты, как нельзя лучше, подходят для того, чтобы оставить кого-нибудь в долгу». «Хорошо». Из витавшего в космосе цилиндра выросли маленькие конечности. Также на нем появился рот, который сжал от досады зубы. «Проклятие, проклятие!» ворчал он. Гид не умер. «Мне не победить!» Ему даже не подобраться к Лиаму. Благодарность, получаемая от людей снаружи и внутри его территории, наделяла его огромной силой, несмотря на то, что он человек. Вполне вероятно, что Гиду теперь его не одолеть даже в самой своей лучшей форме. Однако Гид не сдавался. «Я не сдамся. Я точно прикончу Лиама». «Одолеть Лиама любым способом». Гид снова собрал свою решимость. За гидом наблюдала собака. Она осталась недовольна того, что гид выжил, но куда-то исчезла, поскольку вероятно подумала, что его пока можно оставить. Гид взревел. «Я принимаю поражение, но я... я еще вернусь! Лиам!» Гид плыл по космосу, улетая неизвестно куда. Брайн «Лорд Лиам! Ваш покорный слуга так тронут, что не может сдержать зелез!» Брайн «На этом заканчивается шестой том. Мы какое-то время не увидимся, но всего вам хорошего! До следующей встречи!» Конец шестого тома. Автор Мусима Йому. Перевод Круй Юша Озвучил Эурон. Спасибо за просу... Мусима Юша Юша Юш Востив 資